Часть третья, начинаем. Ниджи тоже прав, вынес Барута, наблюдая за приподнимающимся генином. Только что проверил на нем. Не успел он договорить, как из-за артахина ты снова брызнула кровь. Нарушение сердечного ритма. Понял окуренный, осмотрев девочку. Черт! Выругался Барута, подбегая к ним и быстро отыскав взглядом нужную точку, ударил туда двумя пальцами. Дыхание выровнялось. Удивленно протянула наставница Хинуты, проведя повторную проверку. Это лишь на время, указал Барута. Пока ее медики уводят. В этот момент как раз подоспели вышеупомянутые, водрузили девочку на носилке и увели в реанимацию. Наруто, вспоминая, как Хинута старалась, что говорила, окунул руку в ее разбрызганную кровь, сжал запачканную ладонь в кулак и вытянул его в сторону уже пришедшего в себя Ниджи. Победа будет за мной! Твердо воскликнул он. Ниджи лишь фыркнул в ответ, справедливо заметив, что не стоит дополнительный раз спорить с братьями Узумуки. И запомни еще, вот что, выступил старший из них. В самом этапе ты своими глазами увидишь, что бывает, когда гениальность и тяжкий труд объединяются в одном теле. Эти мальчики слишком далеко видят свое место, заметил Конкура. Теперь у нас тут два монстра на руках. Или даже три. Посмотрев на лицо Гары, он не на шутку струсил. Плохо дело. Гара почуял запах крови. А однохвостый сильно на него реагирует. Гара с трепетом смотрел на Ниджи, который, будучи объявлен победителем, покидал арену. Эти Наруто и Ниджи. Один уже был измотан немало получив в бою, но по-прежнему уверенно стоит на ногах. А на последнем даже не царапины. И он наверняка еще что-то скрывает. Не стоит сейчас о чем-то спрашивать Наруто. Еще с одним джинчурики, который не в настроении, я общаться не рискну. Но нужно собрать побольше информации, кхе-кхе, последний поединок. Объявил Гека, и трое оставшихся участников, Рок, Шина и Гара, напряженно посмотрели на табло. На нем тут же высветились имена, Гара против Рок Ли, облом, вздохнув Шина. В конце боя, песчаный гроб, холодно приказал Гара, и песок сжал захваченную руку и ногу Ли, буквально раздавливая их в кровавое месиво. Рок. Воскликнул Баруто, когда генин команды Гай завопил. «Умри!» Также холодно протянул генин песка, направляя свой песок на соперника большим количеством. Казалось, от этого урока уже нет спасения. Внезапно песок раскрутился и развеялся, а перед атакованным стоял Баруто. «Он уже проиграл!» Воскликнул он. «Нет смысла дальше атаковать!» Все стояли в шоке. Особенно Гай, который собирался вмешаться раньше, но вмешательство другого генина застало его врасплох. «Почему?» Не мог понять Гара. «Почему ты спас его?» «Он, ты ведь тот, о ком все говорят, да. Чужак, который внезапно появился, буквально, на небесах. Ну да, есть такое. А ты ведь тот студент, не владеющий нинджутсу и гинджутсу. Что, теперь меня еще и чужак будет обсмеивать?» «Что, обсмеивать?» «Нет. Нет. Конечно. Нет. Ни в коем разе. Ну да, конечно. Не хочешь ведь ты, чтобы тебя обвинили в чем-то? Не в этом дело. Просто мне кажется, будто я знавалка готов вроде тебя. Правда, я не помню, кто это, но... Кажется, он был моим другом. Вот как. Слушай, а ты руками-ногами как владеешь? Руками и ногами? Я как-то не задумывался. Судя по тебе, они у тебя вполне крепкие. Не хочешь проявить себя в одном тайджутсу? Одном тайджутсу? Разве в этом будет толк? Толк во всем есть. Ой, мне нужно идти, пока времени истекло. Пока, увидимся. Постой. Как тебя зовут? Баруто. Меня зовут Баруто. Эй. У меня получилось. Я стал гениным. Ты бы видел гордость Гая Синси на лице. Рад за тебя, Рок. А с меня вот надзар только что сняли. О, а твои руки оставляют желать лучшего. Ты ими стенку колотил. И сколько раз? Тысячи пятьсот в день. Да только это просто обычный толстый стол. А шаг у тебя пружинистый. Делал две тысячи прыжков через скакалку. Трудишься на славу. Смотри, не переборщи только. Я докажу. Я докажу, что в этом мире возможно стать великим ниндзя. Не обладая ни нинджутсу, ни гинджутсу. Я докажу это всему миру. Ты правда попал в команду новичков? Девать меня просто некуда. Так что, тебе придется выложиться еще круче. Мы не намерены отставать, Рокли. Это мы еще посмотрим, Барута Узумуки. Он мой самый любимый генин. Во всей деревне. Эти слова Гарри не понять, подумал Баки, лидер команды Гары и его брата с сестрой. Тот, после недолгих переглядок с генином Листа, стоявшим перед ним, развернулся. Достаточно, сказал он, собирая весь песок обратно в тыкву на спине. Победитель Гара вынес Гека. И тут случилось неожиданное, что повергло в шок всех присутствующих, кроме Гара, который лишь заинтересованно поглядел назад. Рокли стоял на обоих ногах, хотя одна была полностью раздроблена и пытался встать в свою коронную боевую стойку, будучи не в состоянии выпрямиться, а вторая рука беспомощно свисала. Поверить не могу. Поразился Гай. Даже открыв пять врат, думал как оши. С раздробленными рукой и ногой. Он уже не должен был подняться. Хватит, Рок. Запаниковал Барута, чуть ли не пуская слезы, хватая мальчика за плечи. Не губи себя еще сильнее. Он осекся, поглядев ему в лицо. Да ты же! Послушай его, Ли! Вмешался Гай, отталкивая Барута, тот не особо сопротивлялся, и встал перед учеником. Ли, какой же ты все-таки! Лицо мальчика было почти что мертвое. В глазах была полнейшая пустота. Он не думал ни о чем. Даже не осознавал. Даже потеряв сознание, ты продолжаешь отстаивать свой путь ниндзя. Ли, ты уже стал? Мальчик пошатнулся и упал в объятия учителя. Великим ниндзя. Сакура собралась было спрыгнуть с балкона, чтобы как-то оказать Ли поддержку, но Кокаши ее остановил. Сакура, разве ты можешь тут что-то сделать? Спросил он ее. Утешение сделают только хуже. Сакура поникла, не найдя нужных слов в ответ. Медики! Живее! Позвал Гика уже спешивших медиков. Барута осмотрел тело Рока и впал в ступор. Так, как дрожали его глаза, еще никогда не дрожали. Простым рио нинджуцу. Его не спасти. Медики подбежали и тут же водрузили мальчика в носилке. Наскоро осмотрев его, главный медик впал в такой же ступор. Вы его Джоу не наставник? Обратился он Гаю. Можно вас на пару слов? Собеседники отошли в сторону, но их разговор был прекрасно слышен. Его дыхание ровное, но у него много значительных переломов и разрывов мышц. Если бы все только этим и ограничилось, простого лечения можно было ожидать, но его руки и ноги нанесены более серьезные увечья. «Давайте вкратце», — попросил Гаю, едва сохраняя вежливость. «Если вкратце, с такими травмами, он больше никогда не будет ниндзя». Эти слова прозвучали, как гром среди ясного неба. Наруто, который все-таки подбежал к Ли, не выслушивая слова руководителя, судорожно трясся, глядя на мальчика. «Да как же, так? Этого быть не может!» «Нет-нет-нет», — паниковал Баруто. «Ну как же?» В его голове на миг возник образ из будущего со взрослым Синсиемля. Что могло пойти не так. Где я ошибся? Но большую вину ощущал Гай. «Рок, у меня и в мыслях не было, что ты можешь проиграть, я лишь хотел помочь тебе отстоять свой путь ниндзя. Прости меня, Рок, за то, что не смог остановить тебя, пока не стало слишком поздно, и ему никак не помочь!» кричал Наруто вслед уводящим Рок и медикам. Он ведь так старался, чтобы стать ниндзя. Так старался, чтобы сразиться с Саски и Ниджи. За ним возник Акаши, который зажал ему рот и утихомирил его пыл. Возможно, решил он, удерживая вырывающегося мальчика. Это и привело к этой трагедии. Дабы воплотить свои мечты, он использовал запретную технику, и вот, к чему это привело. Ради Саски. Ради Ниджи. И ради тебя, Наруто. Наруто перестал вырываться после этих слов. Ради той безмолвной клятвы, которую вы дали друг другу. Он рискнул жизнью, чтобы дойти до финала и сразиться с вами. Какаши наконец отпустил ученика. Не забывай об этом. Гай в это время подошел к старшему генину команды Какаши. «Баруто! Ты...» Мальчик поднял на него пустой взгляд, прекрасно понимая, что сейчас чувствует Джоунин. «Болван!» Воскликнул тот, крепко ударив его в нос. Наруто собрался было возмутиться и броситься к ним, но с изумлением увидел, как Баруто лишь откинул голову от удара и даже мускулом не дернул. Пустой взгляд был направлен в пол, и брат даже не стал удерживать кровь из носа. «Почему ты влезь?» Убивался Гай, хватая генина за плечи. «Это я должен был вмешаться, а не ты. Я должен был спасать его. Почему ты полезь?» Через секунду молчания Баруто поднял взгляд и посмотрел в глаза Джоунину. Там, в лесу, когда на моих товарищей напала Рачимару, Саски и Наруто были не в состоянии сражаться, и Сакуре пришлось оказывать за ними уход, не имея возможности хоть немого отдохнуть. В это время я был отделен от них по некоторым причинам и столкнулся с сообщниками отступника, которым он приказал меня убить. Какаши, услышав это, округлил глаза. Я смог отбиться, но был так ослаблен, что потерял сознание. Ваша команда подобрала меня и оказала уход. Команду Гая. Удивился Хатаки. Когда я очнулся и собрался отправляться на поиски своих, Рок тут же вызвался меня проводить. Когда мы подоспели на Сакуру, уставшую от ночного ухода за мальчиками и ослабленную, нападали генины звука, которые не собирались щадить ее. Вместо того, чтобы отступить и позвать подмогу, или вовсе не впутываться ни в свои дела, Рок вместе со мной открыто выступил против них. Когда ничего не был нам должен, он все равно встал на нашу сторону, хоть и силы все равно были неравны. «Баруто!» — вымолвил Гай. «Так ты!» — за это я им очень благодарен, Гай Сенсей. Рок всегда был единственным генином, который не вызывал у меня ничего, кроме полного восхищения. У него не было никаких шансов встать ниндзя, но он их стремительно добывал, не жалея своих сил. «Возможно, именно мое предложение повысить показатели в одном лишь тайджуцю и зажгло в нем это рвение, это я погубил Рока. Не говори так!» — воскликнул Гай, сжимая генина в крепких объятиях. «Этот вернул ему мечту, которую он начинал терять еще в Академии. Это ты подтолкнул его на тот путь, где его встретил я. Это благодаря тебе, он стал моим горячо любимым учеником. Это все благодаря тебе!» Сенсей Гай! Баруто обнял Джоунина в ответ и зарыдал. «Так сильно, как никогда в жизни, даже когда был ребенком. Такая сцена не могла никого не затронуть. Никогда еще я не видел обороты настолько откровенным!» Заметила Рина, смахивая слезу. Сакура согласно кивнула. «Ну и пацан, хором отметили конкурс Десу!» Гика, тоже некоторое время обозревая данную картину, вздохнул и прокашлялся. «Закончили, наконец не попавши на поединок, как шиноборами побеждают автоматически!» Объявил он. «На этом предварительные бои перед третьим этапом окончены. Теперь остался финальный этап», — подумал Херузин. Все девять победивших генинов встали в ряд перед Хакаги и тремя экзаменаторами, хотя пол был изрядно покорежен после боя Гарыли. «Примите мои поздравления», — сказал Гика Хайте. «Все вы, включая одного отсутствующего, кто прошел предварительный этап, заслуживаете право принять участие в финале экзамена на звонянии Чунина». С балкона тем временем наблюдала Сакура, рядом с которой стоял Какаши. «Синси», — обратилась девочка к Джоунину. «Я хотела спросить». Она помолчала, и Какаши сам догадался, «Ты хочешь знать о Саске?» Получив утвердительный кивок, он ответил «Чтож, не могу сказать всего, потому что и сам не знаю». «Но переживать не стоит. Сейчас теперь все зависит от Саски. Твое запечатывание не поможет. В поисках силы Саски готов пойти на все, даже на сделку с самой тьмой. Такие они, люди. Эти мстители. В погоне за силой он сам меня найдет». «Я переживаю не только из-за Саски», — сказала Сакура, и получила вопросительный взгляд Джоунина. «Арочимару?» Не только Саски поставил метку. «Что?» Когда Наруто сражался с ним, он наложил ему что-то поверх его печати восьми триггерам. «То, что вызывает у Наруто дисболанс между двумя видами чакры. Ясно», — протянул руководитель. «Так вот, почему Наруто так опаздывал с концентрацией?» «Должно быть, какая-нибудь нечетная печать». «Пятиконечная печать», — ответила Сакура. «Печать пяти элементов». Джоунин задумчиво почесал лоб сквозь протектор. «Мда. Оставил ведь нам стопку проблем. Думаю, за Наруто пока переживать не стоит. Дисболанс дисболансом, но его жизни это не угрожает. Мы выясним, как снять эту печать. А пока что особо о ней не разбалтывай. Ибо Руто с Саски это скажи». «Хорошо». Какаши вдруг ощутил что-то неладное. «Сакура, я отойду на минутку. Внимательно слушай, что расскажут об условиях последнего этапа, потом мне расскажешь». Сказав это, Джоунин исчез. «Эм. Ладно», — удивленно высказала Сакура, после чего снова впал в раздумья. «Саски. Наруто. Почему именно вы? Сможет ли Боруто один вас защитить? Включи отсутствующего Саски», — размышлял Херузин. В финальный этап прошли шесть генинов скрытого листа, трое скрытого песка и один скрытого звука. «Вам слово, Хакагисама», — сказал Гека. «Да». Старик выступил вперед. «А сейчас расскажу вам о финальной части экзаменов». «Наконец-то». Обрадовался Наруто. «Предварительные бои завершены», — сказал Кабута. «Скоро начнутся основные». Арчимару задумчиво посмотрел на хлопающих крылышками маленьких птичек. «Как же мирно здесь», — заметил он. «Вернее, эта деревня сильно размякла от застоявшегося мира. Пока страны вовсю укрепляют влияние и военную мощь. Мы же можем напасть прямо сейчас». «Да», — согласился отступник. «Хотя я уже не уверен, что покончить с этим стариком будет так весело». «Вы там ли дело?» — усмехнулся Кабута, вызывая на себя косой взгляд Санина. «У меня возникает чувство, что вы все еще сомневаетесь». Арчимару помолчал. «Ведь после этого между деревнями поднимется ожесточенная война, и скрытый звук не останется в стороне. И все будет из-за вас. А орудием выступит тот мальчишка. Учиха Саски. Санин, наконец, издал смешок. Снова проницателен, как всегда. Не согласился бы. Насчет троицы из звука я не догадывался. Во время сборов информации я хотел выяснить их силу, тупо подставившись под удар. Так что вы меня переоцениваете. Но, видимо, полного доверия я от вас не заслужил. «Верно». Арчимару снова усмехнулся. «А тебе было так необходимо знать о всякой мелочи, вроде тех троих. Ты моя правая рука. Это уже показатель доверия. Поэтому прошу, позаботься о Саске для меня». Какаши смог запечатать проклятую печать, что я оставил. Но это все мелочи. Дабы тьма не покинула его сердце. Мне нужно, чтобы ты немедленно похитил его. «Какое рвение», — усмехнулся Кабута. «Не похоже на вас». «Просто меня кое-что беспокоит». Шпион натянул хмылку. «Братья Узумаки. Снова проницателен». Заку хоть и был разменной фигурой, но он заприметил кое-что очень интересное, пока сражался с Барута. После этого мой интерес, братьям, умножился в разы. Не только кармой богат наш старший Узумаки. Действительно ли стоит верить тому, что мы получили от тех двоих из четверки звука? Все еще сомневаешься. Меня просто беспокоит, что будет, если она действительно настоящая. Не говоря уже о том, что будет, если он узнает о ней. Но это все лирика. Что вы собираетесь делать с самим Барута, если ваши догадки о нем верны? Его родство с Нарутой без всяких сомнений. Нужно выяснить второго человека. Какие же у вас предположения? Хм. Только та, кто особенно ближе ему к сердцу. Хотя, можно уже предположить, кто это может быть. Наследница клана Хуга. Вот почему я не спешу наподать сейчас. Я хочу увидеть больше потенциала старшего Узумаки. Это понятно. Но зачем похищать Саски? Потому что Саски воплощение возмездия. Он живет лишь с одной целью убить своего брата. И покуда его месть, отмщение не совершится, на смерть у него нет права. Однако в том поединке, даже понимая, что меня не одолеть, он бросался в бой без страха смерти. Не думал, что он настолько не дорожит своей жизнью. Даже игнорировал слово своих же товарищей, которые лучше понимали, как лучше для него. Судя по данным, что ты добыл, его связь с этим девятихвостом мальчишкой изменила душу Саски и отвлекает его от главной цели. Эти братья оказывают на него слишком большое влияние. Вот почему их необходимо разделить. Скоро Саски начнет видеть мир по-моему. А Узумаки? О них я уже позабочусь лично. Такая неценность. Даже выше самого Саски, чтобы ее упускать. Кабуто поправил очки. Чтож, тогда он уже двинулся было вперед, но был окликнут цененным. Кабуто. Если хочешь остановить меня, тебе придется убить Саски сейчас. Якуши сглотнул. Против меня у тебя нет шансов. Ведь ты не так силен, как какаши. У Кабуто затряслись глаза. И тут Арачимару хмыкнул. Ладно, я шучу. Можешь идти. Я тебе доверяю. И шпион исчез. Вот это взгляд был. О чем же ты подумал, Кабуто? Как говорилось ранее, поединки в финале будут проведены на публике, объяснил Хирузингененом. Каждый из вас олицетворяет силу своей страны. Так что покажите свои таланты. Финальный этап начнется через месяц. А че так долго? Поинтересовался Наруто. Наверное, из-за подготовки, решил Баруто. Ведь нужно будет оповестить всех феодалов и влиятельных лиц, чтобы они прибыли, дабы посмотреть на нас. Все именно так, подтвердил Хакаги. Нам нужно оповестить их всех о результатах отборочных и пригласить на финал. Кроме того, за это время вы сможете как следует подготовиться. Проанализируйте информацию, полученную в отборочном этапе, и прикиньте шансы на успех. Данный этап представлял собой реальные сражения, когда о противнике ничего не известно. Но финальный пройдет несколько иначе. Кто-то из вас показал значительную часть своих козырей, а о ком-то неизвестны и малую часть его умений. Чтобы финал прошел честно, мы и отводим вам это месяц. Воспользуйтесь возможностью, чтобы стать сильнее и изучить новые приемы. Ну и, само собой, хорошенько отдохнете. Наруто косо посмотрел на Ниджи, а потом подумал о Саске. Простоявшим рядом брата можно вообще молчать. Мой нынешний ре-уровень оставляет желать лучшего, понимал он. Отдыхать мне этот месяц не придется. За этот месяц, заговорил Баруто, нам следует найти человека, который избавит тебя от пятиконечной печати. Не пытайся преодолеть ее, она действует слишком непредсказуемо. Даже если тебе удастся на какой-то момент вернуть контроль над чакрой, в следующий сразу же потеряешь его. Попытавшись удержать контроль, только зря истратишь чакру. Понимаешь? Наруто недовольно нахмурился, но лишь кивнул, не видя смысла спорить с братом. Это все, что я хотел вам сказать, заключил Херузин. Остался теперь последний шаг перед тем, как вы выйдете в финал. «Что там еще?» Подумал Баруто и увидел в руках Анка Сенсе и маленькую деревянную коробочку. «Анка обойдет вас всех по очереди, и вы достанете из коробочки по бумажке». Женщина сделала так, как сказал старик, протягивая коробочку гениным, и те доставали из нее бумажки. Когда Баруто достал свою, то с удивлением увидел на ней число девять. «Что у тебя?» Спросил он младшего, и тот показал ему свою бумажку с один. «Все вытянули?» Спросил Херузин. «Назовите номера, что указано у вас». Все произнесли свои числа. У отсутствующего Саски было четыре. Ибеки записал что-то в справочнике. «А сейчас вы увидите результаты жеребьевки для участия в финале», объявил Хакаги. «Ибеки, покажи схему». «Жеребьевка?» Переспросил Наруто. «Так вот, для чего были номера», — понял Баруто. Специальный Джоунин вышел вперед и показал схему. На ней было изображено подобие пирамиды, от краев центра которой отходили парные линии, а от каждой из них еще по паре. «Понятно, турнир», — вынес Баруто. «Я сражаюсь самый первый», — заметил Наруто. «И моим первым соперником будет Мэджи. То, что нужно. А во втором раунде я буду сражаться со скелетем, забинтованным». Он хмуро посмотрел на Десу. «А ты, Баруто?» Он осекся, увидев два имени в конце списка участников. «Баруто под номером девять. Будет сражаться с Гарой под номером десять». «Превосходно довольна», — подумал Десу. И снова с девчонкой недовольно вздохнул Шакамару, которому уже приходилось драться с Кин. Повезло, что Гару так далеко успокоился Конкура. Брат этого дженчурики нахмурился сам Гару. То, что надо ухмыльнулся Нару. Вот дело почесал Сабаруто. «На этом все», — объявил Херузин. «Теперь можете идти обдумывать стратегию. Может, у Кагота остались вопросы?» «У меня», — поднял руку Шакамару. «И у меня тоже», — присоединился Баруто. «Так, Шакамару?» «Получается, на Челнара, как и в любом турнире, победителем станет лишь один. И только один станет Чунином?» «Это не совсем так», — ответил Хакаги. «В этом этапе будет много судей, включили меня, Казикаги, феодалов и многих других лидеров деревень, что не входят в пятерку великих стран, и которые нанимают наших шиноби для заданий. Во время сражений мы будем оценивать ваши способности. Чунинами станут те, кто продемонстрирует необходимые для этого навыки. Так что вы сможете стать Чунинами, даже если проиграете в первом же раунде. Получается, вмешалось Тимари, Чунинами могут стать все присутствующие. Именно», — подтвердил старик. «Но и точно так же Чунинами может никто не стать. Чем больше побед вы одержите, тем больше у вас будет шансов впечатлить судей». «Я ответила на твой вопрос, Шакамару». «Ай, да», — помявшись, — ответил Нара. «А что у тебя за вопрос, Баруто?» «Насчет последних раундов», — ответил старший Узумуки. «После первых поединков станется нечетное количество участников. Победители первых двух сразятся с победителями вторых двух. Получается, в последнем раунде сразятся все трое? Все против всех. Ну, с последним не совсем так. Тот уже решит голосование судей. Два самых сильных из трех финалистов сразятся друг с другом, а победивший с оставшимся...» «Я ответила на твой вопрос?» «Так точно», — ответил Баруто. «Чтож, все отлично потрудились». Провозгласил Хакаги. «До встречи через месяц. У меня нет сомнений, что Саски справится с Десо», — подумал Наруто. «Наруто! Ты один из первых, с кем я хочу сразиться? Я должен для начала разобраться с Пятиконечной Печатью. А уж потом задумываться о тренировках». В этот момент возле братьев Узумуки возникла Сакурая, Зенезевтон, объявила. Сенсейка Кашизнает о Пятиконечной Печати и пообещал разобраться. «А пока что попросил особо о ней не разбалтывать. И о проклятой Печати, скорее всего, тоже не стоит». «Вот как, понятно», — кивнул младший брат. «Кстати, а где Сенсей сейчас сам?» «Наверное, с Саски Куном». «Спасибо. Пойду, поищу его. Помни о моих словах, Наруто», — напомнил Баруто. «Твой контроль чакры. Буду делать то, что в моих силах. Обо мне не переживай. У тебя самого есть кое-какое дело». «А?» Не сразу понял старший Узумуки, пока к нему не прильнул Ино. Наруто верно отметил, кокетливо сказала она. «То, что ты дал мне полежать у тебя на ногах, не входило в условии». «Ах-ах», — нервно посмеялся Баруто, — «и-то верно». «Чтож, тогда, завтра у моего дома ровно в десять. Идет». «Договорились». «Поздравляю, Баруто», — ухмыльнулся младший брат. «Твое первое свидание в деревне. Да и в самой жизни в целом, ты вовремя», — отметила Ино, увидев Баруто в магазине, когда спустилась с комнаты. «Проявляю пунктуальность», — ответил тот, вручив ей подарок в виде самодельного цветочного венка из космеи-посконника, который девочка по достоинству оценила. «Ты уж смотри», — вступилась ее мать, — «сделай мою девочку счастливой». «Я скажу прямо дальше одного этого свидания не зайдет». «Это верно», — не стала скрывать Ино. «Он уже отшил меня. И ты идешь с ним на свидание». Удивилась женщина. «Мы договорились, когда были в лесу смерти». «Баруто, уходим быстрее, пока мама не задала еще больше вопросов». Ино схватила Баруто за руку и выбежала с ним из магазина. «Как думаешь, что она решила, услышав твой ответ?» — спросила Зумаки, когда они с Яманок отдалились от ее дома. «Да не бери в голову», — отмахнулась та. «Я сама ей все объясню, если она будет спрашивать. А пока что, давай насладимся временем. Я весь твой». Итак, наши голубки пошли дальше по улицам деревни. Они покупали самые разные вещи, которые дарили друг другу. Посещали кафе, где пробовали сладости с ароматным чаем и разговаривали в тени от необычайно жаркого в тот день солнца. «Ты не переживаешь из-за своего первого поединка?» — спросила, спустя некоторое время, Ино. «Попугает меня этот Гара». «Не переживай», — успокоил ее Баруто. «Меня таким песком непросто взять. Я не так прост». «Чтож, верю», — ухмыльнулась Яманука, отпивая из чашки. «Не ответишь, что там с Саски и Наруто?» Баруто чуть не поперхнулся. «Меня волнует то, что произошло с Саски в лесу смерти, когда он пришел в себя и выступил против троицы звука. А еще Наруто, потому что даже для него крайне необычно так опаздывать с концентрацией. Да еще и нападение Рачимару на них. Боже!» На последнем слове Ино не выдержала и почти пустила слезу, зажав рукой рот, чтобы не зареветь в голос. «Чудо, что вы вообще в живых остались!» Баруто сделалось дурно. Он прекрасно понимал волнение Ино, но помнил слово Сакуры, что не следует обо всем этом разбалтывать. «Ино, я прекрасно понимаю твои волнения, но я не могу дать тебе ответы по двум причинам. Первое, Сенсей Кокоши попросил засекретить данную информацию, чтобы не поднялась лишняя паника наперед. А во-вторых, это не та тема, на которую мне хотелось бы разговаривать в своем первом свидании». Последние слова он произнес с натянутой улыбкой. «Хоть себе не губи впечатление». «И то верно, с той же натянутой улыбкой», — согласилась Ино. «Извини, на меня такое нашло. Бывает. Куда еще сходим? Может, теперь сам решишь?» «Хм, дай подумать. Спасибо за проведенное время, Баруто Кон», — поблагодарила Ино, сладко подтягиваясь. «Теперь мы в расчете. Но я не могу сказать, что мне не понравилось. Рад, что и ты довольна. Теперь возьмешься за тренировки. Удачи тебе! И Наруто с Саски передай. Обязательно!» «О, и еще кое-что. Да. Кахаем. Для первого свидания все вышло совсем неплохо», — с улыбкой сказала им Анука. «Уверена, твоя первая девушка будет довольна. Если только я не опережу ее». И все-таки, она реально не поняла тех слов о том, что они с Сакурой слишком далеки от меня. «Чтож, ее же лучше. Спокойной ночи. Прошу прощения», — обратился Наруто к регистратуре госпиталя Канохи. «В какой палате Саски Учхо?» «К Учхо посетители пока не допускаются», — вместо ответа сказал регистратор. «Это почему? Сложно объяснить. Ладно». Наруто решил не устраивать лишний скандал и собрался было уйти. «Вот она, девочка твоей мечты». Немного помявшись, он решил спросить, «А в какой палате лежит Хинато Хьюга? Она ведь здесь? Сейчас посмотрим». Так, она, перешедшая в себя Хинато сидела в своей койке с прикрепленной к ней капельницей и грустно смотрела в окно. Сейчас у нее на душе было так тяжело, как никогда еще в жизни не было. Совсем недавно ее посетила Курин Лосинси, но женщине не удалось хоть как-то успокоить девочку, хотя Хинато была ей благодарна за попытку. Тут в дверь палаты постучались, и на пороге показалась медсестра. «Хинато, к вам еще один посетитель». «Да». Обернулась девочка и увидела рядом с женщиной Наруто. «На, на, Наруто. Как ты себя чувствуешь, Хинато?» — спросил мальчик, заходя внутрь. Только недолго, коротко бросила медсестра, закрывая дверь и оставляя голубков наедине. Несмотря на тяжелое состояние, Хинато от осознания того, что они с Наруто одни, хотелось сквозь землю и провалиться. «Не, не ожидала, что ты меня навестишь?» «Наруто почесал репу. На самом деле я хотел навестить Саски. Но меня к нему не допустили. Вот и решил провидать тебя хотя бы. В... вот как...» «Хинато снова посмотрела в окно. Наруто немного постоял возле нее, а потом подошел и сел на край. Нехорошо. Что так вышло, решил он начать разговор хоть с Чигато. «Ты ведь так старалась?» «Дело не совсем в этом», — грустно ответила девочка, уже не думая о застенчивости. «Я ничтожный ниндзя. Ты совсем не такая». Возмутился Наруто, вскакивая с койки. «Просто этот меджи совсем ненормальный. И я непременно проучу его, вот увидишь. Ты?» «Хинато удивленно посмотрела на мальчика. Тот показал ей галочку. «Ага. У нас с ним первый раунд. Правда?» Восхитилась девочка. «А Баруто как?» «А... у него последний раунд с Гарой. С тем жутким типом из песка». Хинато похолодела, вспомнив, что видела в лесу смерти, когда их команда едва не столкнулась с троицей из песка. Едва заметив выражение ее лица, Наруто быстро все понял. «Значит, вы уже видели, что этот урод вытворяет?» Хинато кивнула. «Теперь ясно, почему Акамару выглядел напуганным, когда все прошедшие второй этап собрались в зале. Хорошо, что ты не видела, что он сделал с Ли. О боже!» Содрогнулась Хинато. «А что он с ним сделал?» Наруто замялся. Ли, конечно, жив. Хинато едва облегченно вздохнула. «Но он теперь лишен возможности стать ниндзя. Возможно, навсегда. Баруто против него, а ты против Мэджи». Хинато резко схватила Наруто за руку. «Наруто-кун. Прошу, будьте осторожны». Наруто сначала удивился, но потом ободряюще улыбнулся. «Спасибо за беспокойство, Хинато. Ты такая милая». Хинато едва осознала, что сделала, и моментально раскрасневшись до корней волос, резко отпустила руку мальчика. «Боже», — вздохнул тот. «Ты краснеешь, словно школьница. Я думал, такое только в Мэнге бывает». Хинато больше не могла это вынести и поспешила с головой нырнуть под одеяло. «Ой!» «Осторожнее!» Спохватился Наруто, когда одеяло чуть не сбило с руки девочки иглу от капельницы. К счастью, он успел схватиться за край и положил более аккуратно. «Ну ладно, мне пора идти, за тренировки приниматься». «Ух, удачи!» Пробормотала Хинато из-под одеяла. «Ельбору-то-кунук!» «Передай!» «А...» У него, кстати, свидание завтра, напоследок кинул Наруто, покидая палату, не заметив удивленный взгляд девочки, высунувшейся из-под одеяла. Закрыв за собой дверь палаты, Узумуки собрался идти к выходу из госпиталя, но увидел того, кого, собственно, и намеревался найти здесь. «О! Сенсей-какаши!» «Тише, Наруто, поспешил утихомирить его джоунин!» «Ты же в госпитале!» «Виноват!» «Я искал вас!» «Вы ведь были у Саски!» «Да!» «Прости, это я поручился, чтобы к нему не допускали посетителей!» Наруто посерьезнел. «Это из-за Орочумару!» «Догадливый!» «А ты, я вижу, посещал здесь другого человека!» «Ну, да!» «В общем, слушайте, у меня просьба!» «Можешь не продолжать?» Перебил мальчика Кукаши. «Я уже знаю, чего ты хочешь!» «Я обязательно найду способ снять с тебя пятиконечную печать, но в процессе буду очень занят!» «Поэтому я нашел для тебя того, кто и позаботится о твоей тренировке!» «Но я хотел, чтобы меня тренировали именно вы!» «Едва не начал капризничать Наруто!» «Я буду занят!» «Сказал же!» «За тобой присматривать времени не будет!» «Дайте угадаю вы, как обладатель Шарингона, будете тренировать Саски, верно?» «Но не злись ты так!» «Человек, которого я выбрал тебе в тренеры, гораздо опытнее меня в этом деле!» «Ну и кто же?» «Это я», — прозвучало у Наруто за спиной, и тот обернулся. «Ты?» «Уже не сдерживался он от возмущения!» «Ты скрытый извращенец!» Грубиян, поправив очки, недовольно нахмурился в бесу. «Скрытый извращенец?» Переспросил Кокаши. «О чем я не знаю?» «Почему меня будет тренировать этот тип?» Недовольно спросил Наруто, едва не срываясь снова на крик. «Он ведь даже слабее меня!» «Вы бы видели его, когда я применил технику гарема!» «Только не это!» Запаниковал и бесу, вспомнив тот случай, и поспешил зажать болтливому крику на рот. «Техника гарема!» Кокаши озадачиваться два раза подряд было слишком много. «Да!» «Еронда!» «Хи-хи-хи!» Неровно захихикал второй Джоунин, пытаясь сделать вид, что ничего такого не было. После чего быстро прошептала Наруто на ушко «Позже угощу тебя всем, чем захочешь!» «Только не болтай об этом случае!» «Ловлю на слове!» Предупредил Наруто. «Так вы уже знакомы!» Понял Кокаши, не до конца все понимая. «Ну да, было дело», — продолжал слегка нервничать и бесу. «Вы уверены, что мне нужен именно этот человек, сенсей?» Продолжал сомневаться Наруто. «Безусловно», — ответил Кокаши. «Бесу дан улитный преподаватель, работающий только с особыми учениками. Неспроста именно он является тренером Конохамру, внука лорда третьего. В преподавании мне с ним не сравниться. Послушай, из всей седьмой команды только ты отстаешь по базовым навыкам. Их-то он тебе и подтянет. Пятиконечная печать, конечно, большая помеха, но если ты и с ней многому научишься, то твои умы вырастут в разы, когда мы ее с тебя снимем». Наруто фыркнул. «Ладно уж. Раз вы, сенсей Кокаши, так и решили, я не подведу. Вот и хорошо. Он полностью ваш, обесуданно. Благодарю. Чтож, Наруто-кун. Сегодня тебе лучше хорошенько отдохнуть. А завтра возьмемся за тренировки. Если хочешь, то в первую очередь сам угощу тебя завтраком». Договорились, принял серьезное лицо Наруто. «Встретимся возле Рамина и Чирыку. Тогда до завтра. Шутишь?» Воскликнул Баруто, хватаясь за лоб, едва не выронив сковородку с овощами. «Сенсей Кокаши выбрал тебя в тренера этого извращенца?» «Га», — проворчал Наруто. «Выпала мне, блин, радость. Придется потерпеть его, пока для начала не найдут способ снять с меня пятиконечную печать, а потом не закончится этот месяц перед финалом экзаменов на Чунина. Бывают же везения», — заметил Баруто, накладывая овощи с прожаренными кусочками мяса в тарелки, после чего поставил чашки с рисом. У Наруто загорелись глаза. «Как же я за пять дней соскучился по сытному ужину из-под твоей готовки?» — воскликнул он, усаживаясь за стол. «Мда! Я так соскучился по этому делу, что слегка переусердствовал, и теперь кое-что останется и на завтрак. Ну, завтраком меня угостит и бесу», — объявил Наруто, коварно ухмыльнулся, обдирая его до последней нитки. «Ты будь осторожен! Если слишком плотно позавтракать, то от упорной работы может истошнить». «Тогда бесугостит меня еще. А если будет пытаться увиливать, припомню ему тот случай, о котором он умолял не разбалтывать». «Хи-хи-хи!» Баруто прыснул, едва сдерживая смех. «Боже! У меня самый коварный младший брат на свете! Ладно, давай уже есть, пока не остыло!» «Ага!» Мальчики сложили ладоши. «И там таки мос!» «И они принялись за еду!» Баруто настолько вкусно готовил, что Наруто тщательно прожевывал каждый кусок, замечая, что это вкуснее, а и с замечанием Баруто, еще и полезнее, всякой лапши быстрого приготовления. Впрочем, этот извращенец еще не настолько большой, в отличие от того извращенца, что написал эту книгу, заметил через некоторое время ужина Баруто, кивая в сторону полки на стене, и Наруто увидел ту самую книгу, которую читал Сенсей Кокоши. «Он чуть не подавился!» «Ты тоже его начал читать?» «Ну, не сдержался, вот и довол!» «Ох, а кто автор?» Наруто заметил подпись на обложке. «Легендарный Аджирайи», — хмыкнул он. «А ведь тоже один из легендарных Санинов!» «Даже не верится, что он был в водой команде Сарачимару!» «Кстати, ты помнишь, как они получили свое прозвище?» «Разумеется!» «Ведь они были первыми, кто выстоял против одного из сильнейших ниндзя тех времен! Ханза!» «Лидер деревни Дождя!» «Странно, что ни один ниндзя его деревни не прошел второй этап экзаменов!» «И то верно!» «Если учесть и то, как лихо ты унизил ту троицу в лесу!» Баруто проглотил еще один кусок! «Эй, Баруто, — обратился Наруто к брату, когда оба уже легли спать!» «Эм!» — откликнулся тот. «А ты с кем будешь тренироваться?» «Я!» «Ну, я пока не решил!» «Наверное, мне придется тренироваться одному!» «К счастью, мне позволено выходить за пределы деревни, так что тренироваться я буду не в ней!» «Понятно!» «Ну, удачи тебе в завтрашнем свидании!» «А тебе в тренировках!» «Ай, Асу Минасай!» «Ты вовремя!» — отметил Бесу, встретив новоиспеченного ученика в назначенном месте!» «Не мог же я пропустить время завтрака!» — с ухмылкой отметил Наруто. «К тому же, у Баруто сегодня свидание в это время, так что он меня разбудил!» «Ну, присаживайся тогда!» «Тючи, любимый рамен Наруто, пожалуйста!» «Я все плачиваю!» «Сейчас!» — отозвался хозяин ресторанчика. «Кстати, Наруто!» «Поздравляю с выходом на финальный этап экзаменов на Чунина!» «О!» «Да!» «Я весь в предвкушении!» Тючи поставил перед ним тарелку и приманил к себе ближе, чтобы прошептать на ухо. «Ты хочешь, чтобы он все плачивал, или сказать, что я тебя так угощаю?» «Пусть оплачивает!» Так же шепотом ответил Наруто, заговорщицкий переглянувшись с хозяином. «Чтож, налетай!» «И там таки моц!» Наруто принялся за еду. Наруто — обратился к нему в это время новый тренер. «Получив информацию от Какаши Дэны и проанализировав ее, я пришел к выводу, что тебе не хватает практики с контролем чакры. Ну да, есть такое, не стал отрицать мальчик, не отрываясь от завтрака. Позволь мне для начала объяснить тебе твои недостатки. Смотри, энергия тела и духа, иначе говоря, запас сил расходуется, когда ниндзя выполняет технику тайджуцу, нинджуцу и гинджуцу. При использовании тайджуцу энергия распределяется просто. Для этого не нужно складывать печати и тратить чакру, разве что редкими исключениями. Надо лишь грамотно расходовать запас сил. При нинджуцу и гинджуцу необходимо для начала создать необходимое количество чакры, на что нужно потратить запас сил. Затем следует использовать ручные печати для правильного контроля чакры при выполнении техники. «Ну, это я уже знаю», — сказал Наруто. Как и то, что при использовании любых техник расходуется энергия. А когда ее не останется ни капли, человек умрет. Верно. Например, рассмотрим технику клонирования. Допустим, для создания трех клонов нужно потратить 30% от запаса сил. В случае Сакуры и Барута, они потратят ровно 30% от запаса сил на создание чакры. Благодаря безупречному контролю чакры, при складывании печатей, они получат ровно по три клона, сохранив при этом 70% от запаса сил. Про их контроль чакры не поспоришь. А что у Саски? Вот к нему мы как раз и подходим. Он не особо хорош в контролировании расхода запаса сил для создания чакры, так что на это потратит 40%, что больше обычного. Однако его контроль над чакрой такой же безупречный, как и у двоих вышеупомянутых, так что со вторым этапом проблем у него не возникнет. В итоге он также получит трех клонов. Так как вернуть или потратить оставшуюся чакру нельзя, то те лишние 10% потратятся впустую, и у него останется 60% от запаса сил. И тут вы походите ко мне, понял Наруто, уплетая уже которую тарелку. Ну, и чем я хуже Саски? Ну. Тут вообще беда. В первую очередь, ты хуже него в контроле запаса сил. Создавая чакру, ты потратишь 50%, вместо необходимых 30%. Более того, твой контроль над чакрой настолько плох, что ты потратишь только 10%, впустую, потратив оставшиеся 40%. А в итоге ты получишь только одного клона. Чтож, возможно, я преувеличил, сравнивая вас с четверых, но... Наруто-кун, ты тратишь слишком много сил и чакры. И исполнение техник нестабильно. Но вы ведь помните, как я создал множество клонов, напомнил Наруто. А у них еще хватало на превращение. Эбисуя едва снова не покраснела от воспоминаний того случая, но сдержал себя в руках. Это благодаря тому, что ты превосходишь своих товарищей в количестве энергии. Из Лиса. Именно. Конечно, он еще и мешает твоему контролю, а тут еще и нечетная печать сверху. Но эту преграду можно обойти, если постараться. Ну тогда чего мы ждем? Бодро спросил Наруто, поднимаясь из-за стола. Пошли уже. Да, согласился Эбису. Постойте, остановил обоих Теучи. Ваш счет. О, точно. Вспомнил Бесу и тут его глаза полезли на лоб, уловив не один десяток пустых тарелок. Теучи же коварно улыбался на пару с Наруто. После завтрака Эбису с Наруто оказались на территории горячих источников. Ну и зачем мы здесь? Спросил ученик. Будем мыться перед тренировкой. Нет, ответил учитель. Здесь и пройдет тренировка. Э. Мы уже пришли. Тренировка в таком месте. И что я буду делать? А будешь ты? Эбису поправил очки. Ходить по воде. Э. Как Ашадана рассказал мне, как идеально у тебя получилось собирать чакру в ступнях, чтобы забираться на дерево без использования рук. А это следующий уровень. И с ним будет несколько сложнее. Но это уже давно было. Хотя я все еще помню. Чтобы взобраться на дерево, нужно собрать необходимое количество чакры в одной точке тела и поддерживать ее там. И как быть с водой? Сейчас объясню. Дерево твердая поверхность, и тебе всегда лишь надо было держаться за кору. То есть то упражнение развивало навык поддерживать постоянное количество чакры. Но чтобы ходить по воде, нужно высвобождать чакру из ступней и постоянно направлять ее в воду, поддерживая этим баланс тела. Это от того, что под поверхностью воды, что не является твердой, есть еще и твердое дно? Понял Наруто. В точку, отметил тренер. И такой контроль чакры сложнее, чем при дереве. Данная тренировка нужна для того, чтобы научить тебя вырабатывать необходимое количество чакрок при выполнении техник. Но ведь был один случай, когда мы попали в заварушку в деревне водопада, вспомнилась Наруто. Я вдруг взял и побежал прямо по воде. Хотя и не имел опыта. Хм. Задумался в бесу. Скажи, а я с тобой тогда были какие-то изменения? Изменения. Наруто начал припоминать. Если вспомнить, я был тогда очень разозлен на того ублюдка, Суена. Мое тело охватило. Совсем другая чакра. Другая чакра. Да. Стандартный цвет чакры синий. Но та чакра была красной. Это и есть чакра Девятихвостого. Да это она. И под ее покровом ты смог побежать по воде, потому что чакра Биджу природная энергия. Природная энергия. Да. Биджу поглощают энергию, что находится в атмосфере самой природы, и вырабатывают это в чакру. Потому они отлично контактируют с природой. Но, знания об этом даны и не каждому Джоунину, так что в этом я тебе не источник информации. Но ты здесь для того, чтобы уже самому научиться ходить по воде. Тогда давайте приступим. У Наруто засияли глаза. Для начала я тебе покажу. Эбисо подошел к потоку, сложил печать концентрации и иступил на поверхность воды. Через мгновение на глазах изумленного Наруто Джоунин уже беззаботно стоял посреди воды прямо на ее поверхности, словно это была обычная лужа. Видишь? Концентрируешь чакру в стопах, а затем выпускаешь необходимое количество в воду, в зависимости от веса своего тела. Ого! Теперь мне, наконец, понятно, как Барута с Синсеем Какаши это делают. Не помнил себя от восхищения Наруто. Ладно, приступим. Концентрируем. Затем постоянно выпускаем необходимое количество. Плюх. Как я и думал, вздохнул Абисо, созерцая брызги перед собой. Горячо. Завопил Наруто, поспешив показаться из-под воды. Забыл предупредить температуру воды здесь 60 градусов. Неудачи дорого обойдутся будешь красным, как рак. Фак, выругался Узумуки. Я все равно сделаю это. Абисо довольно ухмыльнулся, наблюдая старания мальчика. Вы сегодня очень усердны, заметил он, наблюдая за тренировками Конохамыру. Обычно вы к тому времени готовите очередную засаду на владыку Хакаги. «Просто я больше этим не занимаюсь», ответил мальчик, делая отжимания. Братишка Наруто сказал мне, что не бывает легких путей. «Наруто сказал?» «Да. Если я хочу стать Хакаги, то должен быть готов к этому». И Наруто прав. «Я рад, что вы это приняли всерьез. Кажись, получается, довольно заметил Наруто, и Джоунин обратил внимание на то, что он действительно уже не падает в воду, хотя ступни и были все еще погружены. Он пусть и небольшой тугадум, как о нем говорят, заметил мужчина. Но он идеально все схватывает и быстро осваивает навыки контроля чакры. Да, это правда, легких путей не бывает. «Похоже, я ошибался в тебе, Наруто. Из тебя ученик лучше, чем из меня учитель. Ты не демон-лис. Ты достойный ниндзя скрытого листа». Пытаясь удержать равновесие, Наруто краем глаза посмотрел в сторону женского отделения источников и заметил то, что заставило его глаза полезть на лоб, отчего его концентрация нарушилась, и он снова плюхнулся. Посмотрев в ту сторону, куда успелся мальчик, Эбис увидел возле стены какого-то одетого в красное крупного мужчину с длинными седыми волосами, который, не особо скрываясь, заглядывал в щель. «Подсматриваешь за девушками, старик? Не знаю, кто ты и откуда. Но я не подущу столь бестижего поступка!» Крикнул он, кидаясь к извращенцу. «Ай!» Спохватился тот. «Вот блин! Техника призыва!» Перед застывшим от неожиданности в Бесу возникла здоровенная огненно-рыжая жаба с черными разводами на теле, и Джоунин едва успел разглядеть на ее шее огромное ожерелье и скандзи-верность. «Это же!» Не успел он додумать, как жаба выпустила своя длиннющий язык, который ударил Джоунина прямо в темечко, вырубая на месте. «Ну и зачем было так вашу медь?» Недовольно проворчил старик, на голову которого был навязан металлический протектор скандзи-масла. «Ну застукал ты меня, а дальше-то что?» «Скрытый извращенец лихо повержен?» Поразился Наруто. «Кто, черт возьми, этот открытый извращенец?» Наруто навяз над бездыханным обезом. «Он что, в полном отрубе?» Задумчиво спросил он, проверяя состояние тренера. «Кто же мне, учитель?» «Слабак». Он злобно зыркнул в сторону старика-извращенца. «Слушай, ты с жабой. Кто ты вообще такой?» Старик так гордо ухмыльнулся, словно только и ждал этого вопроса. «Я рад, что ты спросил». Он опару с жабой, на чьей голове продолжал стоять, выгнулся вперед, расставив ноги шире плеч, вытянув левую руку вперед, вытянув пальцы, а правую загнув назад и сжав кулак. «Я святой отшельник жабьи Горы Мьёбаку. Так же известен, как жабий мудрец. Рад знакомству. Жабий мудрец!» Удивился Наруто. «Верно!» Ответил мудрец, и жаба под ним исчезла, а сам он ловко приземлился на ноги, обутыми красной гэта. «А он крут!» Мимолетом восхитился Наруто, но быстро взял себя в руки. «Погляди, что ты натворил, извращенный отшельник!» «Только он начал со мной тренировку, как ты взял и все испортил!» «Он сам виноват», — равнодушно махнул рукой старик. «Мешал мне собирать материал!» «Материал!» «Я писатель», — продолжил объяснять старик. «И сейчас пишу продолжение вот этой книги!» «Да это же!» Завис Наруто, увидев обложку книги, узнав в ней любимый роман Какаши Сенсии. «Райский флирт!» «Ты уже наслышал о ней?» Удивился старик, увидев лицо мальчика. «Она набирает популярность!» «Погодика!» «Наступил Наруто!» «Так ты что?» «Ли... «Легендарный...» «Джирайя!» «Ты обо мне уже знаешь?» Искренне изумился отшельник. «Еще бы!» «Трудно поверить, что такой великий человек пишет такую грязную книжонку с одними непристойностями!» «Даже мой брат подсел на нее!» «Материал собирает, как же!» «Ты же просто подглядываешь за девушками!» «Что ты делаешь, малец?» «Если ты все испортишь, я не смогу и дальше собирать материал!» «И слушать не хочу твои оправдания!» «Что же мне теперь делать-то с тренировкой?» «Тренировкой?» Переспросил Джирайя. «Это ты прохождение по воде!» «Такой великий человек, как ты, определенно в нем разбирается», — заметил Наруто. «И раз ты вырубил моего тренера, тогда...» Он указал на старика пальцем. «Тебе придется занять его роль!» Джирайя на миг встал в ступор. «Еще!» «Чего?» «Не буду я тренировать таких невежд!» «И вообще, парни меня не интересуют!» Он сложил ручную печать и вызвал вихрь вокруг себя. «Пока!» «И будь здоров!» И с этими словами прыгнул выше крыш домиков, за которыми моментально скрылся сглаз. Наруто просто себя не помнил от восхищения. «Плевать мне, что он настоящий извращенец!» «Он просто супер!» «Мне нужен такой учитель!» Джирайя в это время уже беззаботно шагал по улице, уверенным, что оторвался от мальца, пока ему на глаза не попалась парочка ослепительных девушек-блондинок, одна из которых, по всей видимости, предпочитала мужскую одежду, в которой смотрелась особенно привлекательно. Вторая не была пацанкой, но тоже привлекала внимание. У отшельника глаза так и засияли. «Эй, девушки!» Позвал он их, подбегая к ним ближе и заставая врасплох. «Вы не против куда-нибудь сходить со мной?» «Глаза разуй», — шокированно ответила пацанка чистым девичьим голосом. «Я парень!» «Парень!» «И мы к тому же несовершеннолетние!» «И у нас видание!» Добавила спутница оказавшейся парнем пацанки, определенно недовольная такой неслыханной наглостью. Никогда в жизни Джерайи не ощущал себя в настолько глупом положении, и он поспешил найти способ выкрутиться. «Ты реально парень?» «Да ты даже крошит привлекательней своей спутницы!» «Что?» Возмутилась блондинка. «А?» «Я не то хотел сказать!» Заялил уже старый пердун. «Странно, что тебя еще не заставляют носить поводок!» Недовольно прозвучало у него за спиной. «Старый извращенец!» «Наруто!» Поразилась парочка, а Джерайи вмиг позабыл о них, уставившись на приставучку. «Это опять ты?» «Не признайся слово «извращенец!» «А как тебе слово «никто?» «Потому что ты никто!» «Сначала меня учил один извращенец, а теперь мне попался!» «Черт!» «Но почему мне не удается найти наставника, который?» «Который!» Наруто явно замялся в конце предложения, но не успел подобрать нужных слов, потому что старик вдруг поднял его над собой. «Заткнись ты уже!» Недовольно проворчал он закинул недоноска в ближайший глиняный сосуд, который моментально закрыл крышкой, придавив сверху большой глыбой. «Вот, парень, потренируйся немного там!» И он со смехом покинул место преступления, пока из сосуда вылетали слово «выпусти меня, старый дурак!» Парочка тем временем некоторое время стояла в шоке от произошедшего. «И что это было?» Спросила девочка своего спутника. «Даже не спрашивай», — покачал тот головой. «Ему не будем помогать!» Девочка кивнула в сторону дергающегося сосуда, из которого вылетали недовольные крики. «Нет», — сказал, как отрезал, мальчик. «Не стоит лезть в дела всяких чудиков в день своего первого свидания!» «Пожалуй», — согласилась спутница, покрепче хватая его за руку. «Ну ладно, ты ведь решил на источники сходить?» «Идем же, Борута-кун!» «Идем и натян», — мудрец уже находился за пределами оживленных улиц и сидел под упавшим деревом, протягивая трубку, погрузившись во влажные мечты. «Чего бы я сейчас не отдал, ради нескольких минут с молоденькой красоткой», — размышлял он вслух, уставившись на облака. «Чем пристальнее он заглядывался, тем отчетливее ему стали видеться в облаках обнаженные фигуры молодых девушек, и его пошлая улыба тянулась почти до ушей. «А тебе, я вижу, достаточно и на облака опялиться», — видев в них желаемое, старый извращенец, прервал его мечтаний тот самый недоносок, от которого, по всей видимости, не так просто отделаться, хоть покинь территорию страны. «Опять ты недовольно вздохнул, Джирайя!» «Я тебе недостаточно понятно объяснил, что не собираюсь тебя учить. Неужели ты настолько любишь девушек?» — не отставал мальчуган. «Я люблю необыкаких девушек», — с ухмылкой ответил Санин. «Я люблю их с такими аппетитными и сочными. Большими, но не очень. Тебе не понять мало слишком». Мальчишка хитро ухмыльнулся, складывая печать. «Краша такой вы нигде больше не увидите, словно уверяя», — сказал он. «Превращение!» «Пуф!» И на месте приставучего мальчишки уже стояла в чем мама родила блондинка с завязанными в два хвоста длинными волосами. Все интимные места некоторое время прикрывали тонкие облачка, которые со временем рассеивались. «Ну!» — соблазнительно протянула она. «Как тебе такое?» У Джирайя глаза сделались по пять ярких рублей. «Вот это то, что нужно!» — воскликнул он, оценивающе разглядывая девушку. «Такая стройность!» «Такой блеск кожи!» «А в довершение всему еще и эти шикарные волосы!» «Высший бал!» «Наруто!» «А это, как вы уже догадались, был он, мысленно скривился. Этот старик слишком много позволяет себе думать. Это определенно мой типаж!» Продолжал восхищаться старый извращенец, разглядывая красотку со всех сторон. «Как называется эта техника?» «Какой-то новый тип техники превращения!» «Ну!» Замялась Наруто. «Я называю ее техникой соблазнений!» «Просто отличное название!» Оценил Джирайя. «Весьма подходящее!» «Да ты просто гений, раз придумал такое!» «Такая техника без сомнений покорит любого взрослого!» «Значит, ты мне поможешь с тренировкой!» Умоляюще спросила блондинка с блеском в глазах, соблазнительно засунув палец себе в ротик. «А я буду помогать тебе с добычей материала!» «Правда?» «Не поверил Сонин!» «Правда!» Бодро ответила девушка, без стеснений сложив руки за голову, открывая все свое естество. «Можешь смотреть, сколько угодно!» «Я даже не против!» Джирайя затрясся от притока новых непристойных мыслей. «Но!» Быстро умерила его нарастающий пыл соблазнительница, пригрозив пальчиком. «Есть одно условие!» «Ка!» «Какая же?» «Руки!» «Держать!» «При себе!» Четко ответила девушка и соблазнительно подмигнула. «Ясно!» «Ясно!» «Уже сдержанно протянул Джирайя!» «Но у меня есть условие!» «Какая же?» «Сделала невинные глазки Наруто!» Джирайя резко отвернулся, чтобы она не увидела его раскрасневшегося до корней волос лица. «Ты останешься в таком виде на всю тренировку!» Наруто тут же превратился в себя. «Вдохновение ему нужно», — подразнил он. «Ага!» «Как же!» «Ты просто обычный извращенец!» «Глупый!» Джирайя гордо выпятил грудь. «Я тебе вовсе не обычный извращенец!» «Да!» «И какой же тогда?» «Большой извращенец!» Наруто завис. «Что ж, так даже лучше!» «Ладно, мальчуган, ты меня удивил!» «Я с удовольствием возьму тебя в ученики!» «Правда?» «Для начала представься!» «Есть!» Наруто встал прямо, уткнув руки в бока. «Я ниндзя, который однажды превзойдет все Хакаги!» «Узумуки Наруто!» Джирайя засмеялся. «Превзойдешь все Хакаги?» «Даже без насмешки», — переспросил он. «Да ты далеко замахнулся!» «Мне это нравится!» «Он, Наруто чуть не расплакался!» «Не стал смеяться над моей мечтой стать самым великим Хакаги!» «Он первый человек, который не стал над этим смеяться или как-то отговаривать!» «Я точно не ошибся с выбором!» «Новоиспеченный ученик и учитель оказались на берегу ближайшей реки!» «Ладно, шутки в сторону, парень, решительно произнес последний!» «Для начала покажи мне, что уже умеешь!» «Попробуй еще раз технику хождения по воде!» «Запросто!» Охотно послушался Наруто, слажив печать концентраций, ступил в речную воду. У самого берега она была неглубокая, но уже было видно, как ступни мальчика едва-едва касаются дна. Когда же мальчик дошел до середины, то ноги уже выше ступней погрузились в воду, а через мгновение он снова плюхнулся в воду. «Ах!» Злобно рыкнул он, выбираясь на берег, и стал стягивать одежду. «Сперва разденусь лучше!» Когда он остался в одном лишь белье, то снова попытался сконцентрироваться, и Джирайи заметил его живот. «А у тебя отличное тело, Наруто!» — заценил он. «Вот только давай без приставаний», — проворчал мальчик, не прекращая попытку. «А это на тебе, значит, печать восьми триггерам», — обратил внимание Санин. «Так! А это что такое?» Он резко возник перед ним, заставая мальчика врасплох. «Что-что?» Чуть не запаниковал он. Джирайи пристально разглядывал печать на его животе, а точнее, еще пять символов вокруг нее. «Неужели, это печать пяти элементов?» «А…» «Да», — напряженно кивнул Наруто. «Из-за нее у меня хромает концентрация!» «Что же ты раньше не сказал?» «Арачимару постарался?» «Тоже верно!» «Ну-ка, приподними руки», — скомандовал старик, складывая несколько печатей, и Наруто исполнил его приказ. На кончиках пальцев тренера заиграли какие-то голубые огоньки, и он уткнул их в область живота мальчика. «Снять пятиконечную печать!» «Ого!» Воскликнул Наруто, с восторгом заметив, как пять посторонних символов исчезли. «Невероятно!» «Ты снял эту печать!» «Просто взял и снял ее!» «Обалдеть!» «Я теперь даже ощущаю себя совсем по-другому!» «Должен же заботиться о благополучии своего ученика», — указал Джирайя. «А теперь попробую еще раз пройтись по воде!» «Сейчас!» Наруто еще раз попробовал сконцентрировать чакру и с удивлением ощутил, как концентрация проходит без всяких проблем. А едва ступил на воду, с восторгом увидел, как ступни ровно стоят на поверхности воды, словно на твердой земле, даже не шатаясь от течения. «У меня получилось!» Воскликнул он, чуть не пускаясь в пляс. «У меня получилось безо всяких проблем!» Джирайя не смог сдержать гордо улыбки. «Вижу, из твоего сына выйдет отличный ученик для меня, Мината!» «Думаю, самое время научить его контролировать чакру самого девятихвостого!» «Ура-ура-ура!» Продолжал радоваться Наруто, крутясь на одной ноге, которая продолжал ровно стоять прямо на поверхности воды. Джирайя тоже был рад за него. «А энергии у малого хоть отбавляй!» «Он точно их сын возвращается на берег, малый!» «Позвал он!» «Пора научить тебя еще нескольким вещам!» «Правда?» Обрадовался Наруто, подбегая к учителю. «И каким же?» «Для начала я тебе кое-что объясню!» «Ты ведь уже знаешь, что в тебе два вида чакры!» «Ну разумеется, хмыкнул изумуки!» «Я ведь все-таки джинчурики!» «А ты когда-нибудь, хотя бы невзначай, использовал чакру своего зверя?» «Было раза три!» «Это происходило лишь в те моменты, когда меня охватывала неприступная ярость!» «Я чувствовал прилив другой чакры и сразу же становился таким сильным!» «Даже товарищей порядком напугал, когда они обозревали такое зрелище!» «Что уж говорить, я даже убил человека!» «А ты мог различать, какую чакру обычно контролируешь сам, а какая к тебе внезапно приливалась?» «Разумеется!» «На словах сложно объяснить ощущение, но если взять в пример цвета, то чакра, которую я обычно контролирую, синего цвета, а девятихвостого красного!» «Понятно!» Джирайя поднялся на ноги. «Отдевайся!» «На сегодня с уроками все!» «Продолжим их завтра!» «Хорошо!» «Наруто быстро натянул одежду!» «Привет, ребята!» «Спокойно поздоровался с ними Наруто!» «Тут много чего произошло, и...» «Договорить ему не давал Джирайя, вы ведь те детишки, за которыми я столь неудачно пытался приударить!» «Простите за тот случай!» «Прощение он просит!» «Перекнула Инна!» «Такому, как Наруто, это, может, исписали бы, как детскую шалость!» «А для такого старика это вообще наказуемо!» «Кстати говоря, вы что, реально приняли нас за взрослых?» «Спросила она даже с радостью в голосе!» «Крайне нелепая ситуация!» Почесался Сонин. «Мне правда очень жаль!» Инна с Баруто встретились взглядом, покачали головами. «Ладно уж, безысходно вздохнул Баруто!» «Что еще взять со старого дурака, который слишком много себе позволяет?» «Он необычно старый дурак», — подчеркнул Наруто. «Ты не поверишь, Баруто, но перед тобой автор любимого романа Сенсии Кокоши!» Парочка встала в ступор, так как Инна прекрасно знала, какой роман обожает вышеупомянутый Джоунин. «Да!» «Ладно!» Воскликнула Инна. «Так я вижу самого легендарного Джираю!» Она мигом подбежала к старику и схватила его за руку. «Я Инна Яманука! Если я для вас похожу на взрослую, и вам нужно собирать материал, я буду даже не против помочь!» «Ина!» Воскликнули мальчики. «Нет-нет!» Зайулил старик. «Меня же засудят за растление несовершеннолетних! А я точно выше этого!» «Посматривать меня под техникой соблазнения!» «Тебе это не помешало!» Хмыкнул Наруто, и Джирайя снова заявил. «Ты не понимаешь!» «Это другое!» И все трое детишек залез с мехом, вгоняя Санина в еще более густую краску. Успокоившись, Баруто сам подошел к нему и протянул руку. «Я Баруто Узумуки!» «Я старший брат этого мальчугана!» «Старший брат?» Незаметно нахмурился Джирайя и ответил на рукопожатие. «Рад знакомству, Баруто!» «А ты все-таки действительно для парня слишком привлекателен!» «Ну что вы!» Теперь Баруто начал краснеть, намотав локон себе на палец. «У меня просто волосы прилично отрасли, вот и все!» «Ладно, Инна, может, тебя до дома проводить?» «Это будет классно!» «Мало ли, какие еще старики меня за взрослую примут!» Закончила она с ехидной ухмылкой, что снова выгнула Джирайю в краску. «Прости, Эбисо!» Извинился Санин перед Джоунином. «Я не хотел отнимать у тебя ученика!» «Да ничего страшного!» «Ему будет на пользу учиться у такого легендарного ниндзя, как вы!» «Вы ведь были учителем!» «Прошу, не напоминай!» «Простите!» Эбисо некоторое время помолчал. «Хакаги-сама давно желает, чтобы вы вернулись!» «Когда он узнает, что вы уже здесь, Джирайя-сама, он будет доволен!» «Ты ему уже сказал?» «Нет еще!» «Решил, что это вы должны сделать!» «И правильно!» «Я скажу ему позже!» «Для начала скажи мне, почему Арачимару наложил Наруто пятиконечную печать?» «Почему он вообще напал на него?» «Дело тут не больше в Наруто!» «А в его товарища по команде, Саске Учхо!» «Учхо?» «Да!» «Арачимару напал на него и наделил своей проклятой меткой!» «На Наруто он наложил печать, когда тот пытался ему помешать!» «Его проклятая печать!» «Не поверил Джирайя!» «Вот же!» «Положил теперь глаз на одного из последних представителей клана Учхо!» «О чем вы?» «Ты не поймешь с моих слов, это сложно объяснить!» «Хм!» «А что этот братец?» «Баруто!» «Баруто сказал, что когда Арачимару напал на его товарищей, он сам оказался отделен от них по причинам, о которых умалчивает!» «В это время на него напали сообщники отступника, которым тот приказал его убить!» «Это странно!» «Значит, вместо того, чтобы убивать Наруто, а вместе с ним и Лиса, лишая деревню столь мощного оружия, он просто наложил печать помеху, а его брата приказал полностью устранить!» «Я уже все меньше понимаю его!» «Насколько я понимаю, вы уже сняли с Наруто пятиконечную печать!» «Да!» «Теперь я научу его контролировать чакру самого девятихвостого!» «Это будет замечательно!» «Прошу, позаботьтесь о Наруто как следует, Джира я сама!» «Со времен Первой войны я заточен в этом измерении!» «Куда только Джаган имеет доступ!» «А то и твои пешки постоянно разочаровываете меня!» «Сколько мне еще ждать?» «Я воплощение только малой части твоей силы!» «А мои дети унаследовали еще меньше!» «Нам необходимо собрать всю чакру в мире, дабы вернуть тебя!» «Только после этого ты сможешь переродиться!» «Вместо того, чтобы собирать мою силу, твои отпрыски раскидали ее по всей Вселенной!» «Ваша амбиция противна мне!» «Вам никогда не стать мной!» «Вы всегда лишь сосуд для моей воли!» «И когда я вернусь уничтожу вас всех!» «Я всегда помнил, кто я и кем являюсь!» «Сенша Асуцуки!» «Часть проигравшего Бога!» «Которого заточили в измерении без входа и выхода!» «Я всегда лишь его тень в людском мире!» «И его воля!» «В твоих словах я слышу человеческие эмоции!» «И твои саркастические высказывания подтверждают это!» «Мне стоит заменить тебя!» «Я готов к любому твоему решению!» «Но из-за злости ты забываешь, что именно мы, с моими никчемными детишками питаем тебя!» «Благодаря чему, твой джаган не угасает!» «Ты слишком заблуждаешься в том, какую пользу приносишь!» «Ты и твои отпрыски всегда лишь паразиты и никчемный мусор, который ничего не может без моей силы!» «Вы живете, только благодаря моему разрешению!» «И у вас есть воля, потому что я ее вам дал!» «Я вас уничтожу сразу же, как только вы станете бесполезными!» «Благодаря моей воле, мои дети питают тебя!» «Может, для тебя они ничего не значат!» «Но для меня они значат!» «Что это?» «Что это?» «Кого ты привел с собой?» «Кто имеет доступ сюда?» «Чей взгляд я чувствую?» А Суцуки заинтересованно обернулся. «Джаган?» «Неужели, я вижу тебя?» «Ты увидел то, чего не должен был!» «Перед неимевшим возможности пошевелить с обороты завис рогаты Асуцуки, в чьих глазах прекрасно узнавалась его необычная дауджуцу, которое он ранее по своей наивности принимал за бьякуган. Но это был совсем не он!» «Похоже, что Тонери больше не может укрывать тебя от моего взгляда!» «Нет, вернее, ты совершил временное вмешательство и попал в ту эпоху, где он не имеет возможности это делать!» «Твой Джаган становится сильнее!» «Ты научился смотреть сквозь пространство и увидел Создателя нашей силы!» «Но ты слишком глупо влез туда, куда не стоило!» «Нельзя, чтобы Бог увидел твой Джаган!» «Тоё будущее пока ещё не такое, как мне нужно!» «Ты должен стать сильнее!» «Пока я не приду за тобой и не заберу то, что мое по праву!» «Используй с умом свой Джаган!» «И будь осторожен!» «Иначе он заметит тебя и уничтожит всё, что увидит через этот глаз!» Тот бород резко выскочил из-под одеяла. Тяжело отдышавшись, он схватился за правый глаз. «Бог!» «Джаган?» «Что с этим вашим генином?» «Досу!» «Затаился!» «Видать, пазал, что его использовали, и теперь могут избавиться!» «Ему выпала возможность сразиться с Саски Учиха в финальном этапе экзаменов!» «И вы не станете искать его?» «А вдруг он захочет убить Саски?» «Это будет дополнительная проверка для него!» «Выстает ли он против такой пешки, как Досу?» «Ага!» «И при этом в сопернике Гарри выпал этот Баруто Узумаки, который имеет в себе куда больше секретов, чем я!» «Кобутакон, Арчимару ведь что-то ещё скрывает, ведь так!» «Простите, Быки Сама, но это уже личный интерес Арчимару Самы!» «Мне самому жутко интересно, сможет ли этот Баруто заставить Гарусм свой истинный лик!» «Если он действительно старший брат того джинчурики, то может знать грамотный подход к таким, как эти двое!» «Я теперь сам в некотором предвкушении!» «Почему он встречается представителем Песка?» «И их Гару джинчурики?» «Кстати говоря, что про Саски, то мне было приказано похитить его!» «Но я облажался!» «Что?» «Теперь они знают, что я шпион скрытого звука!» «Получается, если они узнают о нашей встрече, то наши планы по разрушению Канохи будут подушены!» «Угрозой!» «Ты ведь правая рука Рачимару!» «И так неосторожно назначаешь встречу, когда они тебя уже в лицо знают!» «Ты тот еще глупец!» «Хм!» «Ну, если быть точным, это не меня раскрыли!» «Я сам им раскрылся!» «Хотел проверить, как Каноха отреагирует на это!» «К тому же, похитить Саски еще никогда не поздно!» «Если вы продолжите допускать промахи, мы будем вынуждены отступить!» «К тому же, этот план был предложен скрытым звуком!» «Казика Гесама очень давно имеет неприязнь к Канохе!» «И даже сам Даймё Страны Ветра его поддерживает, хотя его и не особо радует идея объединиться с Арачимару!» «Песок до последнего будет оставаться в тени, как приказал Казика Гесама!» «О боже, как будто протянул Баки какой-то свиток!» «В этом свитке все планы операции!» «Вам уже пора посвятить тех троих во все детали!» «Будет сделано!» «Теперь мне пора!» «Скрытый песок, будучи нашим союзником, объединился против нас со скрытым звуком!» «Затеми стоит Арачимару!» «Нужно немедленно сообщить Хакагисами!» «Гека уже собрался было отступить, но неудачно шаркнул!» «Ох, точно!» «Вспомнил Кабута!» «Мне еще стоит тут прибраться!» «Заодно и узнаю, какие у них шпионы!» «Не стоит, я это сделаю сам!» «Сказал Баки!» «Как знак верности песка звуку!» «Да!» «Всего одна крыса!» «Проблем возникнуть не должно!» «И Баки вместе с выдавшим свое присутствие гекоретировались!» «Что это было?» «Это точно был сон!» «Лишенный сна Борота гулял по ночным улицам деревни, обдумывая увиденное!» «Бог!» «Джаган!» «Танери!» «Это он приходил ко мне во сне последний раз, когда указывал на мой глаз?» «Он называется Джаган?» «У этого Асуцуки были точно такие же!» «Семша Асуцуки!» «Да кто они вообще такие?» «Его мысли прервались, когда он увидел посреди улицы труп!» «А то же!» «Хайте сама!» «Что?» «Изумился Кокаши!» «Хайте!» «Да!» «Ответил Херузин!» «Этой ночью Борота обнаружил его на улице возле замка Кикьи!» «Работаю Арчимару!» «Подумала Анка!» «Скорее всего, решил Кокаши, Хайте напал на след как будто шпиона звука!» «Но то, что за этим стоит Арчимару, нет сомнений!» «Вопрос, а что Борота делал на той улице ночью?» «Поинтересовался Хамура, советник Канохи!» «Он сказал, что ему не спалось той ночью, и он просто решил прогуляться!» «Господин Хамура, вы ведь не начали подозревать моего ученика в убийстве?» «Этого нельзя отрицать, Кокаши», — сказал Райда. «Ты должен был начать понимать еще тогда, когда было обнаружено тело Джоунина скрытой травы в лесу смерти неподалеку от Гениной его деревни, которая должна была проходить второй этап экзаменов на Чунина». «Верно», — подтвердил Аба. «Если сопоставить жалобы членов команды этой девочки, Карин, а также слово Борота о том, что он был отделен от своих товарищей, когда на тех напала Рачимару, можно сделать определенные выводы». «Кокаши», — вмешался Гимма. «Ты ведь видел рану от атаки, которой, по всей видимости, Джоунин был добит. Это явно сработала техника Рассингана, а ею только Борота пользуются». «Это верно», — поддержал Ричи. Джирайя тогда отсутствовал в деревне, да и ему ни к чему было заходить в лес, где не соберешь никакого материала. А у девочки память определенно была изменена, раз она помнила лишь о том, что ее спас один только Саски от здоровенного медведя. «Ни один из генинов не владеет подобными техниками, а Борота хранит в себе множество секретов». «Но вы сами не задавались вопросом, что сам Джоунин скрытой травы делал там?» Логично спросил Кокаши, самому удивляясь тому, как он так пытался отрицать виновность Борота. «Это не могло быть призывом из свитка, ведь его там не было. А ребята подробно рассказали мне, как они добыли свои свитки, так что один из них не мог принадлежать Карин. Да ты сам видел то место, неподалеку от которого обнаружили и девочку и место захоронения, которое лишь с помощью Нинконов удалось обнаружить?» Спросил его ответ Куриной. «Если свиток был раскрыт и выронен, то во время побоища он попросту не утерял бы. «Кокаши, мне Борота тоже нравится, но ты ведь был одним из первых, кто не доверял Борота, и пристально следил за ним. Ты даже согласился стать командиром команды номер семь, чтобы Борота и дальше был рядом с Наруто, а ты мог и дальше следить за ним. И я следил», — твердо ответил Хатаке. И за все это время Борота ни разу не показал свои противоположные мотивы. «Это было особенно заметно, когда я оставил их в деревне скрытого водопада, и на нее напали отступники. Это верно», — поддержал Херузин. «Вот почему мы не спешим сразу же обвинять Борота. Особенно, если верить его словам о нападении двоих сообщников Арачимару. Не говоря уже и о занятиях, что Гико периодически давал Борота. Но за ним придется возобновить слежку. На всякий случай. «Позвольте», — вступил в разговор один из джоунинов. «Я, глава клана Хуга, Хуга Хиаши, согласен вести слежку за мальчиком. Если он действительно затеял что-то недоброе, я мигом остановлю его при помощи своих глаз». Клан Хуга мысленно проворчал про себя Кукаши. «С ними шутки плохи. Не следует вставать у них на пути, особенно главе, хорошо», — согласился Хакаги. «Слежку за Борота мы полностью оставляем на вас. Но что будем делать с экзаменом?» — спросил Райда. «Остановим его и сосредоточимся на Арачимару». «Это рискованно», — отрезал Херузин. Открывшись Анка, он с угрозами потребовал не мешать Саске пройти данный экзамен. «На что вы намекаете?» — спросил Хамура. «Сил Арачимару хватит на то, чтобы уничтожить целую небольшую страну. И другие страны наверняка следили за ним с тех пор, как он покинул деревню. Учитывая, что многие просто ненавидят Канаху, они с удовольствием объединятся с ним против нас. Вы полагаете, что один из наших союзников предал нас и уже сговорился с ним?» «Все эти мирные договоры всегали шостные соглашения», — подчеркнул Какаши. «Во времена прошлых войн их с легкостью нарушали. Как бы это ни было, мы еще не владеем нужной информацией. Давайте пока не будем делать поспешные выводы. Анбу уже ведут слежку в других странах», — заявила Кахару. «Любой неосторожный шаг может стать для нас роковым. Возможно, именно этого он сейчас и добивается». Кроме того, добавил Херузин, «Я верю в каждого из вас. Когда придет время, мы соберем силы в кулак и будем биться». «Кошмар», — протянула Инна, стоя за прилавком магазина. «Убит один из наших джоунинов. В ночь аккурат после моего первого свидания. Но почему именно Баруто должно было так не посчастливиться наткнуться на него? Похоже, ты переживаешь», — заметила Сакура с фальшивым ехидством, рассматривая цветы. «Кстати, редко ты заходишь в наш магазин за цветами». «Ну и что?» — скривилась Сакура. «Цветы в горшках больным не дарит плохая примета». «Значит, нужно взять срезанный?» «Чтобы выбрать?» Решила Саски навестить, «да». Догадалась Инна. «Если хочешь пожелать ему скорейшего выздоровления, советую взять для него нарцисс». «Точно!» — воскликнула Сакура, хватая указанный цветок. «Он ведь растет даже в холодную зиму, борясь с морозом и не теряя своей красоты. Такой сильный цветок, с надеждой ожидающей весны. Идеальное сочетание с пожеланием поправляйся скорее», — заключила Инна. «И когда это ты начала разбираться в цветах?» «Я ведь говорила, что ни в чем тебе не уступлю. Даже если ты и уступила мне Саски Куна. В этом вся ты ухмыльнулась Инна. Кстати говоря, а само свидание-то с Барута у тебя как прошло?» Ямана Ка с улыбкой указала на венок на голове. «Он когда пришел, сразу же мне этот венок подарил. Ка смея и пасконник. Красиво, правда? Что же про свидание в целом, то даже не верится, что это его первое свидание в жизни. Видать, парень очень старался, чтобы ты не была разочарована в парнях», — одобряюще улыбнулась Сакура. «Никаких происшествий не произошло?» Инна едва сдержала смех. «Еще как произошло. Приняв Барута за девушку, она с обоих за совершеннолетних, за нами пытался приударить какой-то старик. К нему пристала Наруто, а потом... Словами не описать, что произошло. В общем, ты не поверишь, Наруто взял себе в ученики сам легендарный Джирайя». «Э?» «Не поверила Сакура». «Да. Ладно. Так это он пытался приударить за вами?» «Ага. Забавно, правда? Когда я узнала, что это он, то даже злиться перестала. Вот ведь повезло, Наруто. Его учитель сама легенда. Ладно, ты ведь навестить Саске собиралась, напомнила она. Пойду-ка я с тобой. Возьму для него желтую акацию. Символ ушедшей любви». Сакура подумала и взяла еще один цветок нарцисс. «Ты что, решила ему две подарить?» «Один для Саски, другой Року». Девочки грустно помолчали, вспоминая случай с Толстобровым. «Вы пришли к учиху Саски?» Уточнила медсестра. «К нему как раз пришли еще двое мальчишек. М.» Озадачились девочки, пройдя за женщиной до палаты мальчика. Когда дверь открылась, и они вошли внутрь, то увидели возле койки Саски, который давно пришел в себя и просто сидел, наорут из Баруто. «О, Сакура и Инна!» Удивился младший из братьев. «Мы тут как раз уходить собирались. Как ты себя чувствуешь, Саски?» Спросила Сакура, походя к койке и ставить цветок на прикроватную тумбочку. Инна последовала ее примеру. «Более чем», — ответила Чиха. «Скоро смогу взяться за тренировки». «Вот как?» «Хорошо. Погляди, Сакура», — сказал Наруто, расстегивая куртку и показывая печать на животе. «Пятиконечная печать отсутствует». Старик-извращенец просто взял и снял ее. «Старик-извращенец?» Переспросила Сакура. «Это ты Джирайю так называешь?» «О, Инна тебе уже рассказала?» «Теперь этот старик будет меня учить». «Повезло тебе, Наруто», — отметил Саски. «Тебя будет учить легенда». «Кстати, а я с кем будешь тренироваться ты, Баруто?» Поинтересовался Наруто у брата. «Ты ведь не будешь тренироваться один, верно?» «Нет», — с улыбкой качнул головой старший брат. «Нашелся один человек, который прям твердо решил меня тренировать. Да так, что я не посмел отказать. Пришлось послать сюда теневого клона, чтобы провести этот разговор, потому что тренировка уже началась. Надеюсь, ты потом расскажешь мне о нем». «И нам тоже», — отметила Сакура. «Обязательно». «Кстати, Сакура», — обратился Саски. «Ты для кого принесла второй цветок?» «Точно», — вспомнила Харуна. «Я ведь еще и к ли собиралась». «Рок», — переспросил Баруто, посмотрев в окно. «Он ведь сейчас там». «А?» Все посмотрели в окно и увидели Рока с загипсованными рукой и ногой, делающего отжимания на одной руке, подпираясь одной ногой. «Стой!» — воскликнула, нависнув над ним взволнованная медсестра, которая проводила девочек в палату Саски. «О чем ты думаешь?» «Прошу, прекрати». «Ты ведь еще не...» «Прошу, не кричите и оставьте меня одного!» — крикнул в ответ Рок, чем привел Кори. Ими медсестры и остальных свидетелей в шок. «Рок», — грустно протянула Сакура. Баруто приложил руку к голове. Практически вся левая половина тела потерпела неисправимые повреждения. «Вы ведь уже слышали, с таким он больше никогда не станет, ниндзя!» Саски нахмурился. «Это горы его так!» «Угу!» «Сто, девяносто, девять!» — выговорил Рок и тут же упал без сознания. «Ли!» — воскликнула Каари, и возле них тут же возникли посетители Саски. «Я сбегаю за носилками. Прошу, побудьте рядом с ним!» «Хорошо», — ответила Инна. Баруто отлетел от пропущенного крепкого удара и медленно поелся на ноги, после чего с тяжелым взглядом посмотрел куда-то вдаль. «Ли!» Он мигом взял себя в руки и посмотрел в сторону тренера. «Это еще не все!» «Почему?» С тяжелым взглядом спросила Сакура, когда они с иные мальчишками, включая Саски, которому разрешили ненадолго подняться на ноги, стояли возле койки Рока. «Почему вы, мальчишки, такие упрямые?» Мальчики помолчали. Даже Саске нечем было ответить. «Просто это вы, девочки, слишком робкие», — ответил Баруто, на что теперь Сакуре было нечем ответить. Наруто набросился на брата и схватил его за плечи. «Прошу тебя, Баруто!» «Будь осторожен!» «Я не хочу, чтобы ты разделил его судьбу!» «Обязательно», — ответил брат. «Мне пора скоро чакра на поддержание клона закончиться!» «Саске, Наруто, еще раз говорю, будьте предельно осторожны!» После этих слов Баруто с хлопком исчез. «Ничего себе!» — нахмурился Джирайя. «Убили нашего Джоунина!» Распоясался же и этот змей. «Не понимаю. Почему они не желают останавливать экзамены, когда такие дела идут? Они что, настолько не хотят паники?» «Я думаю, дело не в этом», — задумчиво ответил Санин. «Но не будем сейчас впадать в панику, а лучше решим, как быть лучше подготовленным, если что-то случится!» «Ты согласен!» «Так-то так!» Решительно ответил Наруто. «Я готов, старик из врученец!» «Уважаю такой настрой!» «Сейчас я научу тебя следующему приему!» «И какому же?» «Для начала, помнишь, ты говорил, что когда ты начинал пользоваться чакрой девятихвостого, то сразу же становился сильным?» «Ну да, было. Тогда... сможешь сейчас высвободить ее?» «Это не так просто», — засомневался Наруто. «Это ведь происходило, если у меня заканчивалась собственная чакра или меня охватывала непреодолимая ярость. Только эти случаи!» «Уточнил Джирайя. Да. Но вы ведь не собираетесь как-то меня разозлить, чтобы чакра лиса высвободилась? Ведь это случается лишь тогда, когда моей жизни или жизни дорогих мне людей угрожает опасность. А ведь собственной чакры у Наруто тоже хоть отбавляй. Все-таки он потомок к клану Зумаки. «Послушай, малый, два вида твоей чакры не имеют гармонии, отчего ты едва ли смог научиться контролировать свою собственную. Потому тебе нужно научиться контролю чакры лиса, чтобы полностью уладить конфликт. Ты должен пробудить силу, что дремлит внутри тебя. А из чего такая уверенность, что у меня получится? Я ведь еще в Академии всегда слыл неудачником. И все же ты смог закончить ее, твердо напомнил Джирайя. Чакра зверя в тебе может стать мощнейшим оружием. Не воспользоваться этим попросту глупо. Именно ты выпытался избежать Арчимару, когда накладывал на тебя пятиконечную печать. Обычные методы тренировок тебе не понадобятся. Старик схватил мальчика за щеки и начал их вытягивать. У всех есть свои сильные и слабые стороны. Вот и у тебя свой стиль. Твои тренировки помогали тебе высвобождать и удерживать необходимый объем чакры. Ты учился контролю, чтобы в недобрый момент не упасть без сил. Но поскольку в тебе выносливости хоть отбавляй, пора бы о силе подумать. Руки мудреца разжались и щеки на рот резко втянулись обратно. С двумя источниками чакры твоей выносливости нужно уметь высвобождать чакру по максимуму, чтобы увеличился ее предельный объем. Так ты много разных техник сможешь исполнять. Например? Заинтересованно спросил Наруто, протирая щеки. Ну, например, я научу тебя техники призыва. Техники призыва. Восхитился Наруто, забыв о щеках. Я заключу контракт с определенным животным и начну его призывать. О, так ты уже знаком со Сновыми? Ну, Наруто мне периодически рассказывал о самых разных техниках, когда я еще учился в Академии, как бы побуждая меня, чтобы я закончил ее. Ну ладно, не об этом сейчас. Давай уже приступим. Но сперва тебе стоит растратить свою собственную чакру. Так у тебя останется лишь чакра Девятихвостого, и ты сможешь с большей легкостью добраться до нее. Сможешь? Запросто. Радостно ответил Узумуки и призвал уйму клонов. Народ. Устраиваем смертельную битву, пока не останется лишь один из нас. Превосходная идея. В бою ему будет проще растратить свою чакру. Ну, а я пока... Старик отвернулся от устроенной заварухи среди клонов свежеиспеченного ученика и заглянул в заросли, за которыми рядом с водопадом резвились голенькие девочки. Баруто едва не пропустил очередной удар и отскочил в сторону. Интересно, как там у мальчишек дело? Надеюсь, Джирайи не станет впутывать Наруто в свои непристойные интересы. Он выпрямился и встал в стойку в стиле Ли. Я еще не сдался. Тем временем как Аши, используя лишь одну руку, вторую завязал за спиной, поднимался на высокую скалу в грах неподалеку от Канохи. Ух! Выдохнул он. Подумать только. Простая скала отнимает у меня столько сил. И когда это я успел растерять форму? Успею ли я вовремя? У него перед глазами вновь предстал тот разговор с Хакаги, когда тот сообщал им о смерти Гека. Он так глубоко задумался об этом, что при следующем подъеме неудачно ухватился, и нога соскользнула. В последний момент Джоунин успел крепче ухватиться, и беспомощно повис над пропастью поднялся он отнюдь немалую высоту. Сосредоточившись, он собрал волю и, резко дернув рукой, сделал еще один подъем и почти добрался до вершины. У! Поприветствовал его нависший над ним силуэт. Какаши ухмыльнулся под маской. Уже пришел. Наруто, шатаясь, встал перед последним клоном, который тоже еле на ногах стоял. Последний удар и бессиленный мальчик упал на береговые камни, не в силах шевельнуться. Джоунин сразу же отвлекся от девушек и обратил внимание на ученика. Мда! Умелый контроль чакры определенно не его конек. Но он все равно старается на славу похоже, ты потратил всю свою чакру. Теперь твой единственный источник Лис. Пора учить тебя этому приему. Я устал уже ждать. Воскликнул Наруто, придя в себя. Ладно, я готов. Давайте начинать. Для начала я покажу сам. Джирайи прокусил палец до крови, запачкал самой кровью ладонь и сложил определенные печати, после чего хлопнул той же ладонью по земле, на которой тут же возникли какие-то символы. Техника призыва. Пуф! И на этом самом месте возникла та самая жаба, которая днем ранее вырубила бессу. На этот раз она держала своим языком какой-то свиток. Ого! Восхитился Наруто. Впервые вижу это на практике. Это Гамма, представил жабу призыватель. Гамма, дай ему этот свиток. Жаба послушно развернула язык и протянула свиток Наруто. Это призывный контракт с жабами из горы Мьёбаку, объяснял Джирайи. Напишу свое имя своей собственной кровью и поставь отпечаток своих пальцев. Минато, прочитал Наруто одну из имен. Ого! Четвертый Хакаги тоже заключал контракт с этими гигантскими земноводными. Ну еще бы! Наруто прокусил палец и намалевал свое имя на свитки. После чего поставил отпечаток. Когда захочешь призвать одну из жаб, высвободи чакру и опусти ту руку, которую подписывал контракт. Последующие печати кабанца Бакоптица Безинобарон. Сейчас высвободить чакру Лиса тебе будет проще. Ну, попробуй. Уже пробую. Наруто сложил необходимые печати и хлопнул по земле. Техника призыва. Хлоп! И Джирайя вместе с заметно разочарованным гаммой посмотрели на призванное существо, беззащитно дергающегося на земле. Головастик. Снова не то. Сколько можно повторять? Рявкнул Джирайя, когда Наруто уже пятнадцатый день подряд после начала тренировок призывает простого головастика. Будь серьезнее, высвободи больший объем чакры. Будто ты на грани смерти. Не надо кричать. Рявкнул в ответ Наруто. Я и так серьезнее некуда. Так не пойдет. Пробуй снова. Есть. Баруто уклонился от очередного удара тренера. Я очень волнуюсь за мальчишек. Но сейчас им придется полностью положиться лишь на себя. Мне самому нужно сильнее. Чтобы выжить. Он рванул вперед, атакуя напрямую. В этом мире. Проведя успешную контратаку, он перехватил руку тренера и провел что-то, похожее на закрученный удар. Ура! Обрадовался Наруто после очередной попытки призыва, когда увидел изменения в призванном существе. Здесь нечем урадоваться, бездарь. Не разделил его радости Джирайя. Наруто в ответ злобно указал на головастика. Посмотрите. У него есть задние лапы. Ты так долго призывал лишь его, что он успел уже лапками обзавестись. Но я ведь смог призвать его. Будет больше поводов для радости, когда призовешь взрослую лягушку. Итак, прошли три недели с начала тренировок Наруто под руководством Джирайя. Техника призыва. Скомандовал Наруто, ударяя по земле. На этот раз точно жаба. Но это снова был головастик, только уже с четырьмя лапками. Мальчик уже совсем отчаялся. Снова провал. Почему у меня не получается? Хе-хе-хе-хе. Пошло хихико Джирайя, продолжая сквозь кусты бялиться нарезвящихся девушек у реки. Хоть бы каплю внимания обратил. Возмутился Наруто, и тут его замутило, а после он рухнул без чувств. Джирайя моментально переключил внимание. Снова вырубился, вздохнул он. Впрочем, неудивительно. Он уже три недели старается. Но держась лишь на одной силе воли, много не достичь. Разом вызывать огромное количество чакры и удерживать под контролем очень сложно. Его тело слишком мало для объема чакры девятихвостого. И оно непроизвольно отвергает эту чакру, во избежание нагрузок. Он поднял тело мальчика и куда-то понес. Если ключом к использованию чакры девятихвостого являются сильные эмоции или опасность для жизни, придется заставить его использовать этот ключ. Простите, Минато, Кушина. Когда Наруто пришел в себя, то обнаружил себя уже в другом месте, а не в том, где они тренировались. Где это мы? Поднимись, — коротко приказал нависший над ним Джирайя с неожиданной строгостью в голосе, что Наруто даже в голову не пришло возражать. Ша, что происходит? Твое обучение подходит к концу, — заявил Сниин с все тем же строгим тоном. — Чего? — возмутился Наруто. — Но я ведь пока ничего не достиг. Вы собираетесь меня бросать? Если ты настолько ценишь наши тренировки и желаешь добиться успеха, тебе придется заглянуть в лицо смерти. — Что? — Сумей выкрутиться, если ценишь свою жизнь. После последних слов Джирайя толкнул мальчика, и тот с криком полетел в глубокую пропасть. А теперь посмотрим, чем стала для тебя эта сила. Даром или проклятием? Баруто запрыгнул на очередную скалу и осмотрелся. Помимо чакры Какаши Сенси и Саски Куны, тут есть еще какая-то незнакомая чакра. Хотя она пахнет. Он посмотрел наверх, а в три прыжка оказался на вершине. Перед ним предстал незнакомый Шиноби, который тут же приготовил Куны, дабы предупредить возможную атаку. Баруто с изумлением поглядел на лицо молодого человека. После чего принял более спокойный вид и произнес, не думал, что смогу когда-нибудь встретить вас и Тачсума. — Что? В руке Саски снова заиграли молнии, но быстро развеялись, задев плечо мальчика. — Ты по-прежнему спешишь, — указал Какаши. — Постепенно высвобождай чакру и увеличивай объем, а после удерживай, как ты это делал при подъеме на дерево. — Я стараюсь, — ответил очиха. В это время за ними, сидя на краю скалы подальше от них, наблюдали двое молодых людей. Вот как. За свою жизнь я встречал очень много разных людей. Но гостей из будущего точно ни разу. Но оснований не верить твоим словам я не вижу. — Как все могло дойти до такого, и Тачсума? — спросил Барута. — Как старик Хакаги мог допустить такое? — Ты родился в абсолютно мирное время, Барута, и не до конца понимаешь, насколько ныне жестока система Шиноби, даже проведя под ней почти целые три года. — Твоего деда, Минато, четвертого Хакаги, уважали даже больше, чем Хирузена, и он с всеми силами старался добиться равных отношений с кланом Учиха. Но после нападений Девятихводства и смерти четвертого все пошло наперекосяк. Кунохи быстро объяснили, что только Учиха могли контролировать звери с помощью своих глаз, и на наш клан стали смотреть еще с большим страхом и неуважением, полностью теряя желание иметь с ними что-то общее. Так и внутри клана началась неразбериха. Они были готовы захватить Наруто, чтобы воззвать к силе Лиса, чтобы закончить то, что совершил, без всякого сомнения, один из наших членов. Обито. Осенила Барута. Неужели? Неужели, виновного так и не выяснили? Совет Кунохи даже и слушать не желал предложения третьего. Этот Данзе слишком зациклился на своей неприязни к клану Учиха. И если бы Херузин Сама не прислушался, он бы, не сомневаясь ни минуты, проделал бы свой ход, чтобы жизнь деревни рядом с кланом стала еще более невыносимой. Барута, стиснув зубы, сжал кулак, что аж ногти впились в кожу почти до крови, и, не понимая, чем руководствуется, вскочил на ноги. Но Итачи мигом предупредил его, схватив за плечо. Барута, я понимаю, что ты сейчас ощущаешь. Но, судя по тому, что я до сих пор ничего не знал, этого по-прежнему не знают в твоем времени. Если ты разболтаешь все сейчас, тебе вряд ли поверят, во-первых. А во-вторых, если кто и поверит, особенно Саске, может произойти полнейшая неразбериха и полное разочарование в руководстве. Для такого не тот момент, когда действует Арчимару, да и это может сказаться на твоем будущем. Но, Барута с трудом взял себя в руки и сел обратно. Мне противна мысль о том, что я и мои сверстники рождены буквально на костях стольких невинных жертв. Гляжу еще и на всеобщие отношения жителей Канохи к Наруто и мне становится так противно. Барута, я прекрасно тебя понимаю. В период моего рождения все было еще хуже, если сравнивать с тем, что происходит сейчас. А что произойдет дальше, страшно даже представить. Но, Барута, ты на вид парень совсем не глупый. Я бы даже сказал умнее меня самого, а то и даже своего деда, которого во всем мире кликали умнейшим и гениальнейшим Шиноби. Уверен, тебе хватит ума не совершать глупости, даже желая лучшего для своего прошлого. Одну такую глупость ты уже совершил. Барута оцепенел. Вы знаете. Еще бы. Я шпион как-никак. Я понимаю, что вы мне пытаетесь объяснить, но... Барута посмотрел на Саски, которому удавалось все дольше удержать технику молнии в руке. Мне просто точно видеть такого Саски, который так яро одержим желанием убийства человека. Особенно своего родственника. Хотя мне куда более точно видеть этого самого родственника, который только этого и ждет. Я не стану осуждать твое презрение. Возможно, мы все в какой-то мере заслужили ее. Саски твой учитель, Барута. Ты уважаешь его. Но тебе придется принять его прошлое, чтобы и дальше между вами держалась гармония. Уверен, тот Саски, которого ты знаешь в свое время, сказал бы ты же самая. Барута молча продолжил смотреть на приближающиеся успехи Саски. А теперь тебе следует понять еще кое-что, вдруг добавил Итачи, и Узумаки перевел на него внимание. Боюсь, это наш последний разговор. Так как тебе нужно по-прежнему адаптироваться под этот период, придется притворяться его частью. Что вы имеете в виду, Итачи сама? Барута почувствовал неладное. Боюсь, что в следующий раз мы встретимся врагами. Барута похолодел. Если это произойдет, нападай на меня, словно хочешь убить. И я тоже не стану щадить тебя. Убивать, разумеется, не буду, но боль доставлю огромную. Ты понимаешь? Понимаю. Но продолжай помнить мои слова. История может быть по многим причинам умолчана, но именно она приводит нас к тому, что позволяет нам жить дальше. Ну а если ее каким-то образом раскроют, нужно не разочаровываться, а думать лишь о том, чтобы она не повторилась. Я никогда их не забуду, Итачи сама. Верьте в меня. Всем сердцем. Я верю и в Саски и в Наруто. А теперь я верю и в тебя. Не угорчи меня, когда я буду наблюдать за тобой из чистого мира. Собеседники поднялись на ноги, собираясь разойтись. У меня к вам последняя просьба, Итачи сама. В случае, если мы, конечно, не убьем друг друга. Какая же? Баруто вскоре оказался в лесу, где по его расчетам, должен был тренироваться Наруто, и услышал какой-то грохот, словно в лесу бушевало что-то гигантское. Быстро придя на звуки, он дошел до нужного места и увидел, это еще что за херня. Наруто обнаружил себя в странном месте, хотя мгновение назад падал в земляную пропасть. Это было похоже на какое-то строение. Мальчик стоял посреди длинного коридора со множеством входов в другие проходы, по стенам к потолку тянулись трубы, из одной из которых даже вытекала вода, словно объясняя затопленный пол помещения. Мальчика охватило странное ощущение чьего-то присутствия, сильно знакомого, но необъяснимого. Из одной из проходов раздался гул, напугавший мальчика не на шутку, но заинтересованность взял и вверх, и он двинулся на зов. Это чувство. Та самая чакра. Неужели? Не успел додумать, как проход вокруг него исчез, а перед ними возникли гигантские решетчатые ворота, посередине которых была наклеена бумажка со словом «печать». За решетками раздалось то ли рычание, то ли храпение, какого-то исполинского зверя. И вдруг за ними открылись здоровенные звериные глаза и заблестел хищный оскал. Ого! Вздрогнул Наруто. Огромный какой! Неужели, это... Мальчишка! Протянул шипящий, но оглушительный тон. Подойдя-ка чуток, поближе. Наруто напряженно посмеялся, стараясь сохранить хладнокровие. Ты бы еще попросил пройти к тебе через сами прутья. За дурака меня держишь? Да дышь! И через прутья за звоном пробились исполинские когти, которые из-за своих слишком широких размеров не смогли даже достать до мальчика, упавшего от неожиданности. Чего бы мне только не стоило разорвать тебя и сожрать. Да вот только решетку не открыть, из-за этой проклятой печати. Ты же... Понял Наруто. Девятихвостый лис. Узнал меня? А ведь ты был еще мальцом, когда меня запечатывали в тебя. Отпрыск кушеный. Знал бы ты, как сильно раздражаешь меня. Особенно своим присутствием здесь. Смелости тебе не занимать, раз посмело лично явиться ко мне. Чего же ты хочешь? Может, моей чакры? Именно этого, глупый лис. Смело ответил Наруто. Ты сейчас находишься в моем теле. Так что не Юля и плати за аренду. Ты верно догадался, моя цена твоя чакра. За воротами тут же раздался оглушительный хохот. Намекаешь, что я умру вместе с тобой? Мальчишка, думаешь, ты первый джинчурики, в которого меня запечатывают. Думаешь, меня пугает обычная смерть, которую я встречу аккурат после тебя? Но мое тело всего лишь с густок чакры. Умру через некоторое время возражусь. На свободе. Эээ. А потом тебя снова кто-то захватит. Нашелся с ответом Наруто. Это определенно возможно, раз так с тобой уже делали. А потом запечатают в когото более невыносимого, чем я. Так что повторяю не упрямься. Раздался очередной хохот зверя. Смелости тебя определенно не занимать. И сквозь прутья потекла красная жидкость, коей оказалась чакрой лиса. Чтож, раз ты так далеко зашел, что даже добрался сюда, держи свою награду. Наруто тут же пришел в себя все еще падающим в пропасть. Я чувствую. Этот прилив сил. Он мигом прокусил палец и сложил последующие печати. Техника призыва. Вум. Ого. Раздался мощный возглас, и в края пропасти вцепились гигантские лапы, удержав на весу массивное тело. Молодец, Наруто, похвалил Джирайя, наблюдая сверху. Это еще что такое? Восклицал голос существа. Где это я очутился? Фух. Вот ведь повезло. Вздохнул Наруто и осмотрел тело призванного существа. На глаза ему тут же попались удерживающиеся за стены лапы. Это жаба? Посмотрев назад, он заметил нет хвоста. Значит, это настоящая жаба. Пускай странно, что она носит одежду, но на ней даже кандзи жаба. Наруто пустился в безумный пляс. Он ныряет. Он прыгает. Он летает. Мне удалось полностью освоить технику призыва. Нахал. Рявкнула призванная жаба, тряхнув спиной и сбивая мальчика с ног. Но почему им был призван именно он? Тут же понурился Джирайя. Даже мне не всегда удавалось справиться с гамма-бунтой. Эй, шкет! Разругалась жаба. Какого хрена ты тут разорался и начал выплясывать на моей голове? Чтоб ты знал, я жабе-босс из горы Мьёбоку. Он стряхнул Наруто с головы и так дунул на него, что он мог и улететь в бездну, если бы не ухватился за трубку, которую земноводная держала в зубах. У жаб нет зубов. Когда она успокоилась, Наруто взобрался на трубку. Вот жуть! С ним шутки явно будут плохи. Не успел он завершить мысль, как трубка встала в вертикальном положении. Стоило мне вновь быть призванным, спустя тринадцать лет, как на моей голове стал плясать какой-то малявка. Эй, Джирайя! Где ты, Джирайя? Покажись! Джирайя тут же отпрянул от пропасти. Ай-ой! Мне лучше не попадаться ему на глаза. Лучше пойду собирать новый материал. Эй, Шкет! Обратилась жаба к Наруто. Где Джирайя? А какие у тебя вопросы к этому пошлику? Очень большие. Призвал меня в таком месте, так еще и посадил мне на голову какого-то ребенка. Начал играть с детской жизнью что ли? Это уже слишком. Ну, тут такое дело. Какое? Наруто зачесался. Тебя вообще-то вызвал я. Эм. Мне тут просто помощь понадобилась, и я решил, что ты поможешь. В общем, спасибо тебе, босс. Гомобунто присмотрелся к нему. Гхахахахаха. Захохотал он. Не ври старшим, Шкет. Что такое малявка может сделать? За дурака держишь меня? Но это... Правда. Возмутился Наруто. Это я тебя призвал. А раз я тебя призвал, то ты будешь меня слушаться. Еще раз говорю, хватит обманывать. Ты, молокосос, даже за выпивкой не сходишь. А уже утверждаешь, что призвал самого меня? Самого гомобунту? Слушай, ты, лягушка-перерасток. Потерял терпение Наруто. Мне уже достаточно было встречи с собакой-перерастком. Имеет в виду Лиса. Мне хватило сил призвать такую громадину, как ты. Потому что я джинчурики. Во мне чакры больше, чем в тебе. Эм. Джинчурики, говоришь? Заметно заинтересовался гомобунта. Неужели? Так ты его отпыск, что ли? Скажи-ка, как тебя зовут? Я Наруто Узумуки. Хорошенько запомни это имя, ты, жабеныш. Узумуки. Значит, решили скрыть твое родство с ним, а потому дали фамилию мамаши. Вот ведь. Что? Удивился Наруто. У меня, говоришь, фамилия мамы? Ой, что-то я лишний тут начал болтать, спохватился гомобунта. Чтож, Наруто. Раз ты хочешь попасть под мое покровительство, советую крепче держаться. И после последних слов он резко дернул лапами вниз и выпрыгнул из пропасти. Уа-а-а! Завопил Наруто, когда его к жабьей туши прижало потоком воздуха, который прорезала исполинская земноводная, выпрыгивая из пропасти, в которой был призван. Когда же гомобунта приземлился, мальчик не удержался и покатился по его голове прямо к земле. Поднявшись и увидев над собой такую громадину, он себя забыл от восхищения. Вот это круто! Гомобунта наклонился к нему. Даже если ты, дженчирики, действительно вызвал меня, ты не заслуживаешь моего покровительства, раз не можешь удержаться на мне. Что? Ну ладно. Раз уж Джирай и я не нужен, вернусь обратно в гору Мьёбоку. Жаб сложил ручную печать. Техника обратного приз. Эй! Ты что это делаешь? Наруто уже стоял между его глаз. Слушай внимательно, ты, головастик! Без доли терпения прокричал он. Если для того, чтобы победить тебя, мне нужно не слезать с твоей головы, то так и знай. Он церемонно уселся на этом месте, гордо сложив руки. Я готов просидеть здесь до конца своих дней. Ах ты наглец! Решил посоревноваться. Что ж, твое дело? Но ты с меня все равно слезешь. Падай! Прокричал Гумабунта и давая вертеть здоровенной головой во все стороны. Он качал ею то туда, то сюда. То деревья ею сбивал. Держись! Кричал Наруто самому себе, с трудом держась за жабью кожу. Джераль и в это время сидел неподалеку и наблюдал за происходящим через подзорную трубу. Хи! Раздалось рядом с ним, и Санин вздрогнул от неожиданности. Ох, это снова ты! Вздохнул он, увидев Баруто. Что это вы тут делаете? Поинтересовался тот, смотря вперед. Собираете материал с бушующими гигантскими жабами? Э! Да нет. Просто Наруто тут осваивал технику призыва, и... Он протянул мальчику трубу, и тот посмотрел через нее. Ага, и по всей видимости призвал, крайне упрямое существо, заключил он, наблюдая за стараниями брата удержаться на туши жабы, который только и пытался стряхнуть с себя нагреца. Гомобунта подпрыгнул и влетел прямо в речную воду, в которую через мгновение начал погружаться. Но даже в такой момент Наруто не оцепился. Какой упрямый наглец! Фыркнул жабы, проплывя немного под водой, резко вынырнул, дабы не дать мальчику задохнуться, но через мгновение снова так резко нырнул, что из-за поднявшихся брызг над рекой нависла радуга. «Никогда не надоест», — прокомментировал Баруто, продолжая наблюдать за всем этим, когда при этом уже приближался закат. «Не станешь помогать своему брату?» — уточнил Джирайя. «И правильно Наруто нужно научиться и самостоятельности. И то верно. К тому же, нечасто в моей жизни случаются подобные зрелища. Впрочем, пытающийся приударить за мной старик одно из этих зрелищ». Завершил Баруто с ехидной улыбкой на лице, чем вогнал старика в краску. «Однако», — поспешил тот сменить тему, — «Наруто уже терпит слишком долго. Он может свалиться без сил с минуты на минуту. Слушай, ты, противная жаба!» — кричал Наруто. «Как только солнце зайдет за горизонт, тебе придется признать меня. Понял меня?» «Еще?» «Чего?» — усмехнулся Гомобунта. «Я не соглашался на твои условия». И он снова пустился в прыжки, заставляя Наруто задыхаться от сжимающего его потока воздуха. При очередном приземлении он все-таки едва не скатился, но успел призвать несколько теневых клонов. «Ух ты!» — восхитился Джирайя. Даже в такой ситуации он смог задействовать дополнительную чакру. «Упрямство в моем брать и не занимать», — подхватил Баруто. И клоны, взявшись за руки, выстроились в цепочку, подхватили оригинал, и мигом вернули его на жабью голову. Жаб зарычал от потери терпения и снова затряс головой. Наруто в этот раз удержался и даже нахально потерся об жабью кожу, после чего нахально засмеялся, запрыгав между жабьих глаз. «Ну? Что скажешь, босс? Я все еще на тебе верхом!» «О! Да! Я одолел тебя!» «А!» Наруто тут же начало мутить, и он начал падать. «Вот черт!» — спохватился Баруто. «Если он упадет с такой высоты, то погибнет!» Он собрался было вмешаться, но тут же Аба резко высунула свой длинный язык и поймала мальчика. «Тебе стоило быть осторожным, малец, вынес он!» «Тебе почти удалось!» «Замечательно!» — облегченно вздохнул Джирайя. Ему удалось выстоять против такого соперника, как Гамабунта. Баруто обратился он к мальчику, протягивая ему свиток. «Мне сейчас не хочется попадаться на глаза Гамабунте. Покажи ты ему этот свиток, а Наруто отправь в лечебницу. Он все соки из себя выжил». «Хорошо!» «Эйу!» Раздалось рядом с Гамабунтой, и он увидел какого-то мальчика, такого же блондина, чем-то похожим на того, кто заставил его попрыгать до самого заката. «Ты еще кто?» — спросил он его. «Я Баруто у Зумаки», — представился блондин. «Я старший брат этого непоседы. Старший брат? Чтож, замечательно. Можешь забирать его». Он все силы истратил на мои нервы. Гамабунта приблизил бессознательного Наруто к его брату и положил на землю. «Но прежде, чем ты уйдешь, у меня есть кое-что для тебя», — подсказал тот и развернул перед ним свиток, что получил от Джирайя. Гамабунта прочитал последнее имя. «Значит Наруто у Зумаки». «Чтож, теперь я верю, что именно он призвал меня сам. Ну и ну. Кто бы мог подумать, что впервые за 13 лет, после твоей смерти, меня призовет твой сын, Минато? Впервые, после смерти Минато, кто осмелился осадлать меня? Ладно, парень. Забирай своего брата. Ему необходим отдых». «Вас понял, босс», — послушно ответил Баруто, поднимая своего брата с земли. Гамабунта взял свиток контракта и сложил печать. «Техника обратного призыва». И жаб с хлопком исчез. Баруто ухмыльнулся и с гордостью посмотрел в лицо брата. «Молодец. Ты отлично продержался. Сейчас тебя стоит отправить в лечебницу». И меньше, чем через час, Наруто уже лежал в больничной койке. «Отпрыск кушеный. Кого? Знал бы ты, как сильно раздражаешь меня». Длинные когти стремительно приближаются, но на их пути встают две человеческие фигуры, которые тут же пронзают насквозь. Шокированный Наруто ничего не может сказать, когда смотрит на людей перед собой. Их лица скрыты ослепительным сиянием, исходящего неизвестно откуда. «Наруто!» Тихо произнес голос от женской фигуры впереди. Она говорила и говорила, но Наруто смог разобрать лишь последнее «Я тебя люблю». «Наруто!» Протянул мужской голос от фигуры за женщиной. «Я бы тоже хотел дать тебе совет, хих, но твоя мать, она такая болтушка». Все сказала «Мама!» «Папа!» Воскликнул Наруто, вскочив с койки, в которой лежал все это время, сильно перепугавший Камару, Который все это время сидел рядом. «Ты!» Настороженно произнес он, стараясь не напугать мальчика лишний раз. Чего это раскричался? А? Наруто осмотрелся. «Где это я?» «В госпитале что ли?» «Да, уже три дню», — ответил Нара. «Ох, вымотала же тебя эта громадина!» «Громадина!» «Ты уже все знаешь?» «Да это видело большинство!» «Ох, что ты там вытворял!» «Какое зрелище не увидишь ни на одном ранчо в Диком Западе!» «Сбивающие с собой целые деревья гигантская жаба» — это не какая-то лошадь!» Наруто смущенно почесал затылок. «И... как много людей видели процесс приручения!» «Да грохот такой поднялся, что не слышали разве что глухие!» «Так что можно было не удивляться тому, что собралась практически вся деревня!» «Тебе каждый... первый... будет задавать такой вопрос, так что я спрошу сейчас, что же это было?» «Что это за жаба была?» «И откуда она взялась?» «Ну... я сам призвал ее!» «Что?» «А этот противный головастик не хотел меня признавать!» «Вот я и отказывался слезать с него ему назло!» «Он и разбушевался, пытаясь встряхнуть меня!» «Понятно!» Шикомар вздохнул. «А ты чего это вдруг родителей позвал?» «Они тебе... приснились?» Наруто понурился. «Да, я их видел!» «Видел, как их убивает... девятихвостый лис!» «Но их лица... были скрыты от меня!» Шикомару понятливо промычал. «Понятно!» «Больше никаких вопросов он задавать не стал!» «О, кстати, вспомнил Наруто!» «А где этот отшельник?» «Не знаю!» «Я так-то вообще к Чоуджи пришел!» «Чоуджи!» «Он настолько сильное ранение получил!» «Или пострадал во время!» «Нет-нет-нет!» Поспешил успокоить его Шикомару. «Он просто переел мясо в барбекю, разволновавшись о твоем состоянии, вот и заработал несварение!» «Он достал корзину с фруктами!» «Я ему фруктов принес, но мне не разрешили ему отдавать, вот и принес сюда, предполагая, что ты уже очнулся или очнешься уже сегодня, эй!» Наруто сразу же схватил первое попавшееся на глаза яблоко и начал с аппетитом жевать. «Эм-эм-эм!» «Спасибо, Шикомару!» «Я сейчас так опустошен!» «Как хорошо, что у меня есть такой друг!» «Друг, говоришь?» Шикомару понурился. «А ведь я помню, как мы вроде дружили еще в начале Академии!» «Чоуджи даже делился с тобой своими чипсами!» «Мы даже удивлялись, почему родители не позволяют нам быть рядом с тобой!» «Ага!» Кивнул Наруто. «Но вы периодически нарушали этот запрет!» «Извини, что вам нередко доставалось за такое из-за меня!» «Да нет!» «Это ты прости нас за то, что мы все-таки сломались и перестали общаться с тобой!» «Тебе ведь казалось, что мы предали тебя!» «Было такое!» Наруто взял еще одно яблоко, не заметив, что это было уже третье!» «И знаешь, я тут подумал!» Шикомару почесал репу. «Блин, даже извиняться за ошибки так же геморрно!» «Я тут подумал, давай снова начнем дружить, как раньше!» «Э!» «Ты это серьезно?» «Ну да!» «Пускай Баруто искрасил твою жизнь, мне хотелось бы верить, что он и мне этим подарил второй шанс!» «Надо же!» «Хмыкнул Наруто!» «Не ожидал от тебя таких откровений!» «Ну так ты как?» «Согласен!» «Еще бы!» Наруто вдруг захихикал, прикрыв рот кончиками пальцев, словно задумал что-то коварное!» «Ты чего это?» «На всякий случай спросил его Шикомару!» «Да вот подумал, почему бы нам не съесть эти фрукты на глазах Чоуджи!» «Как это подло!» «Почему?» «Гарна висал над койкой, в которой лежал рог!» «В голове вновь пронеслась сцена спасения этого мальчика Баруто, который назвал его самым любимым генином!» «Рука вытянулась словно сама собой, и вокруг спящего мальчика стал собираться песок!» «Давай же!» «Убей его!» «Песок почти собрался на теле мальчика!» «Что?» «Не могу пошевелиться!» Косо, от невозможности двинуть головой, генин Песка посмотрел в сторону и увидел двоих генинов Листа, один из которых был Джин Чирики Девятихвостого. Второй же был обладателем техники, который может управлять тенью и захватывать ею, что сейчас и сделал с ним самим. «Ну и что ты здесь задумал?» Без капли дружелюбия спросил первый, после чего нанес крепкий удар в скулу. «Что ты здесь забыл, урод?» «Эй, Наруто!» Воскликнул Шакамару, протирая шею. «Это техника теневого подражания!» «Мы копируем движения друг друга!» «У меня чуть шея не свернулась от твоего удара!» «Ох, прости!» Извинился Наруто и вновь обратился к Гарри, что ты собирался сделать?» «Я собирался его убить», — спокойно ответил генин Песка, ввергнув мальчиков в шок. «Такой спокойный», — проворчал про себя Шакамару. «Даже когда захвачен моим теневым подражанием и зачем тебе это надо?» «Ты уже выиграл бой!» «Или у тебя к нему личные счеты?» «Вовсе нет», — сказал Гарри таким тоном, словно что-то объяснял. «Я хотел его убить, потому что желаю ему смерти!» «Да что за чушь ты несешь?» Не выдержал Наруто. «Похоже, у тебя было крайне трудное детство», — заметил Шакамару. «Нельзя же так настолько желать смерти ни в чем не повинному человеку!» Наруто вдруг слегка охладил пыл и нахмурился. «Впрочем, не исключено!» «Если учесть, что этот парень такой же джинчарики, а в деревне песка полно настолько ебнутых людей, можно не удивляться!» Поразился Нара, едва не развив технику. «Он тоже!» «Вот именно», — подтвердил Гарри. «Так что, если встанете у меня на пути, я вас тоже убью!» «И ты еще меня ничтожеством называл?» Напряженно усмехнулся Наруто, выступив вперед. «Зная себя, и вспоминая еще одного такого же, как мы с тобой, могу с уверенностью сказать ты сам то еще ничтожество, раз настолько поехал кукухой!» «Или в песке реально более жестокие люди, чем в листе и водопаде?» Гара загадочно помолчал. «Дело не в этом», — уверенно произнес он, словно даже не оправдывался. «Твой дружок прав, девятихвостый у меня было то еще детство. Я самим своим рождением отнял жизнь женщины, породившей меня на свет. Я был рожден монстром. В самый раз для вместилища такого монстра, как однохвостый!» «Девятихвостый в Наруто, однохвостый в Гарри, перечислял Шикомару, и еще один в водопаде!» «Да сколько в мире вообще таких зверей?» «Черт, джинчирики — это настолько большой секрет скрытых деревень, что я так мало знаю о них!» «Для всех в деревне я был лишь пережитком прошлого, от которого все хотели избавиться!» «Для чего же я тогда существую?» Мучил меня вопрос. И тогда я нашел ответ «Я живу, чтобы убивать!» «Для этого меня и создавали, как джинчирики, сильнейшее оружие нашей деревни, и моего отца, четвертого Казикоги!» «Что за чушь!» «Не желал верить его словам Наруто!» «Я никогда не поверю в нее!» «Ну а что говорит твое сердце?» «Словно намекнул Гара, и Наруто остолбенел!» «Ты хоть раз в жизни испытывал непреодолимое желание отнять чью-то жизнь?» «На хвост и чувствуют твои руки, может, еще и не по локоть, но уже запятнаны кровью!» «Скажи, что ты чувствовал, когда осознал, что по-настоящему убил живого человека?» «Никто тебя не боится, ублюдок!» «Прокричал Наруто, будучи покрытым красной чайкрой и рванул к шокированному суену!» «Получи!» Воскликнули Наруто с Фу и разум ударили его в область ребер, буквально запуская его за пределы деревни, и он с криком полетел под водопад. «Я ведь говорила, что убью тебя!» Гордо ухмыльнулась Фу. «Шина бескрытого водопада всегда держит слово!» «Рада была работать бок о бок со вторым джичурики», — добавила она, обращаясь к Наруто. «А уж ей-то как рад!» — улыбнулся тот, и к ребятам подбежали борута с Саски. «Ты справился, Наруто», — сказал Саски. «Ага», — ответил тот, и трое генинов листа и генинов водопада вчетвером ударили кулаками. После этого Наруто задумчиво посмотрел в сторону водопада, под которую они с Фу забросили Суена, а потом на свою руку. Она была совершенно спокойной, но на душе мальчика стало совсем неспокойно. «Я убил человека!» «Я убил... живого человека!» «Почему же я так спокоен?» Наруто застыл шоком на лице. Гара ухмыльнулся. «Вот, о чем я говорю. Мы, джинчурики, для того и созданы. Мы умеем только убивать. И мы должны только убивать. Потому люди нас и ненавидят. Они ненавидят даже не саму силу хвостатых и джинчурики. Они просто ненавидят само наше создание. Создание живого орудия убийства, который ходит сам собой. Мы особенные. Сильнейшие. Устрашающие. А все то, что ты нес во время этапов экзамена, все галишь глупости и детские мечты. Нам с тобой всего этого не видать никогда. Мы особенные. Сильнейшие. Устрашающие. Тогда я осознал важную про себя вещь в этом мире и я никому не нужен. Я тот, кого все сторонятся. Забу запретил меня, хотя и знал, кто я такой. Все ненавидели мою кровь, а ему она оказалась нужна. Я был так рад. Ты должен был уже понять мы, Шиноби, всегда лишь инструменты. Все, что мне нужно было от Хаку, это его способности, а не он сам. Неужели мне просто повезло? Ведь я встретил Баруто, который тут же принял меня таким, какой я есть. Не отвернулся от меня даже в тот момент, когда он знал, кто я. Потом и Сенсиерока принял меня. А он, он всю жизнь был один. Последние шесть лет, начиная с моего шестого дня рождения, продолжал Гара. Мой отец пытался меня убить. Э. Помимо ненависти к нашему созданию, которую питают люди, глядя на дженчурики, слишком большая сила со временем внушает и страх. Из-за влияния однохвостого мой разум становился нестабилен, и ненависть за в рек людям перешла и ко мне. Я тоже стал ненавидеть. Глупые местные заметили, что у меня эмоциональные расстройства. Для своего отца, Казикаги, я был козырной картой. И в то же время зловещей угрозой для него. Видимо, когда мне исполнилось шесть лет, он посчитал меня слишком опасным. Снова основанно посылал все новых людей, которые должны были меня убить. И как только я понял, для чего живу, тогда я избавился от страха смерти и почувствовал, что такое жизнь. И я ощущал его раз за разом, убивая всех, кого посылали по мою душу. И пока в этом мире есть, кого убивать, я могу и дальше чувствовать вкус жизни. И стоило мне это понять, как отец сразу же перестал посылать за мной убийц. Вокруг горы закрутился песок. А теперь вы дадите мне почувствовать вкус жизни. Шикамару завис от страха, не зная, что делать, но Наруто даже не дрогнул. «Сначала я презирал тебя за то, что ты сделал жирнобровым», — заявил он, когда песок уже хватал его за ноги. Но теперь я понял вместо презрения, я должен был испытывать жалость. Песок тут же замер. «Жалость, говоришь?» — спросил Гара. «Ты это серьезно?» «Ну да. Я ведь говорил уже, что встречал еще одного джечурики, как мы с тобой. И надо сказать, что ему повезло куда больше, чем тебе. Даже не так. Ему повезло больше, чем нам обоим вместе взятым. Что?» Он подавил свою ненависть к тем, кто презирал его из-за силы. Он искренне верил, что сможет найти себе друзей, и не отступал ни на шаг. Он использовал свою силу, чтобы убивать людей, но только лишь потому, что те люди угрожали его родине. «Я сам намерен делать так же». Наруто выступил вперед, и песок даже не держал его теперь. «Гара. Ты ведь сам можешь так же. Неужели, ты не пытался хоть попробовать?» Глаза Гары дернулись. «Ты что? Реально веришь в эту чушь?» Наруто снова не дрогнул, когда песок снова стал собираться вокруг него. «Раз так, умри первым, держась за эту пустую веру. Хватит!» Твердо крикнул посторонний голос, и трое мальчиков в палате леи увидели вошедший в Баруто финальные бои уже завтра. «Так что не советую торопиться. Или хочешь быть госпитализированным раньше времени?» Гару тут же замутило, и он собрал весь песок обратно в свою тыкву. После чего двинулся к выходу из палаты. «Я вас обязательно убью», напомню, он уже за порогом. «Просто ждите!» И он ушел. Когда шаги стихли, Шикомару облегченно опустился на пол и тяжело вздохнул. «Черт побери!» Опасность была так близка. Баруто посмотрел на Наруто, в глазах которого застыл мрак. «Эй, Наруто!» Настороженно позвал он его. «Ты чего это?» «Да так, пониженным тоном, ответил тот. Ничего особенного. В Кунохе собиралось все больше новых незнакомых людей, кои являлись приглашенными гостями на финал экзамена Чунина. Баруто ходил по улице и рассматривал всех и каждого. Ищи раскормленные какие презрительно, подумал он. «Ну и на какой бой поставим?» Услышал он разговор со стороны и увидел там троих мужчин, которые рассматривали информацию об участниках. «Давайте поставим на темную лошадку!» Предложил один из них. «На этого?» «Наруто Узумаки!» «Вряд ли он пройдет финал», — отверг предложение другой. «Слишком мало шансов!» «Говорят, что ему просто повезло попасть в финал!» «Его противником является Неджихуга!» «Представитель клана с Бьякуганом!» «У Наруто точно нет шансов!» «Я скорее всего поставлю на Саски Учхо!» «Единственный выживший представитель сильнейшего клана!» «Он точно сможет?» «Его противником является единственный вышедший в финал Генеонзвука!» «У Саски полно шансов!» «Наруто, кстати говоря, будет сражаться с горы песчаного водопада!» «Братец и этой темной лошадки!» «Баруто Узумаки!» «Сомневаюсь, что он что-то выставит против него!» «Ну знаете ли?» «Нахмурился затаившийся Баруто!» «Не могу не согласиться с этими господами!» «Баруто!» 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 Ну да. А сюда приехали по приглашению посмотреть на финал экзаменов. Правда? Барута, продолжая дружелюбно улыбаться, подпрыгнул к ним поближе и посмотрел пристальнее, словно какая-нибудь кокетка. Ну и каковы ожидания? Ну, первый из мужчин посмотрел на журнал. Весьма... высокие. Правда? Кокетливо протянул Барута, желая разоблачить мужика с потрохами. Особенно от меня? Мужик покраснел до корней волос, кои на голове отсутствовали. Его собеседники тоже были в растерянности. Ну, вмешался второй из них. Мы не сомневаемся, что у тебя получится, но просто... Твой противник Гара. А он довольно известный даже за пределами страны ветра. Чтож. Барута крутанулся на одной ноге, отворачиваясь от компании, и отпрыгнул от них на несколько шагов, после чего повернулся к ним с той же дружелюбной улыбкой. Желаю вам насладиться хорошими впечатлениями. С этими словами мальчик исчез с их глаз. Приезжие еще несколько секунд смотрели в ту сторону, где он стоял. Он точно нас не слышал? Я все-таки поставлю на него. Барута в это время уже сидел на скамейке далеко от оживленных улиц, погасив фальшивую улыбку на лице. Погрузившись в свои мысли, он достал из на поясной сумки один из свитков с техникой запечатывания и вызвал из него меч. Несколько секунд посмотрев на него, мальчик взял его в руки и частично обнажил. Хаэти-самэ, почему вы даете мне этот меч? Перед ним стояла Кунаичи с длинными фиолетовыми волосами, одетая в форму анбу, но без маски на лице, и протягивала ему ножны с мечом, который Барута видел Гека Хаэти. Тебя частично подозревают в убийстве Хаэти, указала она, как бы между прочим. «Что?» — не особо удивился Барута. «И я тоже не остаюсь в стороне», — продолжала женщина. «Однако, мне хочется верить. Верить в того, кого Хаэти вечно обучил своему ремеслу. Значит, вы даете мне его меч, чтобы...» «Если действительно не ты убивал Хаэти, то его меч сам докажет это, когда возьмешь его в руки и пустишь в ход». Барута не стал спорить с женщиной и принял ножны с ее рук. «Хоть раз, но ты должен использовать его», — указала Яга. «Используй его в финальном этапе. Докажи прилюдно, что виновником являешься не ты». Барута частично обнажил меч и посмотрел на лезвие. После чего задвинул обратно в ножны и решительно посмотрел на женщину. «Увидите. Я докажу свою невиновность». «Хаэти, Смэ. Прошу вас. Докажите всем мою невиновность. Пусть ваш меч покарает истинного убийцу». Барута задвинул меч обратно в ножны и запечатал обратно в свиток. После чего поднялся со скамьи. «Ну что ж. Пора бы уже». Наруто в это время сам ходил по улице Канухи, даже не обращая внимания на гостей. Сначала он держал курс в сторону арены, где и должен был проходить финал, но в какой-то момент ненадолго переменил план и пошел в другую сторону. А дошел он до тренировочной площадки, в которой становился Гениным. Дойдя до нее, он увидел возле одного из столбов Хинута Хуга. «О, ты уже поправилась, Хинута», — обратился он к ней, застегнув ту врасплох, и она со смущением забежала за столб. «На Наруто!» Пролепетала та. «Что ты тут делаешь? Сегодня же, финал, да?» «Я просто решил на тренировочную площадку взглянуть», — ответила Наруто. «Все-таки, тут я стал Гениным». «П... правда?» Хинута стала краснеть. «А... зачем?» «Да просто так», — удивился такому вопросу Наруто. «А разве нужна причина?» «И... правда?» Хинута стыдливо укрылась. «П... прости». Наруто задумчиво посмотрел на нее. «Вот она, девочка твоей мечты. Ты так уверен в этом, Баруто?» «И ведь правда. Есть в ней что-то нет», — обратился он к ней, — «это ты прости, что так вспылил». «Эн... ничего». Наруто призадумался. «Слушай... этот Мэджи... он ведь твой родственник?» «Ближе, чем ты думаешь». Наруто удивленно посмотрел на девочку. «Он мой кузен». «Что?» «Впервые слышу. Его отец брат моего отца. Вот почему Мэджи... Особенно...» Хинута не стала договаривать. Наруто не стал ничего допрашивать. «Он действительно настолько силен?» «Угу... но... Наруто...» «Я уверена, что ты справишься. Ты ведь тоже... достаточно сильный». Наруто уверенно посмотрел на нее. Всегда так думала обо мне. Это был даже не вопрос. Заметил? Я глуповат, но не слепой. Стоило кому-то объяснить мне одну вещь, и я все понимаю. Между голубками нависла тишина. Хинута, наконец, целиком вышла из-за столба. Зе... Знаешь, когда ты меня и подбодривал, я чувствовала себя сильнее, чем когда-либо, заявила она. А когда ты меня навестил в госпитале, я была... так счастлива. Так что... После предварительных боев я начала больше себя уважать. Может, со стороны и не скажешь, но я чувствую себя немного другим человеком. «Это все благодаря тебе, Наруто-кун. По крайней мере, я хочу так думать». Наруто внимательнее пригляделся к девочке. Она и вправду... очень милая. И как же я раньше этого не замечал. «Хинута, ты действительно так думаешь обо мне?» Вдруг спросил он с сомнением. «Э... может, я тебе и кажусь таким сильным, но это лишь притворство. Чтобы заглушить горечь от неудач, это вовсе не так». Оборвала его Хинута. «Даже, когда ты проигрывал, мне кажется, то были достойные поражения. Они толкали тебя вперед, чтобы ты не останавливался. И ты всегда был таким. В Академии все смеялись над тобой, но я молчала и наблюдала. И радовалась каждому твоему успеху. Неожиданно смело для себя сама она подошла поближе к Наруто. «Конечно, ты не идеален. Ты можешь совершать ошибки. Но ты можешь находить силы к новому решению. Это и есть истинная сила. И я верю, что ты — очень сильный человек, Наруто-кун». После такого неожиданного потока слов, Хинута осознала свое текущее положение, а именно лицем к лицу с Наруто, и густо раскраснилась, но прятаться обратно не стала, лишь сложила руки в замок, словно пытаясь себя в них удержать. Наруто искренне улыбнулся. «Спасибо, Хинутатин. Ты вправду милая». Хинута зажмурилась от смущения. «Вот теперь и ты меня взбодрила». Облегченно выкрикнул Наруто, подтягиваясь. «И чего это я разнервничался по пустякам? Но теперь мне куда лучше. Знаешь, Хинута, а ведь я тебя считал мрачной, неприметной, робкой, да и вообще странной. Но все же, именно такие люди мне особенно нравятся. Ааа, только и смогла выдавить из себя Хинута. Надеюсь после экзаменов узнать тебя получше», — заключил Наруто, отчего Хинута не устояла на ногах и опустилась на колени. «Ладно, мне пора на арену. Обязательно посмотри, как я надеру твоему нерадивому кузену зад». И Наруто был таков. У Зумуки-младший уже подходил к арене, когда его в руку откликнули. «Хей, Наруто». Посмотрев в сторону, мальчик увидел знакомое лицо и не мог не обрадоваться. «О! Фу! Рад видеть тебя здесь!» «Ага!» — радостно ответила Кунаичи Водопада. «Не могла ведь я пропустить твой триумф!» Правда, пришлось устроить небольшой бунт перед Шибуки, чтобы он позволил мне пойти сюда. Показала ему пару своих хвостов. «Показала? Пару хвостов?» «Не понял Наруто». «Это как?» Фу удивилась. «Ты не знаешь, как высвобождать хвосты своего биджу? Какая же печать была использована на тебе?» «Ну?» Задумчиво протянул Наруто, приподнимая подол куртки и показывая печать на животе. «Печать восьми трограмм. МММ!» Задумчиво протянула Фу. «Понятно. Эта печать немного отличается от моей. Ладно. Как-нибудь потом объясню». К тому же, ее голос снизился, чтобы только Наруто мог услышать. «Мне не положено здесь кому-либо говорить, что я тоже джинчурики». Наруто приблизился к ней и прошептала на ухо, «Будь готова здесь еще один». Одна хвосты быстро угадала Фу, чем очень удивила мальчика. Семихвосты чувствуют его. «А, вот значит, как догадалась, ответил Наруто и поспешил уже сменить тему слушай. Насчет того поцелуя, которым ты меня внезапно одарила». Он помолчал, и Фу усмехнулась. «Понимаю». «Э, я не в твоем вкусе, верно?» «Нет». Поспешил успокоить ее Наруто, хотя она и не была в обиде. «Ты мне нравишься, но... Просто... Не ты, девушка моей мечты, вот...» Фу с улыбкой глянула на него. «Чтож...» Она крутанулась на месте на одной ноге, сохраняя бодрость. «Желаю тебе удачи!» «Стой, о какой ты действительно мечтаешь!» «К тому же... Все равно, я хотела бы для начала друзей завести, а уж потом думать о романтике. Не подумай, будто ты меня отверг и разбил мне сердце. Я и сама не знаю, что на меня тогда нашло, когда вдруг поцеловал и тебя. Надеюсь, мы сможем узнать друг друга получше. И тогда, возможно...» «Хи-хи-хи». Вскоре многие жители и все гости Канохи собрались на трибунах вокруг арены, в которой собрались все участники финального этапа экзаменов на Чунин и их новый экзаменатор, Генма Ширануя. «Ну, почти все!» «Саски и Баруто еще не появились», — заметила Ина. «Где они, черт возьми?» Напряженно думала Наруто, вертя головой. «Что это с Саски?» — подумал Десу. «Сбежал что ли?» «Эй!» — шикнул на Наруто Джоунин. «Нечего головой вертеть!» «Ты прямо и поприветствуй наших гостей!» «В этом чемпионате вы главные звезды!» «Это с ним будет сражаться Саски!» Подумал Наруто, косо поглядев на Десукинуто. Он ведь был здоровеханник, когда же мы с Баруто его навещали. «А сам Баруто где?» «Впервые он так опаздывает!» Сакура тем временем тоже переживала. «Действительно ли он сам вышел из больницы?» «Или с ним что-то случилось?» «А Баруто?» «Я ведь не так давно видела его в деревне!» «Саски и Баруто еще не нашли?» — спросил Хирузину Райда. «Разве Хиоши не должен был следить за последним?» «Несколько отрядов Анбожа разыскивают их», — сообщил Джоунин. «Но пока без результатов!» Он приблизился к лицу Хакаги и прошептала на ухо «Может ли быть, что Саски орочим оружие?» «Если так и есть, найти его вряд ли удастся». Хирузин паник, прикрыв глаза. «Ясно». Он спохватился, услышав шаги со стороны и увидел того, чьего прибытия ожидал. «О! Какие люди!» «Рососама!» «Рад видеть вас, Хирузин Сама», — ответил четвертый Казикаги, занимая место по соседству со стариком Хакаги. «Вы, должно быть, устали с долгой дороги», — заметил тот. «Вовсе нет. Но я рад, что финальный этап проходит здесь. Пусть вы и полны сил, дорога была бы для вас сложной. Не пора ли уже подумать о пятом кандидате?» «Ха-ха-ха!» «Не хороните меня сейчас», — ответил Хакаги, поднимаясь с места. «Меня еще лет на пять хватит!» «Черт! Черт! Черт!» Уже начинал паниковать Наруто. «Вот-вот объявит начало. Где вас обоих носят?» «Внимание!» Раздался надаренный голос Хакаги. «Дамы и господа!» «Добро пожаловать в деревню Скрытого Листана» «Финальный этап экзаменов на звонянии Чунина». «Мы приступаем к основным боям, которые проведутся между десятью участниками, прошедшими отборочные соревнования. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь зрелищем». Однако, заметил Казикаги, поглядев на Сталегининов, пока еще не все собрались. «Они скоро подоспеют. Я надеюсь, прежде, чем вы начнете, начал Генма, разворачивая какой-то лист, просмотрите еще раз эту схему. Тут отмечен порядок всех поединков. Когда останется финальный раунд, голосование судей решит, кто из трех финалистов сразится друг с другом. Победитель из них сразится с третьим. Все понятно. Минутку, обратился Наруто. «Такое дело. Саски с Баруто еще не пришли. Если они не успеют до начала своих боев, то будут дисквалифицированы», – твердо ответил экзаменатор. «Странно все это», – задумался Наруто. «Зная Саски и Баруто, они бы ни за что не пропустили свои бои». «Слушайте внимательно», – начал Джоунин. «Это последний этап. Поле боя изменилось, но правила все те же. Вернее, их совсем нет. Поединок окончится либо смертью, либо признанием поражения. Однако, в случае, когда мне покажется, что победитель очевиден, то я сам остановлю бой, во избежание лишних жертв. Вам ясно?» Все гинен кивнули. Внезапно рядом с ними раздался шорох, и на том месте в облаке пыли показались два силуэта. «Фух. Мы едва успели». Донес облегченный сдох Баруто. «Надо же было занести тренировку так далеко от деревни, Саски». Пыль развеялась. «Б... Б... Баруто». Шокированно выкрикнул Наруто, обозревая брата, облаченного в белое кимоно со свободным серым хори и обутывав серые сандалии Шиноби. Его изящные длинные волосы были собраны в хвост и обвязаны красной лентой. Все зрители обозревали новоприбывших, припозднившихся участников. И как бы большинство не было в восторге от появления самого желанного участника, Саски, крайне необычный наряд Баруто сбивал весь энтузиазм у всех. Почти. «Ау!» Завизжали многие девчонки, раскрасневшись от умиления и восторга. «Боже-боже! Какой же он милашка!» Воскликнула Фу. «Я еще больше печаляюсь о том, что не в его вкусе!» Пожаловала Сина. «И он в этом биться собирается?» Не разделяла их восторга Сакура. «Он, конечно, часто обновляет гардероб, но что бы такое!» «Эй, Баруто!» Наступил на брата Наруто. «Ты чего это так вырядился?» Баруто с ухмылкой посмотрел на трибуны. «Ну, я тут троим мужичкам обещал Сммастер Класс», — ответил он. «И решил для начала Смм себя крайне элегантным». «Элегантным?» Усмехнулся Наруто. «Да это сейчас выглядит, как полнейшая показуха!» «Уж кому тут про показуху говорить?» «Эм!» Насмешливо спросил Баруто, поглядев на братца ехидным взглядом с такой же ухмылкой, на что тот ответил угрожающим оскалом. «Эр-эр-эр-эр!» «Эм-эм-эм!» «Эр-эр-эр-эр!» «Эм-эм-эм!» Казалось, что еще немного, и Наруто набросится на брата раньше времени. «Мальчики!» Поспешил осадить их Гимма. «Вы презрители хвообще-то!» Мальчики действительно спохватились и перестали играть в гляделки. «Ладно, извини, извинились они хором!» «Нет, это ты извини!» «Нет, это ты извини!» Чуть снова не приготовились к драке. «Надо скорее начинать, пока все не закончилось этим», — подумал Гимма и объявил «Утак!» «Начинаем первый поединок!» Мальчики снова спохватились и на этот раз обошлись без извинений. Узумуки Наруто против Хуганаджи. Экзаменатор обратился к объявленным первым участникам «Вы двое и остаетесь здесь!» «А остальных прошу пройти в комнату ожидания!» «Удачи, братец!» — пожелал Баруто. «Удачи!» — добавил от себя Саски. «Иди сюда, Хинато!» — позвал Киба. «Здесь свободно!» «Иду!» — откликнулась Хинато. «Уверен, выйдет славный бой!» Инузука сел на одно из мест. Хинато села рядом с ним. «Я тоже!» «Кто бы мог подумать, что этому пареньку повезет продвигаться так далеко?» Услышали они разговор рядом и увидели Изума и Котецу. «Ага!» «Но тем, кому по пути просто везло, тут все и заканчивается!» — указал Первый. «Наруто слишком сильный соперник попался!» «Против клана Хуга нечего предоставить!» «Я тоже думал, что против члена сильного клана ему нечего предоставить!» — подумал про себя Киба. «Вы сильно удивитесь, раз уже так недооцениваете его!» «Двое соперников тем временем предстали друг перед другом!» «Мне кажется, или ты хочешь что-то сказать?» — заметил Ноджи. Наруто вытянул вперед сжатый кулак. «Я тебе все уже сказал!» «Победа будет за мной!» Ноджи активировал свой Бьякуган и внимательно посмотрел ему в глаза. У него взгляд полностью уверенного в себе человека. Без тени сомнений. «Итак... Первый бой!» — объявил Гимма. «Начали!» Ноджи встал в стартовую боевую стойку клана Хуга. «Чтож!» «Похоже, скучно не будет, — заметил он. Не терпится увидеть отчаяние в твоих глазах, когда им откроется истина. Хватит пустой болтовни!» «Приступим к бою!» Рявкнул Наруто. «Смотри внимательно, Ханаби!» «Ни в ком Дархуга не проявляется так ярко, как в нем!» «Да, отец!» «Мда!» Протянул Баруто, когда Ноджи ловко отбил атаки четырех клонов Наруто. «Зря Наруто недооценивает способности даудюцу», — отметил Саски. «К тому же он поровну распределяет чакру между клонами, когда следовало бы оставлять не более процентов десяти. Это точно», — согласился Баруто. «Да у него что, глаза на затылке?» Спросил про себя Наруто. «Решил значит Хакаги стать?» Издевательски спросил Ноджи. «Этому не бывать. Благодаря моим глазам, мне ведомо многое. Талант определяется с самого рождения. Иначе говоря, для людей все предрешено в первый момент жизни». «Ну знаешь ли, одновременно фыркнули Баруто с Саски. Да почему тебя так и тянет ставить на все такое клеймо?» Потеряв терпение, воскликнул Наруто. «Хочешь сказать, что Хакаги может стать любой, если постараться?» Намекнул Ноджи. «Этот титул дается лишь немногим избранным. Знал бы он, какой бред несет, вздохнул Баруто. «Чего?» «Посмотри внимательно на Хакаги. Они были рождены, чтобы стать ими. Этот титул не обретается по желанию, а даруется свыше. Людям остается лишь смириться с уставленным течением жизни». И только одно судьба распределила поровну. Выпросительный знак. «Смерть. Мне точно видеть, как лучший выпускник прошлого года оморозит такую чушь», — сплюнул Саски. Баруто лишь покачал головой. «Ноджи-ноджи, ты все еще переживаешь. От этого ты ненавидишь главную ветвь клана. Отчасти, я тебя понимаю, да?» Напряженно спросил Наруто. «Чтож, думай. Как хочешь». Он вытянул вперед кулак. «Мне всегда говорили, что я не знаю, когда нужно сдаться». Он сложил печать и призвал множество клонов. Дурень очередной раз фыркнул Саски. Вызывая такое множество клонов и распределяя между ними поровну свою чакру, он лишь впустую истратит ее. Клоны вновь набросились на соперника, но тот просто прошмыгнул между ними, целясь в определенного. «Можешь не стараться. Я прекрасно вижу шаблон твоих атак». Он высвободился из-под натиска клонов, подбежал к одному из них и ударил пальцами точно в Тенкицу. «Чем активнее клоны нападали на меня, тем отчетливее выделялся ты сам», — сказал он, — «и все клоны Наруто испарились». «И ты настоящий? Я ведь говорил все бесполезно». Наруто хоркнул кровью и ухмыльнулся. «Знай вот что. Я начал драться с тобой уже полностью готова к смерти». Из-под земли прямиком за Нэджи вылетели двое клонов, а атакованно им испарился. Так настоящий он нападал наравне с клонами, а одному и велел бездействовать, чтобы обмануть меня. Понял Нэджи. Клоны Наруто схватили его, но с удивлением увидели, как их удар заблокировала сама чакра соперника, покрывшая практически все его тело. Нэджи ухмыльнулся и тут же закружился вместе с окружившей его чакрой. Атакующий соперник вместе с клоном отлетели от него на приличное расстояние. Что это было? Он тоже владеет стихией ветра. Подумал Саски, вспомнив, как Баруто использовал похожую технику на мосту в стране волн, когда пытался отбить Синбон и Хаку. Нет, это другая техника, тут же и отрезал Баруто. Вращение небес. Вращение небес. Секретная техника клана Хуга, объяснил Узумуки. Угол обзора Бьякуга на 360 градусов. Благодаря этому обладатель данного Деудютс увидит все вокруг себя, в том числе и все атаки. В основе защиты Нэджи стоит атака 8-3 грамм вращения небес. Обычно при правильном контроле чакрой, она высвобождается лишь из ступней или ладоней. Нэджи же выпускает ее из всего тела, чем сначала блокирует удар, а последующим вращением перенаправливает атаку в сторону самого врага. Абсолютная защита. Краем глаза он заметил напряженный взгляд Гары. Да, Гара. Такая защита превзойдет даже твою. Отец обратилась Ханаби к отцу. Это техника ведь? Да. Вращение небес наследия главной ветра клана. Им обучают лишь будущих наследников. Однако Нэджи освоил его самостоятельно. Он настоящий гений. А сейчас Наруто в атакующей зоне 8-3 грамм, заметил Баруто. В атакующей зоне? Не понял Саски. Что произойдет? И тут он увидел, как Нэджи согнулся, вытянув левую руку вперед и вниз, сравняв ее с вытянутой левой ногой, а правую назад. Это стойка. С удивлением узнал Саски, вспомнив, как точно в такую же однажды встал Баруто, когда он так нелепо вызвал того на дуэль. Атака 8-3 грамм. Скомандовал Нэджи. 64 удара небес. Он моментально приблизился к Наруто и давай наносить серию непрерывных ударов. 2 удара. 6 ударов. 8 ударов. 16 ударов. 32 удара. 64 удара. При последнем ударе Наруто снова отлетел от соперника и упал на землю, не имея даже сил подняться. Он превзошел всех бойцов в главной ветве. Что за устрашающий талант? Весь дар клана перешел тому, кому никогда не стать главой. Хизаши. Возглавить наш клан? Должен был ты. Что он с ним сделал? Напрягся Саски. Заблокировал все тенкицу Наруто, ответил Баруто. Теперь братец не сможет воспользоваться своей чакрой. Я заблокировал все точки твоей чакры, указал Нэджи. Теперь ты даже встать не можешь. Он с усмешкой смотрел на дрожь, коим был охвачен Наруто. Унизительно, да. Пасть на колени перед силой, которую тебе никогда не превзайся. Пойти, осознавая свою ничтожность. Достижение мечты упорным трудом всего лишь иллюзии. Заткни его, Наруто. Донес с трибун девичий голос. Фу. Узнал его Наруто. Он, может, не в курсе. Продолжал оверещать Кунаичи Водопада. Но мы с тобой прекрасно знаем, как он неправ. И этим морально оскорбляет нас тобой. Вставай же. Покажи ему. Вот ведь раскричалась, фыркнул Нэджи. Чего она вообще влезла? Хинато вдруг закашлялась. Эй, Хинато. Забеспокоился Киба. Ты как? Наруто. Молилась Хинато. Наруто дернулся. Черт. Перед его глазами предстала сцена с побитой Хинато. Потом с изувеченным Ли. Оба в тот момент не желали сдаваться. Проклятие. Э. Изумился Саски. Что? Не понял Нэджи. Наруто перед ним начал подниматься. Помнишь? С трудом спросил он. Как Киба точно так же валил меня? И ты прекрасно должен помнить, как безжалостно я за это его избил. Да как он? Не мог поверить Нэджи. Это невозможно. Откуда в нем так много сил? Продолжал удивляться Саски. Откуда у него? Столько решимости? Потому что его постоянно кличут неудачником, прямо ответил Баруто, словно голый факт. И это Ягато? Говорил же. Сдаваться я не умею. Хинато вдруг снова закашлялась. Это же кровь. Ужаснулся Киба. Ты еще не оправилась с того боя. Что с ней? Обратил внимание к отецу, уже готовый в любой момент позвать за помощью. Я ее осмотрю, спокойно произнес возникший рядом человек в темном плаще на все тело и в маске какого-то животного. Анбун? Нахмурился к отецу. Ты еще кто? Спросил Киба. Не волнуйся. Я вам не враг. Прекращал бы ты, посоветовал Нэджи. Итог и так очевиден. У меня к тебе нет личных счетов. Замолчи. Рявкнул Наруто. Зато у меня есть. Что? Зачем ты, весь такой сильный и всезнающий, так издевался над Хинутой, когда она так старалась? Тебя это не касается, отрезал Нэджи. Ты оскорблял ее. Называл неудачницей. Главное ветвь или побочные. Мне плевать. Нет прощения выродкам, что клеймят остальных неудачниками. Нэджи лишь прикрыл глаза, вздохнув, словно от безысходности. Ну ладно. Раз ты так хочешь, я расскажу. Прямо здесь расскажу. О коварной судьбе клана Хьюга. Нэджи. Напряженно подумал Баруто. Я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь. Но часть из того, что ты знаешь, всего лишь ложь, в которую тебя заставили поверить. В руке Ниндзя Амбо зажглось ядовито-зеленое сияние, и он приложил ее к груди Хинуты. Что это? Настороженно спросил Киба. Не волнуйся, спокойно ответил Ниндзя. Я врач. Ниндзя-медик. В нашем клане среди членов главной ветви передается некая секретная Ниндзюцу, рассказывал Нэджи. Известная, как техника проклятой печати. Проклятые печати. Переспросил Наруто. Эта печать олицетворяет собой знак птицы, запертой в клетке. Она напоминает тем, кто скован цепями необратимой судьбы. Ниндзя взялся за повязку своего протектора, развязал и снял его с головы. Наруто и все зрители на трибунах смогли лицезреть на лбу мальчика Хьюга необычный знак в виде свастики с крючками на концах и по обе стороны от которой шли еще две линии, начиная с крюками. Что это за печать? Поинтересовался Наруто. Мне было одиннадцать, когда мне поставили эту ненавистную метку с помощью техники проклятой печати, продолжил рассказывать Ниндзя. В тот день в деревне скрытого листа шел большой праздник. Нам удалось добиться мира с деревней скрытого облака. Четвертый Райкаги послал сюда своего командира, который должен был подписать мирный договор. На это торжественное событие собрались все Ниндзя-деревни, от Генина до Джоунина. Не было лишь одного клана, клана Хуга. В тот долгожданный день наследница главной ветвь клана исполнялась десять лет. Десятый день рождения Хинаты. Парень посмотрел на трибуны, на определенную личность, что сидела в рядах. Мой отец, Хизаши, и отец Хинаты, Хиаши, что сидит сейчас здесь, были братьями-близнецами. Но Хиаши родился раньше моего отца, поэтому он возглавил главную ветвь клана. Мой же отец оказался в побочной. Когда наследница главной ветви достигла десяти лет, меня заклеюмили этой меткой. Меня сделали птицей, запертой в клетке. Членом побочной ветви клана. Зачем это нужно было клану Хуга? Не мог понять Шикамару. Думаю, сейчас сам расскажет, ответил Баруто. Ох уж этот твой клан! Проворчал Наруто. Зачем это вообще нужно? Разделять на эти главную и побочную ветви. Определять этой меткой, кто в какой из них. Зачем это? Могу сказать одно, это не просто украшение. Это печать необратимый страх смерти, что главная ветвь внушает побочной. Мы живем под постоянным страхом того, что они в любой момент могут превратить наш мозг в желе, и исчезает он лишь в момент смерти, навсегда запечатав секреты Бьякогана. Даже наш клан не опускался до такого абсурда, произнес Саски. Только род Хога обладает секретом данного Деудюцу. И разумеется, многие пытаются его у нас украсть. Потому и были созданы мы, побочные ветви. Наша роль хранить секреты Бьякогана в полной безопасности. Неподчинение карается жестоко. И это шло долгие годы. До того ужасного момента. Они зашли слишком далеко, когда убили моего отца. Что? Пальцы Баруто дернулись. В ночь того самого дня кто-то проник в наш дом и попытался похитить госпожу Химоту. Лорд Хяша быстро поймал и убил этого человека. И кто же был этот таинственный похититель, забравшийся в дом под покровом ночи? Закрыв лицо маской. Это был старший ниндзя деревни облаков. Человек, что только что заключил с нами мир. Всем стало сразу понятно, что явился сюда, дабы заполучить тайну Бьякогана, но в итоге деревня скрытых облаков вместо нее получила труп. Однако они притворились, что возмущенные убийством их ниндзя. Они заявили, что скрытый лист нарушил условия договора и потребовали возмещения. Ситуация становилась все хуже. И война была готова в отвод возобновиться. Руководство Канохи хотело избежать войны, и тогда была заключена сделка. Сделка. Что за сделку такую они предложили этим выродкам из Кума Гакуре? Напряженно поинтересовался Шакамару. Жизнь за жизнь, упавшим тоном произнес Барута. Чтобы избежать войны, лорд Хяши, как главный нарушитель мирного договора, должен был умереть. Не может быть. Возмутился Нара, поглядев на трибуны, начав обо всем догадываться. Они и на такое пошли? Руководство Канохи согласилось на их условии. Ну как же? Хана Бекоса поглядела на отца, услышав слово Ноджи. И вот, чтобы война не возобновилась, убили человека. Но не Хяши. Вместо него умер мой отец, его брат-близнец. Чтобы защитить главную ветвь. Лишь в момент смерти мой отец избавился от этой проклятой печати. Они были так похожи, братья-близнецы. Но их судьбы были предрешены, когда один из них явился на свет на несколько секунд раньше другого. Шикамару заметил изменения во вгляде Барута и удивился. Барута, ты чего это? Плачешь? Ноджи. Если бы была хоть какая-нибудь возможность узнать всю правду. Ноджи обратил прямой взор на Наруто. То же самое и с нашим поединком. Твоя судьба была предрешена, когда твоим противником был выбран я. Твоя судьба проиграть мне, Наруто, заключил Ноджи. Вот и все. Ты можешь лишь принимать судьбу, которую увидел своими глазами, фыркнул Наруто. Ты не можешь прочесть ее, лишь взглянув на человека. Ноджи молча завязал протектор обратно на голову. Да, твоего отца убили, с сочувствием произнес Узумуки. Я прекрасно помню господина Хизаши. Он хоть немного, но поддерживал меня. Теперь я понимаю, почему. Он чувствовал точно то же самое, что и я. Несправедливо, что с ним все так вышло. Если бы я только знал, что он именно твой краткий отец, обязательно поддержал бы тебя. Что ты несешь? Однако, глупо валить все на судьбу. Хина-то не виновата, что твой отец родился позже, чем ее. Она хоть и из главной ветви, все равно страдала не меньше тебя. Наследницы клана, никем не любимые и неуважаемые. Но она так старалась измениться. Но несмотря на это, ты ее ненавидишь. Она пыталась измениться, а ты ее чуть было не убил. Разве это должны делать члены побочной ветви клана? Разве это не означало, что ты сам противишься своей судьбе? Неджи оскарился. Ты не знаешь, что значит иметь на себе подобное клеймо? Клеймо, которое нельзя смыть. Глаза Наруто дернулись. Это я-то не знаю. Медленно произнес он, расстегивая куртку. Правда? Разуй-ка пошире свой всевидящий Бьякуган и посмотри внимательно. Она раздвинул края куртки, открывая всеобщим обзору свой живот, на котором отчетливо была видна печать восьми триггерам. А то же. С самого моего рождения в меня запечатали огромного ужасающего монстра, который некогда разрушил половину деревни. Я едва успел появиться на свет, как стал его носителем. Хочешь сказать, я для этого был рожден? Я был рожден для того, чтобы у всех на глазах быть этим самым монстром, не испытавшим к себе ничего иного, кроме страха и постоянной ненависти. Утверждаешь, что те, кто становятся дженчурики, были рождены специально для этого. И ты утверждаешь, что как бы они ни старались, им не добиться всеобщего признания и любви? Неджи не нашел слов для ответа. Чтож. Наруто застегнул куртку обратно. Раз так, то я обращу твои слова против тебя. Для тебя исход данного поединка был заранее предрешен, когда меня сделали дженчурики Девятихвостого. И сейчас ты увидишь всю его силу. Не может быть. Давай, Наруто. Поддерживающий крикнул из трибунфу. Это снова ты? Что, снова моя чакра нужна? Я видел, как ты убиваешь моих родителей. Так что если не хочешь увидеть, как я страшен в гневе, давай, возмещай. Ха-ха-ха-ха-ха. Храбрец. Ладно. Держи. Все равно девать ее некуда. Так ты меня по крайней мере развлечешь. Не может быть. Остолбенел Ноджи, посмотрев на Наруто Бьякоганом. Он весь пылает чакурой. Это и есть Девятихвостый. Видная им чакра внутри Наруто, имевшая темно-красный оттенок, приобрела форму звери, и Ноджи испуганно отшатнулся. Да он же. Реально. Сейчас ты подумал о том, что я реально монстр. С намеком спросил Наруто. Сейчас этот монстр выбьет всю дурь из твоей головы. Вокруг него завертелась видно и невооруженному глазу кроваво-красная чакра. Не может быть. Он может использовать чакру Девятихвостого. Значит, нашел способ избавиться от Пятиконечной печати. Этот же Райя постарался. Без сомнений, это чакры Девятихвостого, изумленно подумал Хирузин. Когда он научился его контролировать. Какаши не мог в этом ему подсобить. Он сейчас как в тот момент в скрытом водопаде, заметил Саски. Но сейчас он словно самостоятельно выпустил эту чакру из себя. А еще он под полным контролем, добавил Баруто. В отличие от того момента в стране волн. Что? Он и тогда ее использовал? Так вот как он смог выбраться из ледяной ловушки Хаку. Раз ты считаешь, что свою судьбу не изменить, как бы ни старался, то продолжаю дальше стоять на месте и ничего не делать. Прокричал Наруто и бросился в сторону соперника. Я сам изменю Каланхьюга. Быстро. Смекнул Ноджи и закружился. Вращение небес. Когда стану Хакаги. Завершил изумлаки, сталкиваясь с защитой соперника. Раздался взрыв, и поднявший вокруг соперников облако пыли. Находившийся неподалеку Генма перекрыл глаза. Из места столкновения вылетели две фигуры с тем же грохотом приземлились на расстоянии друг от друга. Кто где был? Взволнованно спросил Шакамару. Пыль улеглась, и из одной из образовавшихся ям, откашливаясь, вылез Ноджи. С шатающейся походкой он подошел ко второй яме, где лежал Наруто. Вращение небес отражает чакру противника, обращая ее против Него же самого, отметила Тентин. А чакра Каюби слишком мощная. Наруто атаковал, поэтому ему досталось сильнее. Никому из генинов не одолеть Ноджи. Но надо отдать тебе должное, Наруто ты был к победе ближе, чем кто-либо раньше. Как все и говорили, ты неудачник, проговорил Ноджи. Бой окончен. Наруто с трудом повернул голову, поглядев на него. А да, окончен. Земля под ногами Ноджи растрескалась, и из-под нее вылетел Наруто, крепко всадив кулак ему в челюсть. Для тебя. Ноджи харкнул кровью, выпустив с нее и пару зубов из нижней челюсти. Еще несколько ударов по неуспевшему опомниться парню, потом завершающей ногой он вновь лежит на земле, уже будучи не в силах пошевелиться. Не могу пошевелиться. Простонал Ноджи. Наруто, что лежал в яме, с хлопком исчез, и все увидели на том месте пробуйну, оставленную, несомненно, Наруто, проделавшим путь под землей. И когда он только успел, удивился Саске. Я уже все меньше узнаю нашего придурка. Даже оказавшись на грани, он тщательно продумывал свой следующий шаг, подчеркнул Баруто. Даже в такой ситуации смог создать клоноприманку, выговорил Ноджи. Твоя любимая техника. Я потерял бдительность. Наруто отдышался. Кстати говоря, припомнил он. Раньше она была самой ненавистной мне. Из-за нее я трижды заваливал выпускной экзамен. Э! Не поверил Ноджи. Она мне никогда не удавалась. Мои клоны всегда были такими жалкими. Да и чакру к юбе я трижды использовал неосознанно. Только когда выходил из себя. Но тогда я полностью терял контроль. Не может быть, так что сворачивай ты эту чушь про необратимость судьбы, заключил Наруто. Ты тоже можешь измениться, если только попробуешь. Ведь в отличие от меня, ты не такой неудачник. Генна вздохнул. Победитель. Наруто Узумуки. Ура! Воскликнула Сакура, и вслед за ней все трибуны задрожали от ликующих криков и аплодисментов. Это было потрясающе. Кричали средов. Молодец. Высший класс. Кто бы мог подумать. Почесался Шакамару. Я ведь, получается, вообще не ровнее ему. Грядущая битва с ним обещает быть интересной, ухмыльнулся Саски, наблюдая, как Наруто радостно в припрыжку двинулся к выходу из арены, махая всем болельщикам, посылая им воздушные поцелуи. И откуда он только столько сил берет? А парнишка интересный, отметил Дэсу. С удовольствием и его убью. После тебя, Саски. Он действительно хорош, оценил Конкура. Правда, Гара? Уж он-то определенно должен был что-то почувствовать к его персоне. Ведь все-таки такой же джинчурики, как и он, не могу поспорить, коротко ответил Гара. Наруто. В арену влетела Фуу прямо на столбеневшего от неожиданности Наруто, но тот все же успел ловко подхватить ее и закружил над землей, пока она весело смеялась. Ты справился. Я верила. Прекрати. Задыхаясь от натиска крепких объятий, шикнул Наруто. Себя ведь позоришь. Да так ли это сейчас важно? Не унималась Кунаичи Водопада, но все же отпустила мальчика. Тот еще раз обратил внимание на Ниджи, к которому уже подоспевали медики. Даже находясь в клетке, любая птица однажды найдет способ открыть дверцу клювом. Жажда свободного полета слишком велика, чтобы перед ней устоять. Ниджи на это ничего не ответил. Лишь молча провожал взглядом улетающих птиц. Твои раны несерьезные, сообщил ему один из медиков, когда его доставили в медпункт. Отдохнешь немного, и будешь свободен. «Э, господин Хьюга!» Спохватился второй, обратив взор на дверь. За нею стоял Хиаши. «Прошу, оставьте нас ненадолго наедине, без всякого высокомерия», — попросил он. «Хорошо, разрешили медики и покинули палату». Ниджи приподнялся и сел на край койки. «Зачем вы пришли сюда?» «Без всякой вежливости», — спросил он. Хиаши не стал серчать по этому поводу. «Пришел рассказать тебе правду», — прямо ответил глава клана. «Правду о том дне?» «Да», — усомнился Ниджи. «Это какой же?» «В тот день я был готов умереть», — произнес Хиаши. «Я собирался это сделать. А о смерти Хизаши в мыслях не было». Ниджи фыркнул. «Вы что, оправдываться сюда пришли? Хотите этим смягчить мою ненависть к главной ветве? Но моего отца все равно убили, чтобы вас спасти. Так кажется только со стороны. Но это неправда. Хиаши достал из запаза хикимоно какой-то свиток. Хизаши перед своей смертью попросил дать тебе этот свиток, когда придет время. И я думаю, оно уже пришло. В ней вся правда». Он положил свиток рядом с племянником, и тот край глаза взглянул на него. Эти руны. Осенило его. Он сразу же взялся за свиток и развернул его. «Ниджи», — начал читать он. «У меня мало времени, так что я должен все высказать сейчас». Ниндзя скрытых облаков попытались добыть секрет Бьякогана, но их план провалился из-за смерти их человека. Теперь они угрожают новой войной. Иного выбора нет, — уверенно произнес Хиаши. «Стой, стой перед отцом. Мы должны избежать войны любой ценой, даже если это будет моя жизнь». «Постой, Хиаши», — осадил его старейшина Хьюга. Даудюцу клана Хьюга слишком важен для деревни. Долг главный ветвя клана охранять и оберегать его любой ценой. Но какой смысл охранять его ценой войны? Не унимался Хиаши. «На то и существует побочная ветвь», — твердо ответил старейшина. «Что? Мы предоставим им тело Хизаши, твоего брата-близнеца, как твое собственное». Хиаши сам только что дал свое согласие. Рядом со старейшиной тут же встал упомянутый ниндзя, на чьем лице сохранялось полное спокойствие и уверенность. Вернее, присоединился он, я сам это предложил. Хиаши с трудом сдерживал нарастающую панику. «Но им нужны секреты Бьякогана», — напомнил он. «После смерти Хизаши, его глаза будут запечатаны, и в Кума Гакуре распознают обман. Они ни за что с этим не смирятся. Чего бы они там не хотели, их просьба гласит «Отдай ты нам тело Хьюга Хиаши». «Мы согласимся на сделку и выдадим им тело Хизаши, как две капли воды похожего на тебя. Им нечего будет доказать и предъявить. Тогда с тем же успехом достаточно просто удалить мои глаза, предоставив им мой труп без них», — продолжал стоять на своем Хиаши. «Зачем так просто жертвовать членами побочной ветви, словно лишними пешками?» «Хиаши, ты должен понимать сам я не протяну слишком долго до того, как твоя наследница достигнет возраста становления главой клана. Да и матрилининость в нашем клане довольно редкое явление. Вот почему, ты должен жить и оставаться во главе». «Но...» — снова попытался возразить Хиаши, но слов не нашлось. «Что с тобой, Хиаши?» — спросил Хизаши. «В иной ситуации ты бы согласился, не раздумывая. Куда делся тот непоколебимый господин Хиаши, которого я знаю? Мы сейчас тут не повседневные вопросы решаем». Не сдержался Хиаши. «Я не могу так просто...» — договорить ему не дал Хизаши, возникнув рядом с ним и ударив техникой мягкого кулака в тенкицу, лишая движения, и голова упал на пол. «Хизаши, зачем?» «Прошу тебя, брат», — без капли сомнений попросил Хизаши. «Позволь мне сделать это. Да и она там будет больше рада мне, чем тебе». О ком Хизаши говорил, Хиаши понимал прекрасно. «Но... у тебя ведь... есть Нэджи? Почему ты идешь на смерть, в угоду главной ветви?» «Это совсем не так. Я всегда ненавидел главную ветвь. Честно говоря, я до сих пор ее презираю. Поэтому я готов защитить тебя, как своего брата. Да и к тому же... Впервые в жизни я волен выбирать. Жаль, Нэджи видел лишь мою темную строну, как в том случае с Химатой. Поэтому передаю ему следующее. Я иду на смерть не ради защиты главной ветви. А ради защиты Нэджи, брата, племянниц, семьи и всей деревни. Ради защиты всего этого я выбираю смерть и свободу. Думаешь, выбирая смерть, ты выбираешь свободу? «Знаешь, брат, я просто хотел хоть раз пойти против судьбы клана Хьюга. И выбрать себе свою». Руки Нэджи, держащие свиток, задрожали. «Отец!» Из глаз парня выступили слезы. Услышав стук со стороны, он посмотрел туда и увидел Хиаши, павшего на колени и склонившего голову. «Это все... правда!» С искренним раскаянием воскликнул он. «Прости меня!» Нэджи округлил глаза, обозревая эту картину. И она не доставляла ему ни капли удовольствия. «Прошу, поднимитесь!» Хиаши поднялся. «Я оставлю тебя!» И он вышел. Нэджи посмотрел в окно палаты, за которым было хорошо видно парище и облака. «Отец!» Хиаши отдалился от двери в палату и увидел в коридоре мальчика, который словно когото ждал. И глава Хьюга прекрасно понимал, кого. «Баруто!» Мальчик посмотрел на него узко прищуренными глазами. «Почему ни ты, ни этот глупый старик, твой отец, не сказали ему?» Хиаши не стал ничего говорить. Даже не нахмурился. «А этот цветок? Может, вы для начала что-то отредактировали прежде, чем вручать ему?» У Хиза Шеснаджи был свой тайный язык, который они использовали при переписке. «Мы не могли ничего поправить, тогда почему?» Не унимался Баруто. «Что бы это тогда изменило?» Спокойно спросил в ответ Хиаши. «Думаешь, тогда бы он забыл о ненависти к главной ветви?» «Нет, он бы возненавидел ее еще больше. А уж тебя и попросту бы убил. Зачем вообще было жертвовать твоим братом? Зачем было прикрывать меня? Ты всегда лишь хотел спасти Хиаши. Ты всегда лишь хотел остановить происходящее у тебя на глазах беспредел в виде похищения ребенка из его дома. С тем же успехом это бы сделало сам Хиза Ше, который вел за тобой слежку в ту ночь. Пусть так. Я хочу знать более прямой ответ». Хиаши призадумался над ответом, который был очевиден с самого начала. «Если бы мы сказали этим выродкам из Кумагакуры, что их ниндзя на самом деле убил ты, невзрачный мальчишка, который еще и чужак, думаешь, нам бы поверили?» Баруто нахмурился. «Это еще что?» Изумился он, увидев человека в черных одеждах, уносящего куда-то маленькую девочку. Похищение ребенка из его же дома? Он моментально возник перед похитителем, не успел тот отреагировать, и ударил двумя пальцами в одну из тенкицу. Мужчина упал, и Баруто едва успел подхватить похищаемую девочку. Только тогда он разглядел ее лицо. «Химата! Ты что сделал?» Воскликнул возникший рядом с ним Хиза Ше и быстро осмотрел упавшего похитителя. «Он мертв!» «Брат!» Воскликнул он, заметив стоявшего неподалеку Хиаши. «Он мертв!» «Этот мальчик только что убил его!» «Я все видел», — ответил глава клана, которого Баруто умудрился не заметить. Он использовал технику мягкого кулака. «Я, дрожа всем телом, выговорил Баруто. Убил?» «Убил?» «Человека!» «Я ведь... не хотел!» «Вот черт!» Воскликнул Хиза Ше, сорвав с похитителя маску. «Это старший ниндзя Кумагакуры!» «Что нам делать, брат?» «Нет», — продолжал Хиаши. «Мы бы самой попыткой опозорили бы Каланхьюга и всю деревню скрытого листа. Хочешь сказать, что так или иначе, ты или твой брат, был обречен?» «Я понимаю твое беспокойство. В иной ситуации от тебя бы реально избавились, не раздумывая. Но есть еще причина, по которой насмерть пошел мой брат, а не ты. Ты ведь помнишь, что сказал тебе Хиза Ше в тот день?» «Зачем вам это делать?» В панике спросил он, схватившись за Хари, в которой был облачен Хиза Ше, для выдачи себя, как своего брата. «Я ведь убил этого ниндзя. Почему вы должны жертвовать собой?» Хиза Ше лишь улыбнулся. «Мальчик, всем уже понятно, что была использована техника, передававшаяся лишь среди членов Кланах Юга. Как мы объясним, что ее смог использовать ты, когда по тебе не скажешь, что способен на это? Ты сам подумай». Барут опустил взгляд, не выпуская деяния из рук. «Пусть так, но я не понимаю. Я ведь чужак у вас. Ко мне и так никакого доверия. Это ведь отличная для вас возможность избавиться от меня. И почему вы сами так спокойно относитесь к этому? Вам следовало бы презирать меня. И что я получу с этого пустого презрения?» Хиза Ше присел перед мальчиком, положил руку ему на плечо. «Мальчик, Барута. Барута. Я не знаю, откуда ты взялся. Но есть то, ради чего тебе следует оставаться в живых в этой деревне. Есть что?» «Не понял Барута. Вы говорите про...» «Верно», — кивнул Хиза Ше. «Я лишь совсем немного поддерживал Наруто. Но вот ты...» «Ты моментально сблизился с ним без капли желания оттолкнуть. Едва Наруто взглянул на тебя, и в его глазах зажглась жизнь. Так что если мы уберем тебя, для него это будет тяжелым ударом. Его охватит такая ненависть, что обрушит настоящую катастрофу на нашу деревню. Наджи в своей ненависти ничего не натворит. Так что тут я могу быть спокоен. «Но почему вы так стремитесь к смерти? Что вас так тянет? Как я уже сказал, мы не знаем, откуда ты прибыл. Но ты, видимо, не знаешь всей правды о войне с деревней облаков. Учитывая, что у тебя стерта значительная часть памяти. Но в последней битве с ними, после которой нам удалось предложить мирный договор, погибла моя жена. А? Да. Моя жена пожертвовала собой, дабы заключить, наконец, этот долгожданный мир с кума. Я хочу отдать дань своей жене и самому пожертвовать собой, ради предотвращения повтора войны. Жаль, что Наджи останется сиротой, но он с этим справится. В отличие от Наруто, который только что обрел близкого сердца человека. Мужчина отпустил плечо мальчика и поднялся. И я очень прошу, не говори ничего Наджи о своих способностях. И особенно о том, что это ты совершил-то убийство. Даже если бремя тайны будет на тебя сильно давить, и ты будешь готов сорваться в любой момент, язык себе отрежь, но промолчи. Ну, а я хочу встретиться со своей женой. И он удалился. Глядя ему вслед, Баруто обозревал его свободные хори, надетые поверх белого кимоно, которое сейчас было надето на них с Хиаши. Мужчина положил руку ему на плечо. Баруто. Хиаши погиб не только ради меня, Наджи, клана и всей деревни. Он погиб и ради тебя. Ради сохранения твоей тайны. И ради Наруто, чтобы тот не потерял свежеиспеченного названного брата, которого у него никогда в жизни не было. Я очень долго терзался по этому поводу. Не хотел видеть тебя, чуть ли не винил во всем. Но теперь, когда я обо всем знаю, то ни капли не жалею о сделанном выборе. Вот почему я взялся за твою тренировку, под предлогом возобновленной слежки, которую вели после смерти Хаити, в которой заподозрили тебя. Ты упорно тренировался, имея прямую возможность делать это без внимания тех, кто не в курсе о твоих умениях. Твои способности вызывают искреннее восхищение. Это вселяет в меня надежду на будущее поколение. Уверен, что если бы не Хизаши тоже узнал о том, что ты мой будущий внук, он бы еще охотнее пошел на смерть. Если бы он только знал, произнес упавшим голосом Баруто. Хиаши отпустил его. Я вернусь на трибуны. Не забывай о своем долге. Баруто некоторое время постоял, слушая, как отдаляются его шаги. Дедуля Хизаши. Ты сейчас свободен. Но теперь, я сам как птица в клетке. И нескоро освобожусь. Трибуны еще долго продолжали ликующе голосить. Ишь, как расшумелись, усмехнулся Казик и Гераса. Ну еще бы, ответил Херузин. Словно вышел бой. Я не об этом. А. Уверен, их ликование обусловлено предвкушением следующего боя. Для лидеров Шиноби и Феодалов нет более интересного зрелища. Начинаем следующий матч. Объявил Гимма. Дэсу кинуто из Саски Учхо. Пришло время, довольно усмехнулся Дэсу. Мой выход, подумал Саски. Саски, обратился к нему Наруто. Не проиграй. Я тоже хочу с тобой сразиться. Не волнуйся, успокоил его Учхо. Я помню предостережение Баруто. Да и он не так крут, как ты или Толст Добровый, чтобы одолеть обладателя Дэудюцу. Много хвастаешься, усмехнулся Дэсу, подслушав их разговор. Когда я разорву тебя на куски, тогда и увидишь. Я пошел, сказал Саски и двинулся в выходу на арену. Дэсу пошел за ним. Сакура, у тебя такая замечательная команда, сказала и на Сакуре, чем очень удивила подругу. А? Удивилась та. Это ты к чему? Ну так ведь Наруто одолел самого Ниджи, с улыбкой указала им Мануко. А Саски потомок могущественного клану Учхо. Его бой здесь ждет каждый зритель. За разговором девочки не заметили, как рядом остановился Рок, опирающийся в костыль, слышал весь разговор. А дальше ведь ждет бой Баруто против самого Гары. Продолжала Ина. И я всей душой верю, что он победит. Наруто победил Ниджи, которого я считал своим вечным соперником. Размышлял Жерноброву с тенью на глазах. А Саски будет сражаться с Дэсу, который в лиху отделал меня. Не говоря уже про Баруто, которому выпала возможность сразиться с Гарой, который тоже оказался мне не по зубам. Почему? Его всего затрясло. Поврежденная рука сжала костыль так крепко, как только могла, и закрываточила. Почему мне так больно? А не трое. Теперь так далеко. А я застрял за толстой решеткой и лишь могу глядеть им в спину. Гай заметил, как мальчик охватывает дрожь, и грустно нахмурился. Он ничем не мог помочь своему же ученику. Через минуту двое соперников стояли друг перед другом. Глаза Генина звук от так и горели желанием убить этого мальчика на глазах у всех. И особенно его. Вы готовы? Спросил Гимма. Да, ответил Саски. Давно уже сдержанно прошипел Дэсу. Второй матч. Саски Учхо и Дэсу Кинута. Начинается. Кинута, ни секунды ни медли, приподнял правый рукав, открывая свою пластину, и набросился на соперника. Учхо едва успел отпрыгнуть подальше от того места, на котором через мгновение образовалась глубокая воронка. Слушайте внимательно, начал Баруто объяснять обоим мальчикам. Способности Дэсу напрямую связаны с манипуляцией звуком. Он может как и вызывать звуковые волны, так и проводить многие другие колебания, о которых мы пока не догадываемся. Ты, Наруто, уже видел это на примере Щоуджи, а вот Саски пока нет. Зачем было Наруто вызывать сюда, чтобы это сказать, если с ним все равно драться буду я? Поинтересовался Саски. Потому что во втором раунде матчей будут сражаться победители двух первых матчей первого раунда. Наруто сражается в самом первом, и я верю, что он победит. Вот как. У меня нет сомнений, что ты справишься, Саски, и Наруто не придется заканчивать за тобой. Но на всякий случай, говорю вам обоим, будьте предельно осторожны. Потому что звуковые волны. Нелегко увидеть даже Шаринганом, смекнул Саски, приземляясь на расстоянии от соперника. Раз в ближней дистанции он также опасен, как Ли, особенно, Мэджи. «Мне нужно держать его на расстоянии». Он достал несколько кунаев и метнул в кинута. Тот ловко увернулся ото всех и бросился на него. Не отбивается, а уклоняется. Ладно. Несколько ручных печатей. Стихия огня «Огненный шар». Из-за арта очаха вылетело огромное пламя в форме солнца, угрожающее поглотить соперника целиком. Но тот прикрылся рукой с пластиной и огонь в момент развеялся. «Это еще не все». Подумал Саски, сложив еще одну печать. Теневое клонирование. Рядом с ним образовались четыре клона и тут же окружили соперника. Стихия огня «Огненные лепестки». Град огненных шаров обрушился на генина звука. А когда тот снова попытался развеять их с помощью звуковой волны, то в них оказались кунаи со взрывными печатями. Дусу вытянул руку с пластины вверх и образовал вокруг себя настоящий купол из звуковой волны, отбившим все куна подальше от него. Раздались взрывы, не причинившие схватившимся генинам никакого вреда. Не останавливаясь на этом, Дусу воткнул руку в землю, легко пробив ее, словно мягкую глину, и через мгновение земля под ногами Саски растрескалась. Учиха попытался отпрыгнуть в сторону и этим совершил большую ошибку внушительных размеров. Куски земли вылетели из нее со скоростью пуль, целись точно в мальчика, заодно развив его клонов. Включив свой шаринган, Саски уклонился ото всех атак, но оказался этим же отвлечен, потому что за ним возник кинутый и нанес прямой удар рукой. От его атак нельзя уклоняться. Их нужно как можно скорее отбивать, не вступая в контакт с порами его пластины. Пытается заставить меня врасплох и нанести удар звуковой волной. Смекнул Саски и еле успел подставить левую руку под удар соперника. Но и это оказалось ошибкой. Рука моментально отнялась и беспомощно повисла, словно в ней отключили все нервы. «Черт! Не может быть!» Воскликнул Барута, увидев это. «Неужели я в чем-то просчитался?» Саски болезненно оскалился, хватившись за руку, которая медленно начала приходить в норму. Дусу стоял поодаль от него и умеренно глядел на него. «Не так уж ты и крут, Саски Учхо», — спокойно произнес он, даже не насмехаясь. «Я ожидал, что ты покажешь больше против такого, как я. Это все, на что ты способен со своим шаринганом. А что же случилось с твоей проклятой печатью? Не напоминай мне о ней!» Шикнул в ответ Учхо. «Я не собираюсь даже вспоминать о ней!» «Вот как?» Усмехнулся Дусу. «Вот так отвергаешь дарованную тебе силу?» «Постож. В таком случае мне жалеть тебя незачем. Если это все, на что тебя хватит, то тебе ни к чему пытаться дальше». Он снова воткнул руку в землю и вызвал очередной вылет земляных глыб. Одна из них задела такие парни и ко всеобщему ужасу повалила на землю. «Хи!» Хикнул Кинута, но вдруг земля перед его ступнями растрескалась, и из нее вылетел второй Саски со сложенной печатью. Стихия огня «Огненный шар». Поток пламени в упор попал прямо по сопернику, покрывая немалочисленными ожогами и заставляя отлететь на приличное расстояние. Все обратили внимание на то, что нанесший удар Саски свободно пользуется обеими руками, в то время, когда попавший под атаку камня, успевший показаться на всеобщее обозрение, все еще удерживается за левую. После этого первый Саски с хлопком исчез. «Почему Саски послал в атаку своего клона, а не оставил его для обмана?» Поинтересовался Наруто. «Потому что у Саски отнялась левая рука», — указал Шикамару. «А на клоне его травма не учлась. Вот почему именно клону было легче сложить сложную печать, а перед этим еще и проделать путь под землей, чтобы добраться до соперника. К тому же его теневые клоны не такие стойкие, как твои, Наруто, ведь Саски отдает им по 10% своей чакры. Они бы развеялись от такого удара, под который попал Саски. А, дошло до Наруто. Теперь понятно. Значит он действует противоположно моей тактике. Вместо того, чтобы приманивать соперника наклонов, он посылает тех в тыл, отвлекая внимание на себя настоящего. Дусу в это время с трудом поднялся на ноги. Бинты, полностью покрывающие его голову, подгорели, сгорел его соломенный дождевик. «Великолепный удар», — оценил он. «Я такого не получал уже очень давно. Скажи, ты никогда не интересовался, почему правая половина моего лица постоянно забинтована?» Он схватился за тлеющие битные и сорвал их разом. Все с ужасом увидели, как вся правая половина его лица была полностью обуглена. Ух и глаз отсутствовали, а правый край рта создавал впечатление вечно оскаленной пасти. «Что же с ним стряслось?» Поразился Наруто. Баруто прикрыл рот, опасаясь, что его стошнит. «Жуть какая!» Вздрогнула Сакура. «Более семи лет назад, когда твой клан еще не был вырезан, начал рассказывать Дусу, его члены напали на мой родной город. Один из них выпустил такой же шарм мне в лицо и оставил этот внушительный ожог. И кто, ты думаешь, был тот нападающий? Неужели?» Осенила Саски. «Это был твой старший брат», заявил генен звука, ввергая Саски в шок. «Учхай тачи!» Над ареной нависла тишина. «Долгое время я ненавидел весь этот клан в целом. Поэтому, когда получил задачу убить тебя, я с удовольствием взялся за нее. Но теперь, я точно вижу, насколько ты сам преисполнен ненавистью к своему же брату. Саски!» Кинута протянул в сторону Учиха развернутую ладонь, словно приглашая. «Присоединяйся к нам!» «О чем он говорит?» Возмутился Наруто. «У нас с тобой обоих личные счеты с этачей. Отмстим же ему вдвоем за все, что он с нами сделал!» Саски нахмурился, задумываясь над словами соперника, у которого, оказывается, была та же цель, что и у него. «Ведь даже Арачимару дал мне эту печать, чтобы я получил силу. Так что скажешь, Саски Учиха? Переходи к нам!» «Не поддавайся на его речи, Саски!» Сдержанно прошипел Наруто, вцепившись в перила балкона. «Ты уж прости», — качнул головой Учиха. «Но меня такими трогательными речами не проймешь!» «Я верен исключительно Канохе!» «Да и было бы большие основания верить тебе, если бы не то, что ты сделал с моими товарищами в лесу смерти!» Рука Досу опустилась. «Значит, таков твой ответ!» «Чтож!» Он сложил какую-то печать. «Тогда же мне ни к чему оставлять тебя в живых!» Он совершил три прыжка назад и встал прямо на стену за собой. После чего снова вытянул руку с пластиной, и чуть ли не вся правая часть его тела заметно заколебалась, словно помехи на экране. Его тело стало проводить по себе звуковую волну. Он спятил, раз решил использовать эту технику. Если он и попадет по цели, не меньше урон потерпит и его собственное тело. А учитывая, как его правая сторона изувечена, последствия могут оказаться куда плачевнее для него. Впрочем, большее волнение тот вызывает судьба Саски. Даже если он уклонится, Досу мигом отправит весь звук в его сторону, и он не сможет отреагировать. Если же отобьет, то его телу не поздоровится. Досу! «Ты вот так сильно хочешь отмстить мне? Хочешь убить Саски, чтобы нарушить все мои планы? Ты готов, Саски? Готов принять удар? Что же делать? Если отобью, на моем теле это все равно отразится. Если же увернусь, то со мной произойдет то же самое, что и в тот день с Кабута, но только во много раз сильнее. У Саски большие проблемы!» Забеспокоился Наруто. Баруто призадумался и вдруг запрыгнул на перила. Ай! Спохватились все. «Эй, Баруто!» Настороженно произнес младший Узумуки. «Ты ведь не собираешься? Не дослушав его, Баруто схватился за крышу балкона и в три прыжка оказался на самом верхнем уровне над ареной. Убедившись, что впереди него ничего нет, он сложил печать дракона. Стихи и молния. Сигнальная вспышка. Резко вытянул руку вперед, и из нее вылетел яркий луч. Ай!» Спохватился Саски из-за шума. «Что за?» Не отстал Десу. «Что он делает?» Озадачились на трибунах. Саски присмотрелся к Баруто и обратил внимание, что тот пристально смотрит на него, а руку оставляет вытянутой вперед. «Прямая атака!» Смекнул он и в три прыжка сам оказался на стене прямо напротив своего соперника. «Моя левая рука пока не восстановилась полностью, но я смогу сложить все эти печати, а потом просто удержать эту технику в ней. Я смогу!» Бэкролик обезьяна. Вокруг левой руки парни заиграли разряды молнии, которые мгновенно увеличились, образуя в ладони подобие шаровой молнии, из которой исходили громовые разряды. «Какаши!» Обратился Гай к руководителю седьмой команды. «Неужели это...» «Оно самое», — ответил тот. «Вот это разговор!» Довольно воскликнул Десу и рванул по стене вниз. Саски не отстал от него и рянулся навстречу, удерживая молнию в левой руке и придерживает у правой. Оба набрали атаку ослепительную скорость, что за ними едва можно было бы успеть, если бы под обозрением не была вся арена. «Что за технику молнии он использует?» Поразился Наруто. «Чакру видно аж невооруженным глазом. Это высоко концентрированные чакры молнии, возникающие вокруг руки пользователя», — объяснил Баруто. «Секрет кроется в скорости удара. А высокая концентрация чакры вызывает столь ослепительное свечение. Как ты можешь услышать, при выполнении она издает звук. Похоже, нащебает множество птичек. Отсюда и его название. Чидари. Тысяча птиц. Вот почему, как мы могли заметить ранее, у Саски прибавилась у них Тайдюцу. Какаши Сенси специально оттачивал его ему, дабы развить такую скорость. Чем быстрее атака, тем сильнее удар. Значит она может послужить эффективной контратакой против такой техники Дэсу. Понял Наруто. Но как Саски сможет правильно нанести удар, пребывая в такой ослепительной скорости? На то у него есть самый главный козырь. Шарингом. В глазах у Чихо засияла Дэудюцу. Умри. Взревел Дэсу и приготовился нанести удар с разбегу. Саски не отстал и встретил его удар своим. Звук и молния столкнулись, сотряся землю и воздух вокруг пользователей. Поднялось облако пыли, закрывшее собой весь обзор. Ну, кто кого? В волнение крикнул Наруто, вглядевшись в арену. Через несколько секунд подувший ветер развеял поднявшуюся пыль, и все зрители увидели силуэты. Люди, которым они принадлежали, пытались перевести дыхание. И через мгновение все увидели ужасающую картину. Правая рука Дэсу полностью отсутствовала. И даже плеча не доставала. «Саски!» «Учхо!» Медленно произнес он и упал на спину. «Твоя!» «Взяла!» На арену вернулся успевши покинуть ее генма и оценил всю обстановку. «Мда уж!» Почесался он. «Победитель!» «Саски Учхо!» Стоило только объявить победителя поединка, как трибуны просто взорвались ликующими криками. Настолько все были в восторге от боя и красивой победы представителей величайшего клана. «Как и ожидалось от такого, как он!» Кричали зрители. «Круто!» «Клан Учхо хорош!» Баруто фыркнул. «Ну да!» «А то, что Наруто вообще-то и сам из некогда величайшего клана, никого не волнует!» «Впрочем, оно и неудивительно!» «Всех прелестей данного клана он действительно не показал!» «Лишь как дженчурики!» «Да и даже при этом, они желают больше увидеть другого представителя!» «Господа получили то, что больше всего хотели!» «Отметил Раса!» «И они сейчас в еще большем предвкушении!» «Вы о чем это?» Поинтересовался Херузин. «Вы не догадываетесь?» «О еще одном грядущем поединке!» Хакаги понял его намек. «Пусть для начала от данного зрелища отойдут, поглядев на два следующих боя!» «Самая сладкая, как говорится, на десерт!» «Это верно!» «Хотелось бы, чтобы все быстрее перешло к последнему бою!» «Отметил один из зрителей!» «Согласен!» «Так хочется увидеть теперь уже Гару!» «Кто его противник?» «Какой-то маленький человек, кажется!» «Скорее всего, выйдет не так шикарно, как при Саске против генина звука!» «Отметил еще один из зрителей, наблюдая, как лишенного почти всей правой половины тела Десу успешат вывезти медики!» «Погодите!» Попросил Десу, когда его водрузили на носилке. «Я хочу... сказать еще кое-что!» Медики выполнили его просьбу, а Саске приготовился слушать. «Саске...» Десу прокашлялся, и из его рта выплеснулась кровь. «Похоже, я достиг... своего предела!» «Но у тебя все... еще впереди!» «Раз уж... ты настолько решителен, то продолжай... продвигаться вперед, несмотря ни на что!» «Заверши этот путь!» «За нас двоих!» «Я лишь могу... пожелать тебе удачи!» Сказав это, генин звуконечком повалился на носилке и замер, не в силах высказать больше ни слова. Медики поспешили удалиться, выводя беднягу при смерти Сарены. Саске поглядел им вслед и, посмотрев на свою руку, вытянул кулак в их сторону. «Даю слово!» «Да сукинуто!» Итачи за все ответит. Услышав такую клятву, Баруто погрустнел, вспоминая разговор с его братом. «Саске! Если бы ты только знал! Если бы была возможность дать тебе все узнать! И вот еще одна моя последняя просьба, Баруто! Не пытайся отговорить Саске от своих планов! Но... Мне очень дорогого стоило толкнуть его на этот путь! И обязательно, чтобы он прошел его, как бы тяжело не было это признавать! Если уж... И суждено то, чтобы он переосмыслил свои действия, то только самому! Хотя он вряд ли сможет это сделать! Гордость клана у него в крови, с этим ничего не поделаешь! Пусть я и люблю своего брата, но он у меня реально бестолковый! Да и, как я уже заметил ранее, судя по тому, что ты до сих пор ничего не знал, у него была причина обо всем промолчать! И твое вмешательство только все испортит! Если уж ты до сих пор такой, каким был, даже после того, как ты совершил то убийство три года назад, это как раз и поспособствовало твоему рождению, но подобное не всегда может сработать! Действуй разумнее! Мне так жаль, Саске! Мне так жаль! Начинаем следующий поединок! Возвестил Гемна с арены! Вот блин, проворчал Шикомару! Мой бой все ближе! Конкурэйшен абурами! Спускайтесь! Этот бой мне сейчас совсем не кстати, нахмурился Ниндзи-кукловод! Не хочется перед всеми показывать главное оружие своей куклы перед исполнением нашего плана! Не говоря уже о том, что мне неизвестны способности и техники этого мальчишки, он переглянулся с Тимари, и так кивнула! Инспектор! Я отказываюсь! Переходите к следующему матчу! Что за черт? Подумал Джоунин! В таком случае, шинабурами побеждают автоматически! Переходим к следующему матчу! Вы это серьезно? Возмутился Шикомару! Тимари же вмиг раскрыла свой веер, взмахнула им, вызвав поток ветра, взгромоздилась на него, как на ковер самолет, и плавно спустилась на арену! Тебе, похоже, не терпится начать, ухмыльнулся инспектор! Кто там второй остался? Спускайся! Шикомару отчетливо помнил, как девушка одолела тень цен на отборочных соревнованиях! И испытывать то же самое ему совсем не хотелось! Так не пойдет! Может, тоже стоит отказаться? Давай пошел! Словно прочитав его мысли, воскликнул Наруто и столкнул его прямо через перила балкона в арену! Тот грохнулся спиной озим! Вот ты, скотина! Недовольно, подумал он! Ну чего вы там? Недовольно крикнули с трибун! Начинайте уже! Быстрее начнете, быстрее закончите! Что с тобой, пацан? Издевательски спросил Этимари. Неужто хочет раздаться? А какой смысл сражения, если его никто не ждет? Спросил в ответ Шикомару, продолжая лежать на спине. Все желают увидеть бойгары, они непонятно кого. Для начала я хочу смыть, на что способна его старшая сестра, чтобы подогреть интерес уже к его способностям, ухмыльнулась девушка. Если ты не хочешь наподать сам, она схватилась за Вир и набросилась на мальчика, то я это сделаю сама. Эй! Спохватился Гимна. Я еще не объявил. Блин, вздохнул Нара. Ее правда не втерпешь. Он достал пару кунаев. И как только Этимари ударила орудием по тому месте, где он лежал, уже стоял на своих, воткнутых в стену. Знаешь, мне как-то плевать на звоняние Чунина, заявил он. Но от мысли проигрыша девушки, пусть и старше меня, я совсем не в восторге. Мда, подумал Баруто, невольно ухмыльнувшись. Знал бы Шакамару, что его ждет в будущем с этой девушкой, хихи, детский сад, штаны на лямках, проворчал Наруто. Похоже, бой выйдет тот еще. А ты как думаешь, Саски? Ну, неохотно ответил Учиха, я еще не видел теневые техники клана Нара. Так что посмотреть будет вполне интересно. Да не такие уж они крутые. Их вполне реально обойти. Даже если так, то у нас с тобой есть, о чем волноваться, заметил Саски, заметно заинтересовав Наруто. Ведь кто бы из нас не победил, ему придется, возможно, сражаться с Шина, если он победит. И даже если поединок выйдет, мы не будем подготовлены к его умениям. Так как они нам неизвестны до сих пор. И верно, согласился Наруто. Пару часов в бою спустя, ладно, сдаюсь. Объявили оба соперника, хотя Тимари была захвачена тенью Шакамару, отчего девушка и удивилась. А то и ты чего сдаешься? Удивленно спросила она. Это ведь ты меня захватил. Я истратил слишком много чакры, пытаясь захватить тебя техникой теневого подражания в течение аж двух часов, неохотно ответил Нара. Более десяти секунд мне тебя не удержать. Конечно, на такой случай я придумал еще около двухсот шагов, но мне все равно не хватит времени. С прочими соперниками мне уже не сладить. Ну а ты сама-то почему вдруг сдалась? Тимари покраснела и отвела бы взгляд, если бы не действие теневого подражания. Ну, я ведь вот так легко была обманута. Да еще и парнем младше меня. Не смогу я дальше сражаться под таким позором. И когда это Тимари стал такой откровенной? Усмехнулся Конкура. Они реально прям созданы друг для друга, подумал Баруто. Они друг друга стоят, словно поддержал его мысли. Самгин Моя объявил победителя. Нет. Нича. Похоже, в третьем раунде обойдемся без голосований, отметил Херузин. Это точно, согласился Раса, и в его голосе было слышно предвкушение. Теперь сейчас начнется последний матч. Херузин Сама, вы ведь не обидитесь на Гару, если он сильно покалечит вашего Генина. Ведь если его затянет, то он может и даже убить. За моего следующего Генина не волнуйтесь. Поверьте мне, Баруто силен. Он не уступит Гаре. Да. Что ж, я уже слышал, что он полон загадок. Будет Люба поглядеть. Гару в это время уже не скрывал свою злобную ухмылку, растягивающуюся от кровавого предвкушения. Плохе дело, подумала Тимари. Давно я не видела Гару таким. Эй, Гара, настороженно обратился к нему Конкура. Ты ведь не забыл про наш? Тимари тут же поспешила зажать ему рот. Не говори ему сейчас ничего. А то убьют еще. Рядом с троицей песка возник их руководитель. Поступил новый приказ. Начало операции перенесено на несколько часов вперед. Что? Удивилась Тимари. Это значит... Да, кивнул Баки. Гару может свободно сражаться, не думая о плане. Но ведь... Собрался возразить Конкура. Если все узнают главный секрет Гары... Джоунин прикрыл глаза. Этого... Теперь не избежать. Не знаю, почему, но Казик Агисомы хочет посмотреть на полный бой Гары против Баруто. При том, что последний его особенно интересует. Что? Баруто? Да. Гара, ступай. Иду. Коротко ответил Генин песка и моментально перенес себя на арену. Спускайся, Баруто. Я бы с удовольствием отказался бы от этого боя, подумал Баруто. Не умнее его перевоспитывать следует. Но умирать от его рук тоже, мягко говоря, нежелательно. Но я ведь дал слово руку. Баруто. Прошу тебя. Обязательно выиграй. Вместо меня. Пообещай мне. Я... Я обещаю. К тому же я и раньше обещал ему сам свой потенциал. И этот момент настал. Все очень много ждут от меня в этом поединке. И я не могу их подвезти. Так что я буду сражаться, Баруто, обратился к нему Наруто. В его глаза играло волнение. Я... Не хочу, чтобы ты проигрывал. Но прошу, не будь к нему слишком жесток. Он пусть и ненормальный, но все же... Баруто с тенью на глазах повернулся к нему и положил руки на плечи. И младший Узумаки с удивлением увидел, как на лице старшего образуется добрая улыбка, словно готовятся последние слова любящего отца для любимого сына. Наруто. Ты джинчурики. И ты мой брат. Буду ли я жесток к тому, кто так сильно похож на тебя? Оставшиеся участники с удивлением смотрели на эту картину. Баруто отпустил плечи брата и двинулся к проходу на арену. Медари. Шиба. Вы знаете, что делать? Да, ответил один из Чунина в травы и обратился ко второму. Пошли. Баруто медленно продвигался по туннелю, ведущую в арену. Стой. Перед ним встали двое шины без протектора Микуса Гакури. Вам чего? Терпеливо спросил Баруто. Если ты не знал, начал Чунин по имени Шиба, эти дурацкие турниры отлично подходят для ставок. Многие феодалы здесь лишь по этой причине. Да. Издевательский протянул Узумуки. Видишь ли, продолжил Медари, наш Дамил поставил круглую сумму на то, что выиграет Гара. Так что, будет славно, если ты продуешь. Баруто хмыкнул. Ну да. Конечно. Он забыл об этих двоих и двинулся дальше. А ну. Стой. Шиба схватил его за плечо, полностью забывая о понятии личного пространства. Догадываешься, что будет с Коныхой, если ты посмеешь выиграть. А вы так сильно уверены, что я выиграю? Насмешливо спросил Баруто. Не шути нам тут, предостерег Медари. Мы любим перестраховываться. И с тобой не сделаем исключения. Да и бой какого-то неизвестного пацана никому не будет интересен. Так что, чтобы сразу же объявил о том, что сдаешься, как только выйдешь на арену. Нетерпеливо прошипел Шиба. И чтобы без глупостей. Народ, я сейчас не в настроении церемониться, ответил Баруто, сохраняя необычное для него самого спокойствие. Я никому об этом не говорил, но того Джоунина облаков из рассказа Мэджи на самом деле убил я. А во время испытаний в лесу смерти убил уже и вашего Джоунина. Чунины встали в ступор. «Ты что?» Уже озлобленно прошипел Шиба и замахнулся кулаком. Шутить тут вздумал, червяк. Баруто перехватил его кулак, покинул в воздух два куна и мгновенно возник возле груди Шибы. Неуловимое глазу движение, и два пальца ударили точно в тенкицу Чунина. Не прошло и секунды после этого, как генин возник уже рядом со вторым Чунином, и его тенкицу настиг Таджи удар. Оба Чунина травы упали замертво. Мальчик посмотрел на свою руку. «Во что я превращаюсь?» «Я уже полностью перестаю узнавать себя». Он двинулся дальше и через минуту оказался на арене. «Кто вообще этот мальчишка?» Спрашивали на трибунах. «О нем что-нибудь известно?» «Говорят, он вообще чужак, три года назад загадочно появившийся в деревне Листа. А еще говорят, что он тут же начал возиться с этим дженчурики из Листа. Да, они стали так близки, что он даже сам стал называть себя его фамилией и представляться его старшим братом. Да нужен ли он здесь вообще?» «Да пускай просто позволит Гарри хорошенько развлечь нас. На него самого и каплю внимания не стоит обращать. Я бы так не думал. Слышал, что этот мальчишка полон загадок. Что он предпримет против одного из сильнейших генинов этого года?» На арену Барута вышел, шатаясь, словно старик. Проделав еще несколько шагов, его ноги подкосились, и, ко всеобщему изумлению, он упал на колени, подперся руками и целый град тяжелых слез хлынул из его глаз. Мальчик и не пытался их сдержать. Трибуны удивленно замолчали, наблюдая за мальцом, внезапно зарыдавшим, едва вышел на арену. В нескольких шагах от соперника. Выглядело так, словно уже преклонялся перед ним. «Чего это он?» Испугался что ли. «Неужто уже сдаться готов?» Да от него ничего и не ожидали иного. «Пускай уж выплачется тут, а потом объявят, что сдаются. Нужно нам терпеть его несколько секунд, которые продлится этот бой». Даймё страны травы уже начал натягивать довольную улыбку. «Великолепно!» Шиба и Медарь идеально выполнили свою задачу. «То же самое велю проделать и с Наруто, когда придет его очередь сражаться с Саски Учхо. Шина быстро продует Гарри, но его лучше тоже предостеречь. А потом...» «Не мог же он вдруг взять и испугаться?» Спросил Наруто. «Нет», — ответил Саски. «Для того, кто испугался прямо сейчас, он до того стоял слишком спокойно. Тут определенно иная причина». «Баруто», — напряженно подумал Наруто. «Неужели ты настолько переживаешь? Почему вы жили вот так?» Думал на самом деле Баруто, сквозь рыдание. «Почему вас должна была настигнуть именно такая судьба?» «Наруто, дедуля Хизаши, Ниджи, Гара, Арчимару, что с вами делали?» «И-ей», — Баруто, осторожно обратился к мальчику Гинма. «Если ты настолько испугался и готов сдаться, то...» Договорить ему не давал Баруто, протянув руку в его сторону, словно сигнал «Стоп». После этого он поднялся на ноги и вытер глаза рукавом Хари. «Простите. Нужно было сейчас выплакаться, чтобы не начать делать это посреди боя». «Гара. Знай вот что». Он достал из-за пазухи кимону свиток и раскрыл хранимую в нем технику запечатывания. Хлопнув ней, на его поясе появился меч. «Погоди, Баруто», — предостерег его Гимна. «Я еще не давал сигнал». Баруто снова не дал ему договорить, вытянув к нему ладонь. Джонин заинтересован и замолчал. Мальчик жвынул меч из ножен и вытянул вперед руку с ним, показывая Гаре всю его длину. Гинен Песка молчал, заинтересованно наблюдая за действиями соперника. Зрители на трибунах тоже молчали и наблюдали. Как и Наруто, выступая против Мэджи. Произнес Узумаки, поднял собранные в хвост волосы над головой и одним махом срезал всю прядь вместе с лентой. «Я вышел сюда полностью готова к смерти». Одним взмахом руки он откинул прядь в сторону, и волосы распластались по земле арены. И он туда же вздохнул, и Сакура равнодушно напоказ, хотя внутри была удивлена до чертиков. «Вот это он вытворяет!» Поразилась Ина. А это уже подумала. Ей-богу, что один брат, что второй оба непредсказуемо усмехнулся про себя Гинма. Последний матч первого раунда. Борота Узумаки Гара. «О! Ниджи!» Обрадованно воскликнул Гай, увидев своего второго ученика. «Уже в норме?» «А, да», — сдержанно ответил Хуга. «Очень захотелось посмотреть на бой Борота». Он с сожалением посмотрел на Рока, который продолжал стоять, удерживаясь за костыли. Ли позвала того сидевшей рядом Сакура. «Садись к нам и не стой». «Верно», — поддержала Ина. «Пожали свою руку и ногу». «Нет, спасибо», — отрезал Ли. «Я лучше». Девушки не дали ему договорить, а просто схватили его за бока и усадили между собой. Ина отняла костыль и подкинула Гаю, чтобы тот поймал. Теперь у упрямого мальчика не было возможности даже встать. «Начинайте бой!» Скомандовал экзаменаторы, на всякий случай исчез с арены. Затычка в тыкве Гара тут же вылетела и полетела к Борота. Тот разрубил пробку пополам и убрал меч обратно в ножны. И произошло это в мгновение ока. Зрители уже вздохнули от надвигающегося восторга. Гара не сделал ни единого движения, когда из его сосуда вылетел песок и направился к сопернику. Тот быстро увернулся, и песок ударил озим. Стихия магнетизма, анализировал Борота. Это улучшенный геном, которым владеет однохвост и внутри него. Данной способностью он может управлять песком. У него та же сила, что и у шинки, которого сам же и воспитает. Внезапно Гара схватился за голову и застонал. Борота внимательно присмотрелся, выжидая его следующие действия. «Прошу не злись, мамочка!» — выговорил вдруг соперник. «Эта кровь будет вкусной и для тебя!» Вот и разговоры пошли, вздохнул конкур. «Это плохо!» «Никогда не видела Гару в таком состоянии перед боем», — заметила Тимари. «Неужто противник настолько опасен?» «Мамочка!» — подумал Борота. «Начал разговаривать сам с собой?» «Однохвостый!» «Уже совсем свел беднягу с ума!» «Черт!» «Наруто и Акурама!» «Гара и Шукаку!» «Что с вами делали?» Мальчик стиснул зубы. Песок Гары вдруг взлетел и снова двинулся в сторону соперника. Борота подпрыгнул в воздух и метнул пару сюрикенов в соперника, но песок твой мигом вернулся обратно и прикрыл его от орудий. После чего принял форму самого Гары. Песчаный щит стал песчаным клоном. Говорят, что его защита абсолютна. Сейчас проверим!» Подумал Борота, бросаясь в сторону клона, избежав его частичного превращения в песок, которым тот пытался ударить по нему. Внезапно из его тела вылетели те самые сюрикены, которые тот недавно поймал, и полетели в сторону Борота, который сразу отбил их мечом. Оказавшись рядом с клоном, он нанес удар ногой, отбивая его в встречную атаку, и воткнул кулак ему прямо в горло. Мальчик быстро осознал свою ошибку, когда почувствовал, как песок начал сжимать его руку. «Хочет сделать со мной то, что сделал Сли?» «Ну ж... Нет...» Удар свободной рукой, и песчаный клон рассыпался, а захваченная рука освободилась. Не останавливая атаку, Борота бросился вперед в сторону Гары, но перед тем поднялась песчаная стена, собираясь отразить его удар. Однако, едва приблизившись к стене, Борота буквально схватился за ее край и перекинул себя через нее, нанося нежданный удар ногой по виску противника, от которого тот распластался по земле, подхваченный своим песком. Зрители, увидев такую сцену, от восторга забыли, как дышать. На доже, что он вытворяет. И это он только что пускал слезы перед противником. «Впечатляет», — отметил Саски. Использовал оружие и защиту противника против Негожа самого. «Но что-то тут не так», — заметил Наруто. «Что именно?» «Я нередко наблюдал за тренировками брата. Его скорость впечатляет. И ее он тоже постоянно развивал. Однако сейчас она у него такая же, что три года назад. Хочешь сказать, что...» Борота словно сдерживает свою истинную скорость. Он мог бы двигаться быстрее, чтобы Гаро не успел защититься, но почему-то этого не делает. «Хм...» «Уж не восприняли он твою просьбу не быть к нему жестоким слишком серьезно?» Гаро присел, собираясь подняться на ноги, и присмотрелся к противнику. «Эти глаза?» «Что это в них?» Думал он, вглядываясь в глаза блондина. «Твоя защита действительно впечатляет», — отметил тот и встал в любимую боевую стойку. «Ли... нападай!» «Что это в его глазах?» Размышлял Гаро. «В них нет ни страха, ни ненависти. Это даже не походит на обычное безразличие. Ну что же это? Чтоб тебя...» Его песок всколыхнулся и снова бросился на Борота огромной волной. Мальчик подпрыгнул в воздух, уворачиваясь от него, достал меч и, зажав рукоять в зубах, сложил печать. Теневое клонирование. Рядом с ним возникли два клона с мечами в зубах. Те отпрыгнули от оригинала, взяв мечи в руки, и набросились на Гару с двух сторон, когда сам оригинал атаковал спереди. Танец полумесяца. Поразился Кукаши, узнав данный прием. «Это техника!» — подумал Баки. Танец полумесяца. Скомандовал Хайте, до того создав двух клонов, и наряду с ними атаковал Джоунина песка с трех сторон. Я думал, что уничтожил владельца данного умения. Атака Джоунина явно застала его врасплох, но он успел метнуть куна и развить имя клонов, но удар оригинала все-таки настиг его. Удар прошел точно в плечо Баки, едва не перерубая его с рукой. «Не могу вытащить меч!» — заметил Хайте, когда оружие застряло во вражеской жилетке. «Неплохо», — оценил Баки. «Ты овладел данной техникой в таком юном возрасте. Однако, материальный меч легко остановить. Так что я применю ветряный меч, который ничто не остановит». В пальцах Джоунина песка закрутился диск ветра, и он ударил им точно в грудь воина Канохи. Тот покатился по крыше здания и упал посреди улицы. Хайте сама!» — донеслось до него через минуту после этого. Баки чертыхнулся. «Этот мальчишка! Он мне ничего, конечно, не сделает. Но лучше скрыть свою чакру и смыться отсюда. Двойное убийство за одну ночь может вызвать много шума, а он, оказывается, оставил после себя такое наследие. В лице этого мальчика, которого я решил тогда пощадить, он применил технику Хайте Самы, заметил один из Анбу. «Теперь я точно вижу», — подумала Яга. «Этот мальчик невиновен». Атака почти настигла гору, но от нее его прикрыл песок. После этого он захватил все три меча и по ним направился к владельцам. Клоны тут же были развеяны, а оригинальный бород и сложил печать и пропитал меч техникой молнии, благодаря чему вытащил орудие из захвата песка и отпрыгнул на безопасное расстояние. Тут же убрав меч и ножны, сложил пять ручных печати и ударил по земле. Техника призыва. На месте касаний раздался хлопок, и на мгновение возникла нечта, похожая на гигантский змейный хвост, которая тут же ударила по гайре и сразу же исчезла, так же моментально, как возникла и ударила. Техника призыва всего на секунду. Удивился Наруто. Но он даже не воспользовался кровью для этой техники. Такое есть, сказал Саски, еще больше удивляя товарища. Секундный призыв. Он не требует крови большого объема чакры, как при полном призыве. Но призывает лишь часть тела призываемого существа, которое тут же бьет по противнику призвавшего ниндзя и сразу исчезает. Отличный способ застать противника врасплох и не дать ему понять, что вообще происходит. Вот это да. Так значит и не обязательно призывать все животное, чтобы атаковать противника. Да, но тут есть нюанс. Э. Несмотря на то, что эта техника не требует ни крови, ни большого объема чакры, она очень сложная. В первую очередь потому, что вызываемая часть тела должна быть обращена точно на того, кого нужно атаковать, чтобы удар не был нанесен куда-то в другую сторону по ошибке. А это очень сложно контролировать. Пыль развеялась, и все увидели, что соперника Борута на месте удара не было. Неужели он промахнулся? Ужаснулся Наруто. Но это оказалось не так. К той точке, где стоял Гару сейчас, ввел заметный след. Словно по земле скользили. Он заставил его отступить своими ногами. Удивилась и Мари. Он реально застал Гару врасплох, подтвердил конкур. Он первый в мире человек, которому удалось сделать это. Даже этот жирнобровый в зеленом триконе смог заставить его сделать хотя бы шаг в сторону. Тыква Гара вдруг рассыпалась на песок и большей волной налетел на Борута. Тот почти успел уклониться, но его правая рука оказалась захвачена. Попался. Глумливо подумал Гара и вытянул вперед руку, собираясь сжать кулак, дабы сдавить песком захваченную конечность. Как только он сделал это, песок сжался и рассыпался, потому что захваченной руки, как и самого соперника на том месте уже не было. Генин песка округлел глаза и завертел ими, спеша захватить его в поле зрения. Тот оказался в воздухе, где приготовил несколько кунаев и обрушил целый град на Гару. Орудия были моментально отбиты песком. Теневое клонирование. Приказал Борута, вызывая одного клона, и подхватил того под ступни. Пошел. Применив кулак шторма, он запустил клона точно в Гару, который без проблем схватил его и развеял, сдавив песком, но как только он сделал это, между ним и тем местом, где мгновение назад был клон, возник оригинал с вращающейся в руке сферой из чакры. Что за? Едва успел подумать Гара, как песок едва успел укрыть его от удара сферой. Однако защита не продержалась долго от такого натиска и быстро развеялась, подставляя темя генина под удар этой сферой в упор. Гара с трещинами в лице отлетел в сторону. Песок успел поймать его, не давая удариться об землю. Что это было? Поразилась Сакура. С какой скоростью он двигается, что возник прямо у него под носом? Это не скорость, поправил Какаши. Это была телепортация. Телепортация. Удивленно переспросил у Харуна. Теперь Игай удивился, Какаши. Неужели, ты хочешь сказать, что Баруто только что воспользовался техникой летящего бога грома? Похоже на то, ответил Хатаки, хотя и сам был удивлен не меньше. Но как? Изумился Игай. Не стану спрашивать, как и когда он успел обучиться этой технике, но... Я не видел, чтобы в том месте, где он появился, было какое-либо оружие, чтобы оно было помечено формулой данной техники, как-то было со вторым и четвертым Хакаги. А еще... Росинган. Применил техники летящего бога грома и Росингана, подумал Херузин и посмотрел на Казикаги. Рососамы. Не зря вы отказались воевать против четвертого Хакаги. Потому что Баруто действует даже более умело, чем Минато. Баруто метнул еще несколько кунаев в Гару, и те пролетели мимо него, пролетев со всех сторон. Даже песку не нужно было укрывать его. Но как только они оказались далеко позади, сбоку тут же возник Баруто, уже готовый нанести удар мечом, от которого Гаре пришлось укрываться рукой, облаченный в песчаный доспех. Да как он смог появиться рядом с ним? Изумился Гай. Ведь все кунаи в это время уже были дальше от этого места. Какаши сам заинтересовался деталями данного трюка и понял край протектора, открывая шарингом. Внимательно присмотревшись к полю боя, он что-то заметил. «Этого не может быть», — сдержанно произнес он. «Как он смог довести эту технику до такого совершенства?» «Такого совершенства?» — переспросил оказавшаяся рядом Куриной. «Какого именно?» «Что Баруто делает?» Шаринганом это не просто разглядеть, но он действует не просто с помощью формулы, накладывая ее на оружие. Когда он его метит, то словно по его желанию, формула может сняться с орудия и ей останется помечено само пространство. «Помечает само пространство?» — удивились Джоунины. «Да», — ответил Какаши, все еще едва сдерживаясь. «Однако, судя по всему, он еще не довел эту технику до полнейшего совершенства. Пометка пространства у него одноразовая. Ясно, дошло до Сакуры, пусть и все еще далекой от темы. Так вот, как во время отборочных боев он дважды отошел от техник Заку. Ведь когда тот наносил первый удар воздушным резаком, Баруто вытянул ладони в сторону, а потом исчез с пути техники. А во второй раз, когда Заку захватил его, собираясь ударить резаком в упор, Баруто протянул руку возле его уха и возник точно у него за спиной. «Вот это парень!» — поразился Гай. «Да сам четвертый Хакаги с ним рядом не стоит. Кто же он такой?» Мечом его доспех пробить непросто. Но на него явно уходит слишком много чакры. Должно быть хоть одно уязвимое место. Баруто отвел удар от Гары и отпрыгнул назад. Теневое клонирование. Он призвал на этот раз трех клонов, и те отпрыгнули в разные стороны, окружая Гару со всех сторон. «Это что, атака Мандзи?» Понял как Аши, узнав построение. «Я никогда не слышал о таком приеме», — заметил Асума, появившаяся неизвестно откуда. «Это импровизированное название», — признался Кукаши. «Мы ведь уже знаем, что такое построение Мандзи. Баруто же сейчас использует положение данного построения, чтобы атаковать оттуда я и придумал это название. Атака с четырех сторон?» Понял Акуриный. «Он очень старается найти брешь в защите Гары». «Не понимаю», — сказал Наруто. «Почему Баруто использует лишь Тадзюцу и Кидзюцу? Почему так редко использует Ниндзюцу? Он ведь владеет аж». Наруто прервал его Саски, словно предостерегая. «Скорее всего, он использует более мягкий подход к противнику. Знаешь ли ты, что чем быстрее ты покажешь противнику все свои умни, тем проще ему будет под тебя адаптироваться?» «И правда», — почесался младший Узумуки. «Как ты не подумал?» «Уж не знаю, насколько может быть опасен Шина». Саски краем глаза посмотрел на Абурами. «Но Гары слишком опасный противник для Баруто. Долго еще он сможет укрывать свои прочие техники. Или он реально так сильно жалеет Гару, потому что тот женщин в реке?» Словно по приказу, и Баруто, и его клон рванули вперед, целясь в одну точку. Усиленная версия танца полумесяца, нахмурил собаки. «Чертов экзаменатор! Оставил же ты после себя неслыханное наследие. Надо было действительно убить этого мальчика в ту ночь». Гара оказался зажат с четырех сторон, когда противник со своими клонами приблизились к нему, но песок все так же давал о себе зать, укрывая его ото всех атак. «Теперь ясно. Ему даже глядеть в стороны не надо, чтобы его защита сработала. Если Нэджи смотрит своим бьякуганом на 360 градусов, то песок словно обладает своим разумом и чутьем. Он чует опасность для жизни Гара и защищает его сам по себе. Мда! Шукаку! Проблемное же животное! Похоже, что меч тут абсолютно бесполезен». Баруто отступил и запечатал меч обратно в свиток. Убрал меч, смекнул Гара. Похоже, он готовится применить что-то новое. Но его глаза... Как же они меня раздражают! Что в них сейчас нависло? Что же это? Гара приказал своему песку окружить соперника со всех сторон, чтобы тому некуда было отступать и попробовал таким образом захватить его. Но едва песок почти обхватил свою цель, из него вдруг полилась видная глазу чакра. Восемь триггерам. Вращение небес. Песок моментально закружился, словно подхваченный торнадо, и отлетел во все стороны, даже не прикоснувшись к цели. Сделав последний разворот на 360 градусов, Баруто пристально посмотрел на соперника. «Это ведь тот момент!» Спохватился Наруто, вспомнив, когда Баруто спас Рока от последней атаки Гары. Так Баруто тогда... Он этой техникой спас Рока. Изумился Нэджи. Когда он овладел одной из техник нашего клана... Баруто же обратил внимание на взгляд Гары. «Его взгляд... Мне он знаком... Удивление чужому взгляду... Понятно... Он как Наруто... За всю свою жизнь не видел в чужих глазах ничего, кроме страха и ненависти Гара», — произнес Баруто вслух. «Что же с тобой делали, пока ты был ребенком?» Гара встал в еще больший ступор, когда не услышал в его голосе ни страха, ни ненависти. «Ты ведь страдал, Гара?» Продолжал спрашивать Баруто с незнакомыми Генену Песка эмоциями в голосе. «Страдал все это время?» «Ты никогда не видел... Настоящего сожаления?» «Сожаления?» Не на шутку удивился Гара. У него в глазах и голосе... «Сожаления?» «У него?» «Серьезно?» Вздохнул блондин уже с повышенным тоном. До такому отцу... Прямую дорогу на веселицу. Услышав последние слова Баруто об отце, Гара моментально пришел в ярость. «Тебе не следовало... Говорить так про моего отца. Особенно, когда сам безродный... Его песок снова поднялся в воздух и собрался схватить блондина за ноги, чтобы потом обхватить все тело, но тот подпрыгнул в воздух. «Радство здесь...» Сдержанно произнес он. «Не играет никакой роли...» К удивлению для всех он приземлился на образовавшуюся под ним песчаную вершину. Ни секунды, ни медли, он приподнял поло своего кимоно, открывая всеобщему взору прикрепленный к ногам утяжелителя. Быстро расстегнул их. Едва он разжал руки, как в один момент над ареной поднялся столб песка и пыли, и поднявшийся выше арены и трибун. «Сверху утяжелители!» Воскликнула Ина. «Баруто!» С неуловимой глазу скоростью, Баруто оказался на земле, еще не спеша атаковать. «Гара!» Обратился он к сопернику. «По словам Наруто и Шакамару, ты говорил им, что живешь ради того, чтобы убивать? Хотя сам при этом не получал ни единой царапины. В таком случае прости, но мне придется хоть один раз ранить тебя». Он согнул руки в прямой угол, сжав кулаки, и на них вдруг стала отчетливо видна чакра, принявшая форму головки тайских львов-стражей. «А это еще что за техника?» Поразился Наруто. «Этого просто не может быть!» Удивленно подумал Мэджи. «Это же тоже техника нашего клана!» Кулак и львов-близнецов. Возвращаясь к вопросу о родстве, произнес Баруто. Наруто прямой потомок великого клана Узумаки, что некогда стоял наравне с кланом Синджу и кланом Учхо. «Что?» «Серьезно?» «Наруто?» «Клан Узумаки?» «Наравне с Синджу и Учхо?» «Это правда, Наруто?» Спросил про себя Саски, едва не спрашивая своего товарища, который явно не мог дать прямого ответа. Аниджи прямой потомок великого клана Хуга, что ныне считается сильнейшим кланом в Канухе. Породолжил Баруто. В моих же жилых течет кровь обоих этих кланов. Стоило ему это прокричать, как на спине его Хаари стало отчетливо видно украшавшие его символы. Это более уже известный символ клана Хуга и изображение красного круга со спиралью, что украшает куртку Наруто, старую куртку его брата и жилета Чунина в Канухе символ клана Узумаки. Ханаби осторожно обратилась к отцу. «Это правда?» «Отец?» Хиоши напряженно молчал. Уже первый секрет выдал в порыве несдержанных эмоций. Как бы еще дальше не зашел, Баруто смолчал. Об убийстве Джоуни на облака, из рассказа Нэджи всем знать было ни к чему. Самому Нэджи особен. Не говоря уже о том, что он является внуком главы клана Хьюга и четвертого Хакаги, пришедшим из будущего. Начав двигаться с ослепительной скоростью, с которой не сравнилась бы и скорость ли без утяжелителей, он стал наносить по Гарри удар за ударом. Как бы песок того ни старался защитить своего владельца, его скорости реакции не хватило на то, чтобы приобрести необходимую твердость для защиты. Уже несколько раз Гарри неплохо прилетала столь мощная техника и Баруто, от некоторых ударов которой спасался только лишь потому, что успевал вовремя приседать или нагибаться в сторону, что удавалось не всегда. Как же он великолепен! Поразительно думал Рок. Его скорость. Его сила. Неожиданное владение техниками клана Хьюга. Не зря я ставил Баруто в одну строчку своего списка потенциальных соперников. Вот это да! Воскликнула Инна с ослепительным блеском в глазах, какого у нее никогда не видела даже Сакура. И она бы сразу это отметила, если бы ее собственный взгляд не был прикован к тому зрелищу, что сейчас творил старший генен команде номер семь. Еще несколько неуловимых ударов, и песчаные доспехи уже полностью потрескались и начали рассыпаться. Не желая вот так расставаться со своей защитой, Гара придумал хитрый план. Не став уклоняться от нового удара, его песчаный доспех моментально схватил противника за руку, в которой продолжала оставаться данная техника, и моментально захватила ее почти полностью, добираясь до плеча, но Баруто это не остановило. Необычное, но знакомое ощущение в правой руке, и она ловко вырвалась из песчаного захвата. Техника любовь-близнецов даже не развеялась, она словно поглотилась. Рукав Хари и Кимоно порвались, и всем стало видно необычные узоры, украсившие всю руку мальчика и нашедшие свое продолжение на его лице, это и есть карма. Удивился Наруто. Саски дернулся, ощутив чувство резкого укола в области шеи, и с мучительным стоном схватился за нее. Эй, Саски! Забеспокоился Узумуки. Что с тобой? Не знаю. Выговорил Учхо. Печать? Она словно пробуждается сквозь запечатывание злака Каши-сенсия. Повторно удивился Наруто. Что это Баруто? Взволнованно спросила Ина. Прямо как у Саски. Тогда Саски медленно поднялся на ноги. Из него исходила очень странная чакра, а по левой половине тела побежали странные черные узоры. Сакура не своим голосом произнес Учхо. Из которого так и спускалась никому неизвестная чакра. Кто это сделал с тобой? Не волнуйся, Сакура. Я чувствую себя прекрасно. Сейчас во мне столько сил. Поразительно. Вот, что я получил от него. Теперь мне все понятно. Для этого я и живу. Я мститель. Я должен стать сильнее. Даже если для этого придется стать монстром. Да и у Баруто в тот момент тоже было такое, да как же вы. Потерял терпение Баруто, поднимаясь на ноги. Задрали уже. Ко всеобщему изумлению на его правых руке и половине лица появилось, блеснув синим цветом, как Эта отметила. Вы уже против большинства, но продолжайте упорно стоять на своем. Настолько не терпится прикончить Саске. Да что он вам вообще сделал? Эй! Растерялся Рок, которого и на Сакурой усадили между собой. Разве у Баруто было такое раньше? Не поверишь, Рок, сказала Сакура с ужасом на лице. Ну да, было. Великолепно. Это действительно выглядит, как настоящая карма. Теперь все могут видеть этого очью, что это у него такое. Снова начал впадать в панику Гара. Сгинь. Песок снова поднялся во воздух и, выстроившись в форме копья, налетел на Баруто. Тот лишь с разворота ударил ногой, и копье рассыпалось, обычным песком распластавшись по земле. Не останавливаясь на этом, он сложил несколько ручных печатей. Стихии воды Великий водопад. Из-под вытянутых рук, материализовавшись словно из воздуха, выбился обильный поток воды, мощь которого могла сравниться с самым большим водопадом в мире, и устремился прямо на Гару. Вокруг того моментально образовался настоящий купол из песка, приобретший такую твердость, что воде оказалось его непросто размыть. Но Баруто и на этом не стал останавливаться и сложил еще несколько печатей. После чего над его головой образовалась шаровая молния. Стихии молнии разящий молот бога грома. Ого! А это ведь та самая техника, с которой он почти привел в беспомощное состояние того Джоуни на скрытой травы. Да. Будет интересно посмотреть, как она подействует на джинчу реки. Сочетание воды и молнии. Песок тут даже не почувствуется. Баруто резко опустил руки, словно уронив гигантский молот, держа его за невидимую рукоять, и спалинский шар ударил прямо по бушующей воде. Но несмотря на такой удар, песчаный купол Гары даже не треснул. Песок смог выдержать даже такой удар. Баруто на всякий случай приблизился к ней и атаковал крепкими ударами Тадзюцу, но песок словно стал камнем, и вода его не размыла. Узумаки оставил попытку разрушить его. Похоже, тут нужен более точный удар смекнул он и вытянул вперед руку с распространенной по ней кармой. Поглотить. И ко всеобщему, в том числе и его, удивлению, вода действительно стала поглощаться вместе пропитавшей ее молнией точно в руку владельца. Поглощает даже собственную технику. Не поверил своим глазам Наруто. Едва вода с молнией полностью поглотились, Баруто сделал несколько прыжков назад, встал на стену арены, прикрепившись к чакрой и сложил несколько печатей. Эти печати. Удивился Саски, прекрасно узнав их. Он тоже может? Чидари. Воскликнул Баруто на последней печати, выпустив куна из зубов, и на его правой ладони заиграла уже всем знакомая техника молнии, издающая звук щебетания множества птиц. Когда он смог изучить технику Чидари за этот месяц? Давался диву Кукаши. Он не мог просто выучить ее, даже если наблюдал со стороны за нашими тренировками с Саски. Приблизившись к куполу противника, Баруто выставил вперед руку Щидари и разом пробил стену купола насквозь. Едва его рука оказалась внутри купола, там раздались сначала глухой звук удара и бьющейся молнией, а потом оглушительный крик боли. Крауфь. Раздалась из купола, и тот рассыпался в песок, моментально отбив Баруто подальше. На плече горы красовалась изящная открытая рана. Плечо генина песка было едва не пробито насквозь. «Не верю!» Воскликнул Канкура. «Это же абсолютная защита Гары!» «Не может быть!» Добавил Атимари. Он смог нанести Гаре настолько пугающую рану. Гара тяжело задышал, ощущая неожиданную боль. Взгляд Баруто стал острее, как никогда. Гара, холодно обратился он к нему. «Я понимаю, насколько сильна боль в душе. Но теперь ты понимаешь, как больно тем людям, которых ты так легко ранишь!» Гара зашипел-зарычал. «Чтоб тебя!» Вокруг него заиграла видная глазу красная чакра. Он входит в форму. Запаниковал Канкура. «Что нам делать?» Баки, что в это время находился рядом, шикнул. «Ничего не поделаешь. Раз уж поступил приказ о переносе выполнения плана, придется допустить то, что будет». Правая рука Гары удлинилась и перестала напоминать человеческую, покрывшись кожей песчанокоричневого цвета с какими-то темно-синими маркировками. Сам он сгорбился, и спина быстро покрылась той же кожей, что и рука. За спиной появился длинный широкий хвост. Левая половина лица слегка вытянулась и стала напоминать часть морды енота. Пасть хищно скалилась, открыв всеобщему взору острые зубы. Зрители испуганно заюлили, придя в ужас от увиденной картины. Борута же брезгливо фыркнул. «Значит, такова твоя внешность, когда ты объединяешься с однохвостым. Ну и уродливый же ты!» Гара однохвостый заревел, широко раскрыв пасть, и перед ней вдруг начала формироваться темно-синяя сфера, самим своим видом пугающая не на шутку. Даже Борута, хотя знакома она была ему очень хорошо. Беджу дома. «Не надо, Гара!» В панике закричал Баки. «Не используй эту технику!» «Рососама!» Воскликнул Херузин. «Ваш сын!» Он осекся, увидев завороженный взгляд Казикаги. Тому просто не терпелось увидеть последствия. Шар погрузился в рот Гары. «Сдохни!» И из пасти с ослепительной скоростью вылетел прямой луч, направляясь прямо к Борута. С настолько ослепительной скоростью и, самое главное, силой, что Борута не успел бы уклониться. Если применю телепортацию, половине арены придет конец. Успел смекнуть он, вытягивая руку прежде, чем техника настигла его. «Борута!» Сорвал голос Нарута, когда техника видоизменшегося Гары настигла его брата, но тут же осекся, когда увидел «Что за?» Остолбенел Баки. Саски снова почувствовал укол в шее. Луч лишь едва касался вытянутой ладони Борута и стремительно поглощалась. По руке блондина снова разошлись те самые узоры кармы, вызывая мучительные ощущения у мальчика, но он продолжал держаться, стараясь не упустить ни одного края вражеской техники, дабы трибуны, находившиеся точно за ним, не пострадали. Наконец, натиск атаки прекратился, и к глазам изумленного Гары предстал абсолютно живой и невредимый противник. «Ну как?» Остолбенел он. Какой бы сильной техникой ни была, спокойно произнес Борута, хотя внутри едва сдерживал дрожь от осознания, насколько близок был к самой ужасной смерти. «Она есть техника из чакры, которую можно легко поглотить!» Гара закричал и набросился на Борута, нанося удар уже даже не рукой, а настоящей лапой. Борута встретил лапу ногой и легко отбил ее от себя. Не останавливаясь на этом, он кинулся вперед и одним богатырским ударом в брюхо, отбросил противника к другому краю арены. «Что у него за сила?» «Да как он может противостоять такому чудовищу?» «Он сам-то человек?» Гара впав в еще большую звериную дикость, не стал останавливать свои попытки нанести удар по противнику. Он атаковал то лапой, то хвостом. И каждый раз Борута то отбивал их, то уворачивался. Совершив еще один прыжок в сторону, мальчик вдруг ощутил резкую боль в правом глазу и едва не потерял концентрацию. «Это еще что?» Спросил он, схватившись за глаз, едва успев избежать очередной атаки дженчурики. Почувствовав что-то неладное, тот прекратил попытки атаковать и заинтересованно присмотрелся к противнику. «Что это с ним?» «Неужто в глаз что-то попало?» Боль в глазу Борута прошла так же неожиданно, как и возникла, и он убрал от него руку. Всем стало отчетливо видно неожиданное изменение в нем. «Это еще что такое?» Поразился Хиаши, приглядевшись к глазу мальчика. «Это... Бьякуган?» «Нет, на него совсем не похоже. Да и склеры абсолютно черные. Наруто, Хинута, что за силу вы породите, смешав свою кровь в этом мальчике?» «Это тот глаз, о котором говорил тот Асуцуки в моем сне?» Размыслил Борута. «Это Джаган?» Гарри резко вздохнул, увидев такой глаз у противника. «Это еще что за даудюцу?» «Это даже на Бьякуган не похоже. Почему он меня так устрашает?» «Сгинь!» Взревел он, снова раскрывая пасть. Песчаные пули. И из пасти вылетело множество шариков из песка, устремившихся прямо в мальчика. Однако, с его точки зрения, вижу, я вижу их все. Стихи ветра. Кулак штрома. В его ладонях закружился ветер, и он ловко начал отбивать все летящие в него пули Гары. «Я ведь не могу даже разглядеть полет этих пуль!» Воскликнул Наруто. Саски активировал шаринган. «И только шаринганом можно это сделать», — заметил он. «Что же это за даудюцу и Борута?» Едва техника Гары прекратила свое действие, Борута присмотрелся к нему. «Вижу. Точки его чакры. Сейчас сила хвостатого высвобождена. Значит, если я теперь заблокирую его тенкицу, то смогу привести Гару в норму и лишить его сил». Пробежав небольшое расстояние, он остановился на определенной дистанции и встал в знакомую Наруто по его бою с Ниджи-стойку. Восемь триггерам. Сто двадцать восемь ударов небес. Он может использовать опродвинутую версию шестидесяти четырех ударов небес. Поразился Ниджи. Насколько же он гениален, раз может все это, неся в себе лишь частичку крови Хьюга. Борута возник рядом с Гарой, не успел тут глазом моргнуть, и стала наносить по нему удары кончиками пальцев. Четыре удара. Восемь ударов. Шестнадцать ударов. Двадцать четыре удара. Он так заблокирует все его точки чакры. Понял Наруто. Даже сила хвостатого ему уже не поможет, раз он блокирует ее. Он может видеть все его точки чакры. Продолжал удивляться Ниджи. Что это за глаз у него, раз способен на такое? Шестьдесят четыре удара. Семьдесят шесть ударов. Восемьдесят два удара. Рука Узумаки предательски дрогнула и ударила в совсем другое тенкицу. Удар по которой вмиг освободил все ранее заблокированные точки чакры. Поддался таки волнения, и ошибся. Гара не стал медлить, и его резко удлинившийся хвост пронзил мальчика насквозь. Захват песком за конечности, эти треснули, как ветки. Хвост еще больше удлинился, прибивая Баруто к стене арены. Трибуны затихли. Над ареной раздался безумный смех. «Надо же было тебе совершить такую ошибку, Баруто!» Восклицал Гара, обозревая поднявшееся облако песка и пыли в том самом месте, куда только что запустил ненавистного противника. Кровь обоих кланов значит. Да она тут не имеет никакого значения. Узумаки Баруто. Ты побежден. Наконец-то ты сдохнешь. Наконец-то я вновь ищущу радость жизни. Баруто. В голове Наруто раздалось оглушительное биение. Все тело охватило дрожь. А глаза? Саски пришел в ужас, увидев их. Глаза младшего Узумаки стремительно становились красными. Плохо дело. Начал паниковать он. Если Наруто прямо здесь потеряет контроль. Завершить свою мысль он не успел. Наруто вдруг резко моргнул, и в его глазах, вновь ставшими обычными человеческими, заиграло еще большее изумление, которого и доселе не было. Саски обратил взор обратно на арену. Гара встал в ступор. Потому что силуэт в облаке спокойно поднялся и ровно встал на ноги, шею Саски охватила жгучая боль. Настолько невыносимая, что мальчик закричал. Или, Саски. Спохватился Наруто, в растерянности переводя взгляд то на товарища, то на арену. Но одно он разглядел отчетливо по телу первого распространились узоры. Проклятая печать. Простонал учиха. Она... Расходится. Силуэт Баруто тем временем махнул рукой, и окружавшее его облако пыли и песка развеялось. Узоры на его руке и лице изменились. Если раньше на лице они заканчивались одной широкой линией, пересекаями глаз, то сейчас они заканчивались уже на три, из которых лишь одна касалась глаза, а от того вверх отходили новые две. Помимо этого, на лбу начал вытягиваться настоящий рог. Он растянул повязку с протектором, и тот соскользнул на шею Баруто, а те линии от глаза закончились таки как раз на этом роге, после чего мальчик буквально взмыл воздух. Кази Каги вдруг затрясся, словно от долгожданного предвкушения, и рассмеялся, вскакивая со своего места, удивляя Хакаги и телохранителей. От его смеха бросало в дрожь. «Эй, Расасама!» Спохватился Херузин. «Что это с вами? Чего вы так смеетесь? Великолепно!» Воскликнул, не слушая его, «Раса!» Стоило карме Баруто распаковаться до конца, как проклятая печать на Саске стала расходиться, несмотря даже на запечатывание. Это настоящий, сверхмощный резонанс. А это значит лишь одно. «О чем вы?» Взволнованно спросил Херузин. «Что значит?» «Карма Баруто самая настоящая». Однохвостый глаз Баруто, от которого отходил рог, открылся, и в нем все увидели самый обычный, но настоящий Бьякуган. «Твоя чакра должна принадлежать мне». Зрители на трибунах просто застыли. Они не могли выдавить из себя даже слова. Их глаза просто вставились на генина листа, внезапно изменившегося во всех смыслах, в каких было возможно. Тот просто нависал на уровне трибун, вглядываясь в Гару, который сейчас чуть ли не сжимался. «Что это с ним?» Дрожа спросила Тимари. «Да он ведь сейчас...» Едва выдавил из себя Конкура. Страшнее даже Гары. «Баруто...» Протянул Наруто. «Такое когда-нибудь было после приключений в лесу смерти?» Перепуганно спросила Инна, на что Сакура или или качнула головой. С другого края арены промелькнула тень и налетела точно на Баруто, явно собираясь атаковать. Но тот просто вытянул к нему руку, и через мгновение в трибуны, еще сильнее перепугав зрителей, шлепнул из тела без головы. Она осталась в руке генина листа. «Он только что снес мне голову». Промелькнула последняя мысль в голове Досу. «Что это за сила?» Рука сжалась, сдавливая голову, словно абрикос. Глядя на эту сцену, Гара, оставаясь в частичной трансформации в однохвостого, начинал реально паниковать. «Сгинь!» Взревел он, прыгая к нему и атакуя хвостом. Баруто же просто взмахнул рукой и буквально снес ему половину хвоста. А последующим ударом ноги запустил Гару обратно на землю, к краю арены. Не останавливаясь на этом, он моментально подлетел к нему и еще одним ударом закинул его в самый центр. «Прекрати, Баруто!» Начал молить с трибуны Наруто. Но Баруто его даже не слушал. «Люди!» Медленно произнес он словно двойным голосом, подходя к Гаре, вернувшемуся в первоначальный вид. «Вы все Гали жалкие создания, незаконно владеющие чайкрой!» Он схватил генина песка за горло и поднял над собой. «Которая по праву принадлежит только нам, клану Асуцуки!» Из тела Гары, прямо из области шеи, за которую его держал соперник, пошла чакра, которая тут же стала поглощаться в удерживающую его руку. Гара завопил, словно его начали терзать. «Что это, папочка?» В панике закричала Ханаби, полностью забывая об этикете и прижалась к руке отца. Хиоши не думал как-то ругаться, лишь взял дочь за плечо, словно укрывая от окружения. «Клан Асуцуки!» «Это уже не поединок!» Понял Наруто и запрыгнул на перила балкона. «Стой, Наруто!» Попытался остановить его Саски, все еще мучаясь от покрывающей его тела печати. «Ты не знаешь, во что вмешиваешься!» «Я не позволю своему брату стать чудовищем!» Кинул в ответ Наруто и бросился в арену. «Баруто!» «Лис!» Заинтересованно спросил Баруто, поглядев в бок единственным открытым глазом, в котором был настоящим Бьякугом. Едва младший Узумаки приблизился, он, даже не выпуская Гару из руки, просто откинул его от себя, заставляя катиться по арене, ни на каплю не беспокоясь о его жизни. «Это уже... серьезно?» Смекнула Фу, вскакивая с места и по спинам с каме и плечам зрителей побежала к арене. «Эй, красавчик! А ну прекрати!» Она в мгновение ока возникла рядом с Баруто и нанесла удар в живот, надеясь вырубить. Но тот просто отбил ее руку ногой и ей уже вбил девочку в землю, придавив ее к ней. Но надо же! Целых трое хвостатых собралось в одном месте. Сбоку от него на ноги поднялся Наруто и с криком бросился к нему. «Баруто!» Но Баруто просто вытянул все еще свободную руку и схватил ею брата за горло. Однако, из него он чакру поглощать не стал. «Лис!» «Ты стал меньше?» Заинтересованно спросил он, приглядываясь к Наруто. «Куда делась половина твоей чакры?» «Да и твой джинчурики стал будто младше». Он вдруг сделал такой взгляд, словно его в чем-то осенило. «Ясно!» «Вот оно что!» «Теперь понятно, почему распаковка кармы полностью остановилась». Он разжал обе руки, выпуская Игару и Наруто, и убрал ногу сфу. «Лис!» «Вам с однохвостым и семихвостым сегодня крупно повезло», — неожиданно сообщил он. «Но не расслабляйся!» «Ты не в силах изменить судьбу будущего поколения!» «Не забывай об этом!» На последних словах его рог буквально втянулся обратно в лоб и исчез, словно его и не было. Глаз с Бьякуганом закрылся, и Баруто просто упал без сознания. Как на него ни погляди, все тот же самый обыкновенный мальчик, каким был на глазах Наруто все три года. Зрители продолжали долго-долго приходить в себя после всего увиденного. Единственное, что говорило им о том, что они не свихнулись одним разом, и что им все просто почудилось, — это безголовое тело досукинуто на трибунах. «Что это было?» Он повалил аж троих джинчурики за раз. «Вмешались бы джоунины, чтобы он с ними сделал?» «Да он ведь самое настоящее чудовище!» Хирузин сама обратился разок Хакаги, вернувшись к первоначальному тону. «Вы знали о такой особенности своего генина?» Хирузин в напряжении помолчал. «Да я... даже представить себе такого не мог!» «Хм...» — протянул Казикаги, вновь заинтересованно поглядев на арену. «Ладно, кабуто... можно приступать!» Тем временем один из анбу сложил какую-то печать, и с неба посыпался настоящий дождь из перьев. Зрители, в том числе и генины на балконе ожидания, начали засыпать, а джоунины листапы вскакали со своих мест, складывая свои печати. «Какаши...» — смекнул Гай. «Да...» — ответил тот. «Это гендюцу. Оба сложили те же печати. Развеять!» «Да что же происходит?» Запаниковала Сакура, тоже сложив печать. «Развеять!» «Гендюцу...» — подумал Баки. «Кобудто сделал долгожданный ход. А значит, скоро придет... наш черед!» Раса вновь поглядел на Хирузина, и тот ответил на взгляд. Между двумя Каги нависла напряженная тишина. «Приступим!» — только кинул Казикаги, и оба его телохранителя рванули вперед. В руке одного из них оказалась граната, с которой тут же вынулась чека. Раздался взрыв. Операция по разрушению Канохи началась. «Эх, а ведь мне так хотелось посмотреть на экзамен!» — жаловался Речей. «Стой на карауле!» — их ведь проводят два раза в год, — напомнил его собеседник. «А теперь их еще и публичными сделали. Когда-нибудь посмотришь!» — «Да, но там ведь сейчас участвуют последние склон очха!» Придется ли ему перепроходить экзамен в следующий раз? «Не знаю!» «Мне вот хотелось бы глянуть на лучшего генина песка и увидеть, что против него предпримет наш окщужак». Не успел караульный закончить, как за пределами деревни раздался взрыв, и поднявший воздух столбы дыма, и через мгновение там появились три исполинские змеи. Джоунины едва успели спохватиться, как монстры тут же разрушили собою стены и поползли по деревне, тараня собою все дома встающие у них на пути. Когда их попытались остановить прочие джоунины, мигом понявшие происходящее, на их пути встали около ста шина без скрытого песка, чьи нападения совсем не ожидали. Тем временем к месту первого взрыва, на Балкане с местами для двух Каги, поспешил отряд Анбу, чтобы оказать помощь Хакаги. На их пути попытались встать телохранители Казикаги, но были мгновенно убиты предводителем отряда, который одним махом разрубил их наполовину поперек туловища. Однако, не успели шиноды приблизиться к еще не развеявшемуся облаку, и поднявшийся, по всей видимости, из-за дымовой гранаты, вылетел сам Казикаги, удерживающий за шею Хакаги, и запрыгнулся стариком на крышу смотровой башни. Из половины разрубленных телохранителей вылетели четыре ниндзя, окружили обоих Каги с четырех сторон. Наконец, пришел наш черед. Воскликнул один из четверки, у которого оказались шесть. Рук. Я тоже устала находиться под этой маскировкой, подержал второй, у которого из затылка торчала вторая голова. Разнулись тут, фыркнула единственная девушка в группе. Ладно тебе, унял ее последний, который был крупнее всех остальных. Приступайте, приказал Казикаги, и четверка сложила печати. Барьер четырех синих огней. Из четырех сторон от обоих Каги поднялись высокие стены, соединенные в один куб. Один из отряда Анбу не успел остановиться и с разлета врезался в барьер. Только он сделал это, как тут же покатился по крыше башни с ног до головы, охваченный ярким пламенем, сжигающим его дотла. «Чертов барьер!» — проворчал предводитель отряда. «Как нам теперь попасть туда?» Перед Гаем Макакаши предстал тот самый Анбу, и в этот момент некоторые из спящих зрителей вдруг вскочили со своих мест и встали рядом с ним, представ уже в другом обличии. Это оказались ниндзя в незнакомом обмундировании, но они носили протекторы от Агакуры. «Значит, гендюцу это его рук дело?» «Понял Аба. Похоже на то, согласился и Ваше. Хитро проникли сюда, — оценил Гай. Ниндзя звука, — только и сказал Какаши. «Да что здесь происходит?» «Недоумевал Наруто, стоя рядом с Фу и лежавшим без сознания Баруто, когда перед ними, подлигар и встала вся его команда. Настроены они были отнюдь недружественно. «Я и представить не мог, что скрытый песок и решится предать нас», — сказал Херузин, не спеша высвободиться из захвата. «Все эти мирные договоры легко использовать, чтобы усыпить бдительность противника», — спокойно ответил Раса. «Мне уже надоели эти жалкие стычки. Пора творить свою историю. Вы хотите развязать войну?» «Разумеется. Жаль, вы не слышали, что говорил Баруто перед началом отборочных боев на финальный этап», — вздохнул старик Хакаги. «Какой смысл воевать на потех у кого бы то ни было, и тратить столько жизней, которые могли бы в дальнейшем процветать? Настолько нравятся прямые конфликты!» Хакаги вздохнул. «Слушаете теперь крики всяких сопляков?» «С возрастом вы настолько размякли, что теперь цепляетесь за мирную жизнь?» «Сенсей Херузин. Теперь Херузин все понял. Ты, перед генинами Листа и Водопада встал Генма, огораживая собой детей от возможного нападения со стороны команды Гары. Что здесь вообще происходит?» Продолжал недоумевать Наруто, хотя начинал все понимать. «Почему вы начинаете на нас нападать?» «Так, за убийством Хаити Сенсей стоите именно вы». «Да», — ответил Баке. «Этого молодого человека убил я. Иначе он стал бы очень много болтать. А ведь ему стоило целой жизни всего маленький неосторожный шажок. Ублюдок!» Зрычал Зунки, и Фуу поспешил обхватить его руками, чтобы не дать ему выйти из себя. Остальные генины Песка в это время анализировали состояние Гары. «Так и знала», — вздохнула Тимари. «Что с ним?» — спросил Конкура. Гара сидел, обхватив голову руками, и стонал словно от невыносимой боли. «Я должен его убить», — выговаривал он. «Баке оскорился, все из-за того, что план перенесли, и ему позволили перевоплотиться раньше времени. Да еще и...» — он обратил взгляд на Барута, который оставался без сознания. «Этот монстр!» «Кто же знал, что в деревне скрытой листву запрятано нечто подобное?» «Нечто подобное?» Как Наруто не хотел сейчас возразить, он не мог сказать, что не согласен с Джоунином. Силу того, во что превратился его брат, он испытал на себе в довольно щедрой дозе, разделив ее аж с двумя джинчирики, как он. Что он сделал бы, если бы что-то загадочное не заставило его передумать? Что нам теперь делать?» Запаниковал Конкура. «Продолжать без Гары. Я отменяю задание», — сообщил Баке. «Берите Гару и уходите. В таком состоянии он уже не помощник. Когда вы лечите его раны, немедленно возвращайтесь». «А как же вы, Сенсей?» Спросил Этимари, когда Конкура водрузил брата на плечо. «А я буду сражаться», — ответил Баке, и генины тут же сгинули. «И куда это они?» Возмутился Наруто. «Дай-ка угадаю», — обратился к Баке Генма. «Все это подстроил Рачимару». «Не знаю», — бросил тот. «Да мне и плевать. Давай просто получать удовольствие». «Наруто». И девочка из водопада обратился Генму к детям за спиной. «Унесите Баруто отсюда и затаетесь. Хоть вы и джачурики, вам не стоит ввязываться в подобные... еще... чего...» Рявкнул Наруто. «Пускай я умру, я все равно буду сражаться. Ради чего я так упорно старался победить в этом экзамене?» «Согласна». Поддержала Фу. «И как ниндзя скрытого водопада, спасенного именно вашими генинами, я не собираюсь просто сидеть в углу, хватаясь за воздух». Услышав такое восклицание, Баки усмехнулся. «А в водопаде все-таки существуют такие дерзкие детишки. Надо бы и к ним наведаться, и забрать то, что эти наглецы посмели отнять у нас. Вы не притронетесь к водопаду!» Парировал Наруто. «Ваша точка невозврата здесь, в скрытом листе». «Чтож, Наруто», — решил Генму. «Раз ты так настроен, я не стану заставлять тебя прятаться. Ступай с Фу, Какаши и ждите дальнейших распоряжений. Заборуто не беспокойтесь, я не дам его в обиду, каким бы чудовищем он на миг не показался». «Так точно», — послушался Наруто и вместе с Фу отправились на трибуны. «Черт», — юлил Саски, тоже легко избавившись от Гензюцу. «Что за...» «Неясно, зачем», — он покинул балкон ожидания и кинулся в лед за троицей из песка. Какаши заметил это издали. «Саски». Казикаги заметил побег Гары издали и усмехнулся. «Благодаря вашему мальцу, от Гары больше никакого толку. А ведь я надеялся захватить Саски, пока Гара создает переполох». Херузин оскажился. «Так вот, какова твоя настоящая цель? Деревня Листа из Саски. Да меня не особо волнует эта деревня. Однако, твоя неосторожность привела ее к упадку. Я смог тебя обойти. Победа будет за мной. «Нельзя ни в чем быть до конца уверенным», — спокойно ответил Херузин. «Я тебе уже много раз говорил это. Арачимару». Раса усмехнулся, взялся за лицо и буквально сорвал его с себя, как маску. «Я знал или, по крайней мере, подозревал, что этот день наступит», — продолжал старик. «Но так просто ты моя жизнь не отнимешь». «Помнится», — произнесся ненадовитым голосом, облизывая коной, — «я несколько раз подталкивал тебя на поиски пятого Хакаги». «Потому что ты, лорд третий, сейчас отправишься в чистый мир». «Сегодня команда номер семь, под командованием Какаши Сенси, выпало задание Мерангас, в качестве телохранителей. Впервые за долгое время после миссии в стране Волн. Они должны были проводить молодого Шибуки, лидера деревни Скрытого Водопада, в его деревню. Лидера. Такого лидера даже вражеской деревне не пожелаешь. И дело вовсе не в возрасте. «А-а-а!» — вскрикнул Шибуки, спрятавшись за спину Сакуры, когда из веток с громким пением вылетела птица, хлопая крыльями, и взмыла вверх. «Это все галишь птица», — удивленно сказал Наруто. «Заткнись! И без тебя знаю!» — воскликнул юноша, показываясь из-за спины девочки, а потом снова прячась, стараясь унять непомерную дрожь. «Даже представить невозможно, как такой ненадежный человек может быть лидером деревни. Его отец, кстати говоря, прежний лидер, был весьма уважаемым человеком. В общем, телохранителям очень повезло, что до места назначения они добрались без особых проблем, а постоянно пугливый юноша после каждого испуга обещал повысить сумму оплаты, если его проводят без приключений. А добралась команда до Большого Водопада, текущего из Недр Высокой Горы. Поразительно!» — восхитился Наруто. «Какой большой водопад!» «Мы на месте», — объявил Шибуки, стерев с лица все признаки пугливости, видимо, почувствовав себя в безопасности. «Значит, это и есть деревня скрытая в Водопаде!» — уточнил Какаши. «Причем в буквальном смысле, по ходу дела, заметил Боруто. Водопад ослепительно сиял под лучами позднего солнца, и над нею постоянно зависала радуга. Казалось, что на этом миссия команды подходит к концу. Это место было действительно красивое. Видимо, настолько, что пользовалась популярностью среди туристов, которые после оставляли красочные напоминания о своем пребывании здесь, в виде баночек из-под газировки, пачек чипсов и прочего неперерабатываемого мусора. «Господин Шибуки!» — воскликнули из леса детские голоса. «Вы вернулись, господин Шибуки!» К команде подбежали двое детишек, один мальчик и одна девочка. «Извините, ребята!» — тут же вежливо извинился перед ними Шибуки. «Но у меня сейчас нет времени с вами играть!» «Нет, господин Шибуки!» — ответил мальчик. «Мы убираемся здесь!» «Нас мама попросила!» — добавила девочка. «Понятно!» — кивнул юноша. «Тогда, как насчет небольшой услуги?» «От ниндзя скрытого листа?» «Чего?» — возмутился Наруто. «Погодите-ка!» «Я доплачу!» — перебил его Шибуки. «Считайте это новым заданием!» «Мы не мусорщики вообще-то!» Продолжал возражать Наруто. «Дайте мне отдохнуть!» «Большое!» «Спасибо!» Тут же вмешались детишки. «Тут очень сильное течение, так что мы немного побаиваемся!» «Какаши Сенсей!» Упрямо воскликнул Узумаки, надеясь найти спасение в Джоунине, но тот лишь вежливо улыбнулся. «Хорошо, господин Шибуки, мы сделаем это!» «Разумеется, дополнительно вы рассчитаетесь с нами позже!» Шибуки без споров согласился. «Мы ведь больше не охраняем тебя!» «Уточнил Саски!» «Да, это все», — ответил наниматель. «Ну, тогда, как насчет начала новой миссии?» «Решил Какаши, и детишки довольно засмеялись!» «Наруто это все не устраивало, но ему пришлось согласиться!» «Да, господин!» Упрямо протянул он и тут же получил по голове от Баруто. «Ладно тебе, Наруто!» «Одно задание мы выполнили, и нам подбрасывают несложную подработку!» «К тому же, надо ведь с деревни водопада, насколько их соседи к ним неравнодушны!» «Тут Баруто прав, поддержал Какаши, доставая из воды первую банку и бросая в пакет!» «Ты знаешь, Наруто, что именно деревня водопада дала нам очистительные сооружения, благодаря которым мы можем больше не бояться загрязнения рек?» «Кстати, вспомнил Какаши, давно оставив уборку на генинов, а сам уселся читать книжку, что насчет слухов о передвижении ниндзя неподалеку!» «Слухов?» «Не понял Шибуки, занимаясь уборкой мусора вместе с детьми и генинами!» «Говорят, что какие-то шины без других стран следят за этой деревней!» «Вот всегда ходят подобные слухи, — уверил Шибуки!» «А твой отец не сражался против этих шиноби!» Продолжал спрашивать Какаши, словно пытаясь что-то уличить. И в этот момент к ним подлетела какая-то птица, заставившая Шибуки снова испуганно сжаться, но Джонин спокойно протянул руку, давая птице сесть на нее. «Спокойно!» «Это почтовая птица!» — успокоил он его, сняв с лапки птицы небольшую записку и тут же начав читать ее. «О боже, экстренные собрания!» «Вы уходите?» — спросил Шибуки. «Ребята закончат уборку самостоятельно», — уверил его Какаши. «Эй! Ребята! Извините, мне придется срочно вернуться назад в деревню!» «Срочное дело!» — уточнила Сакура. «Экстренные собрания Джонинов», — ответил Какаши. «Когда закончите с уборкой, возвращайтесь домой!» «Понятно», — сказал Саски. Наруто гордо ухмыльнулся. «Только для начала позвольте отдохнуть будущему Хакаги, Наруто Узумуки». «Хорошо, не спори», — согласился Какаши. «Удачи!» И Джонины только и видели. «Эй!» — обратилась к Наруто Шизуко, та самая девочка. «А кто такой Хакаги?» «Хакаги — это самый сильный шинобескрытого листа», — гордо ответил Наруто. «Можно сказать, герой, который управляет деревней и защищает ее». «Так он, как господин Шибуки», — уточнил Химитсу. Наруто с Баруто прыснули. «Не сравнивайте Хакаги с этим», — насмешливо ответил Первый. «Я говорю о совершенно другом уровне». «Это точно», — поддержал Второй. «Хакаги даже при виде свирепого волка не писается в штаны». «Не смейте оскорблять господина Шибуки», — тавкнуло Шизуко. «Он хоть и ведет себя иногда трусливо, но герой деревни водопада», — добавил Химитсу. «Герой и сын героя — это разные вещи», — продолжал спорить Баруто. «В действительности он очень сильный». Не прекращало кричать Шизуко, смело наступая на Баруто. «О! Да!» Насмешливо согласился Наруто. «За спины девочек, годившихся ему в дочери, он прячется действительно сильно. Не найдешь. От Сакура и Саски стояли в стороне и безнадежно наблюдали за этим балаганом. Идиоты, кинул Учхо. Стыдно за скрытый лист», — подумала Харуна. «Мы действительно сможем пробраться здесь, господин Суе? Верь мне, мурасами. Я был джоунином скрытого водопада. Вы обещаете, что сдержите свое слово, господин Суе? Не волнуйся, фу. Я ведь доверился тебе, несмотря на взгляды других, обращенных на тебя. Доверься и ты мне. Хорошо. Хе-хе-хе. Пойдем. Кирисами. Не убивай слишком много людей. Постарайся, как можно меньше. Ну, конечно. Тебе не совсем в радость наподать на свою деревню? Совсем нет. Только лидер деревни, Шибуки, знает, где вода героя. Меня не особо волнует эта вода. Я просто хочу отмстить за их отношение ко мне. Итак, чтобы нам узнать о него расположение этого места, нам нужно взять несколько селян в заложники. Я права. Впечатляешь, Хе-хе-хе. Ты заслуживаешь своего имени и самые умные кунаичи скрытого дождя. Это старая история. Но вы тоже не глупые. Никто из нас больше не принадлежит каким-либо деревням. Абсолютно. Давайте разрушим эту деревню и заберем воду героя. Действуем по плану. Сейчас все джоунины заняты своими заданиями за пределами таки, а остальных мы легко одолеем. Благодарив фу, у нас будет больше шансов на успех. Эти люди крайне пугливы. Я не подведу. Я так утомился, вздохнул Наруто, устало падая на землю, и в животе у него заурчало. Сейчас еще рано, но давайте пообедаем. Нет. Возразил Шибуки, завязав последний пакет. Ешь в другом месте. Если закончил с уборкой, можешь идти. Такой неожиданный всплеск эмоций неслабо удивил Генинов. Отлично, решил Саски. Мы пойдем. Не говоря больше ни слова, он развернулся и пошел, словно не со всеми. Подожди, Саски, позвала, догнав его, Сакура. Он не хочет нам показывать вход в деревню водопада, догадался Саски. Вход, вероятно, рядом. Но ведь Канаха и таки союзники, не понимала Сакура. Что такого, если мы узнаем, где вход? Одно слово, но Канину тут же догадался Баруто, и все удивленно посмотрели на него. Если нас захватят подобные ребята или, того хуже, кто той союзной страны станет таковым, то они могут использовать это знание для очень плохих целей. Другое дело, если Ниндзя отступником станет Шиноби из самого-таки Гакуры. Он тут же косо посмотрел на Шибуки, и тот испуганно напрягся, но за спины детей прятаться не стал. Я слышал, что, как минимум, парочка из ваших Ниндзя точно сбежала. Вы ничего, часом, не скрываете? На что? Ты намекаешь? Скрипя зубами, и удерживая надвигающую дрожь, спросил Шибуки. Теневое клонирование. Внезапно скомандовал Баруто, и появившиеся пятеро клонов, схватили троих товарищей и двоих малышей и собрали в одном месте вокруг Шибуки, после чего приготовили куна и обернулись куда-то в сторону леса. И все произошло в мгновение ока. Да тебя в Джоунину возводи. Только и смог отметить Шибуки. Что ты почувствовал, Баруто? Взволнованно спросил Наруто. Мама! Воскликнула Шизуку, когда из тени деревьев, шатаясь, вышла какая-то женщина. — Господин Шибуки, — с трудом выговорила она, — беда. Что случилось? Тут же спросил лидер Таки. Напали враги. С трудом ответила женщина и начала падать, а присутствующие с ужасом увидели торчавшую из ее спины куной. Мама! Паниковала Шизуку, подбегая к ней вместе с Химуцу, Шибуки и Гениными. Рана незначительная, быстро анализировала Сакура. Она без сознания. Тогда нам нужно вернуться в деревню, — сказал Химуцу. — Нет, — возразил Саски. — Это неразумная идея. Она сказала нападение врагов, — поддержал Наруто. — Невозможно! — протянул Шибуки. — Как они пробрались? — Сакура, — начал Саски, — отведи эту женщину и детей в безопасное место. — Что ты собираешься делать, Саски? — спросила Сакура. — Мама! Плакала Шизуку, держась за беспомощную женщину. Баруто вдруг вздрогнул. — Окажи ей первую помощь! — приказал он Сакуре, встав перед водопадом, сложил печать слона. Стихия ветра дыхания смерти. И он выпустил из-за арта настоящий темно-серый смерч, который ударил прямиком в падающую воду, из которой, избегая атаки, выскочили четверо ниндзя. У него протектор скрытого дождя. Быстро сообщил Баруто, глядя на, предположительно, лидера отряда нападающих. — Он наш! Объявил тот и запустил настоящий дождь из Кунаев, целясь в мальчика. Спас того Саски, который моментально разложил Сюрикен в умы и запустил прямо в Кунаев, который тот быстро отбил и убил троих нападающих. Предводителю удалось уклониться от атаки, несмотря на внезапное раздвоение Сюрикена. — Еще дети, а уже владеете такими приемами! Оценил он и скрылся в падающем потоке. Ушел, злобно прыснул Саски, ловя Сюрикен. И чакру скрыл, добавил Баруто. — Господин Шибуки! — воскликнул Хинацу, подбегая к лидеру, который сжался в клубочек, весь дрожа. — О, ничего страшного! — поспешил он отговориться. — Я дрожу от нетерпения. — Сильный герой? — Да! — презрительно подумал Баруто. — Нам придется разобраться с этим до конца. Раз уж все равно вмешались. Это миссии. — Это точно, — согласился Наруто. — Друг в беде не бросит. — Однако, Шибуки, нам нужно твое доверие. Шибуки опустил взгляд. — Деревни скрытого водопада так долго существуют благодаря своему расположению и скрытому входу. — Вход здесь? — уточнил Саски, подойдя к уступу, а Наруто восхищенно смотрел вниз. — Вы не должны никому рассказывать об этом, — напомнил Шибуки. — Да знаем мы, — упрямо бросил Наруто и двинулся вперед. Вся команда, которая состояла из Шибуки, Наруто, Баруто и Саски, зашла прямо за водопад и оказалась в просторных пещерах. — Присутствие врагов я пока не ощущаю, — шепотом сообщил Баруто. — Но будьте начеку они могли скрыть свою чакру. — Я всегда начеку, — ответил Наруто. Шибуки, который в это время снова сжимался от страха, поднялся и подошел к одному из прудов, что находились в пещере. — Нам сюда. — Поторопитесь. И он с головой нырнул. Ребята несколько секунд пытались обдумывать данный момент. — Эй, ребята! — сомнительно начал Наруто. — А у нас есть выбор? — спросил Учиха и двинулся за Шибуки Наруто с бородой за ним. И все трое также нырнули, плывя за Шибуки. — Вот. Теперь с нею все будет хорошо, — сказала Сакура, закончив перевязывать мать Шизуку и Хибуцу. — Мама! — плакала девочка. — Не плачь, Шизуку, — успокоил ее брат. — Уверен, господин Шибуки что-нибудь придумает. — Неужели? Не успела Сакура оглянуться, как тут же получила удар краем ладони по затылку и упала оглушенной. — Ты слишком никчемная, чтобы противостоять мне, — ухмыльнулся напавший и угрожающий навяз над детьми. — Никогда не видел такого красивого места, — отметил Наруто, когда они с Шибуки, Баруто и Саски вынырнули из озера, в которое их привела подводная пещера, и выплыли на берег. Жаль, что Сакура этого не видит. И действительно, место было очень красивое. Прямо в центре, прямо из озера, возвышалось высокое дерево с такими длинными ветками, что закрывали небо над небольшими деревянными домами. Пока гинины осматривали эту красоту, Шибуки незаметно от них нырнул обратно и исчез. Но не успели те вдоволь налюбоваться красивым пейзажем, как вдруг Баруто почувствовал неладное. — Осторожно! — воскликнул он, толкнув обоих товарищей в воду, и моментально сложил ручные печати. Стихи воды — тайник морского дьявола. Из озерной воды вылетели канаты и налетели точно вылетевших, как из ниоткуда, Шиноби, которые уж точно не были жителями Токегакуры, прибывшими встретить гостей. Это были нукинины, и подобно тем, что напали на них у водопада, возле которого они убирали мусор. — Я их отвлеку. — А вы отведите господина Шибуки в безопасное место. — Хорошо. — Понял Наруто и спохватился, когда не увидел молодого лидера поблизости. — Господин Шибуки? — Саски, я отыщу его. — А ты помоги Баруто. — Понял. Не стал спорить Учхо и выпрыгнул на берег, когда Наруто нырнул обратно. — Стихия огня — огненный шар. Он выдал огромное пламя, которое ударило нескольких врагов сразу. Я велел увести Шибуки, кратко напомнил Баруто, оказавшись с ним спиной к спине. — Он куда-то ушел еще до их нападения, объяснил тот. Наруто отправился за ним. Не успел Учхо договорить, как их со старшим генином обвязали какие-то канаты, состоявшие полностью из воды, привязавшие друг к другу. — А вы неплохи, — отметила какая-то женщина, державшая одну из этих канат. Вторую удерживал тот самый отступник из дождя, который был в составе той группы, что напали на них у водопада. Я не смог почувствовать их, — выругался про себя Баруто. — Они хороши, вы не хотите уступать мне, — заметил отступник из дождя. — Как в прошлый раз. — Давай разорвем их на части, мурасами, — предложила женщина. — Постойте, — вмешался голос со стороны, и Баруто с Саски заметили рядом с собой еще одного человека, с длинными колючими волосами и козлиной бородкой. Его голова была обвязана серой банданой. — Мы используем их в качестве заложников. — Что? — возмутился Саски, но тут его тело ударил электрический ток, причине невыносимую боль, что вырубило его на месте. Так же участь постигла и Баруто. Враги нависли над ними. — Счастливчики, — ухмыльнулась женщина. — Итак, где лидер деревни, Шибуки? — спросил мурасами. — Не беспокойтесь, — успокоил их третий. — Он, наверное, отправился за водой героя. — Значит, мы обменяемся, верно, господин Суе? — уточнила женщина. — Совершенно верно, Хисами. — Вода героя. — подумал Баруто, теряя сознание. — Если бы только они не привязали меня к Саске. Шибуки тем временем подплыл к тому самому дереву, что стоит в центре озера, и заплыл в самые его корни. Под ними оказался маленький островок, на котором стоял домик, похожий на небольшой павильон. Когда молодой лидер деревни открыл дверцу в него, там прямо под потолком висела бутыль с обычной, на первый взгляд, водой. — Я не допущу, чтобы это попало в плохие руки, — подумал он, снимая его с веревки. Чего бы мне это ни стоило, всех плененных жителей скрытого водопада собрали связанными в центре деревни. Саске с Баруто подвесили прямо на арке. Оба мальчика успели очнуться и сразу же предприняли попытку как-то ослабить путы. — На вашем месте я бы этого не делал, — предостерег их мурасами. — Это особая веревка, сделанная мной. Попытайтесь освободиться вашим рукам, придется не сладко. Из ветвей гигантского дерева спустились еще несколько ненцзя удерживая сеть, в которой находились Сакура с двумя детьми и их матерью, остающейся без сознания. Я привел их, как вы просили, — доложил один из них, чья голова также была обвязана протектором омегакури. — Эй! — кричала Сакура. — Отпустите нас! Хорошая работа, — кирисами, — оценила хисами. — Боже, — проворчал мурасами. — Это пустая трата времени. Этого не может быть! С ужасом думал Шибуки, наблюдая за всем с верхнего этажа дерева, которое внутри оказалось частично полным. Как они проникли сюда? И тут парень заметил знакомое лицо. Это же... Суе! Это ты привел их! После этого парень заметил девочку со смуглой кожей, бирюзовыми волосами и оранжевыми глазами, которая была одета в сетчатую рубашку и шорты, поверх которых надевается белый топ и юбка того же цвета, а также белые нарукавники. На плече у нее был завязан протектор его же деревни. — Фу! Эти негодяи заручились даже твоей поддержкой! — Зачем ты это делаешь, Суе? — спросил один из плененных жителей. — Ты ведь лучше шиноби нашей деревни. Ты пытаешься завладеть деревней? — спросил другой. Отступник лишь ухмыльнулся. — Мне ни к чему эта жалкая деревушка. Мне нужна только вода героя. Ты глупец. — Господин Шибуки ни за что не отдаст ее тебе. Он наверняка уже уничтожил ее. Если он лидер деревни, ему придется это сделать, — спокойно ответил Суен. — Впрочем, я единственный, кто обучал его ниндюцу. Я знаю все о нем. — Фу! — воскликнула Шизуко, обращая к себе внимание девочки в белом. — Почему ты с этими негодяями? Мы ведь так хорошо ладили с тобой. — Помолчи! Только окинула девочка, обратив такой острый взгляд на Шизуко, что та тут же замолчала, не в силах даже заплакать от испуга. — Слишком долго я терпела к себе такое обращение от вас. Теперь пора положить этому конец. Шибуки со сжатым сердцем наблюдал за происходящим и думал, что делать, когда перед ним с радостным эй. Появился Наруто, и парень испуган отполз назад. — Ты, как сюда попал? — спросил он, сдерживая дрожь. — Я поднимался по корням и очутился здесь, — ответил Наруто. — Кстати, кто они? — Почему на большей части из них повязки в деревне скрытого дожде? — Они отступники из данной деревни, — ответил Шибуки. — Их лидер бывший шина без скрытого водопада, Суен. — Бывший? — переспросил Наруто. — Значит, он тоже отступник? — Да. — Эй, Шибуки! — прокричал снизу Джоунин отступник. — Я знаю, что ты где-то упрячешься. — Почему ты не выходишь? — Неси сюда воду героя. — Если ты сделаешь это, никто не пострадает. Слыша этот грозный возглас, Шибуки затрясся, прижимая к себе бутыль. — Это та самая вода героя, о которой он говорит? — уточнил Наруто, заметив ее. — Да. — Охранять ее обязанность лидер деревни. — Это же просто вода. — Эту священную воду добывают из великого дерева раз в сто лет. — Когда ты пьешь ее, твоя чакра усиливается в десять раз на короткое время. — Чакра — в десять раз? — Не мог поверить Наруто. — Во время битвы, лидеры этой деревни, в которой нет Каги, пили эту воду. — В прошлых сражениях наша деревня спаслась благодаря этой воде. — Эта вода палка о двух концах. — В замену умножению чакры она укорачивает твою жизнь. Многие шиноби деревни умерли из-за воды, а не в сражении. Поэтому эту воду положено прятать, а лидеры должны охранять ее. Несколько лет назад наша деревня подверглась атаке вражеской страны. Мой отец, как обычно, выпил воду, чтобы защитить деревню. Однако он был не так молод, чтобы пережить эффект ее действия. Мой отец был глупцом. Все говорят, что он был героем, потому что выпил воду и умер. Шибуки издевательски протянул Суен. — Ты же не хочешь выбросить воду, а? Ведь ты в будущем не сможешь защитить деревню без нее, если здесь что-то произойдет. Последний он произнес с явным намеком, косо глядя на девочку. Юноша продолжал трястись, слышал этот голос. В его голове до сих пор проплывал этот ужасный момент. Пожары. Паника. И ужасные чудовища, превышающие само великое древо. А потом отец, выпивший воду, чтобы всех спасти. Как лидер деревни, я обязана хранять воду героя. Если они заполучат ее, деревня будет моментально уничтожена. Не думай, что ты сможешь отсидеться в укрытие. Продолжал вещать Суен. Если ты не покажешься и не отдашь воду, то мы будем убивать всех одного за другим. Какому это будет даже в радость. После этих слов плененные жители тут же напуганно посмотрели на Фу, которая только ухмыльнулась. Что это с вами? Есть, что действительно бояться? Что это с ней? Думал Баруто. Какое у нее невероятное количество чакры. Да еще и, такой злобный, прямо как у Наруто. Так она тоже. Что бы ни была эта вода героя, о которой он говорит, тихо размышлял Саске, если он ее сичи же не получит, последствия будут больше в радость даже не этому негодяю, а этой девочке. Но почему? Что же с ней не так? Эта девочка-дженчурики, произнес Баруто вслух, чем вызвал на себя удивленные взгляды вторженцев и плененных жителей. Не меньше был удивлен и сам Наруто, который это услышал. «Действительно?» «Это девочка?» «Да», — кивнул Шибуки. «Фу является дженчурики. В ней запечатан Семихвостый». «Семихвостый?» По слогам переспросил Наруто. «Это как Девятихвостый?» «Ты знаешь Абиджу?» Наруто опустил взгляд. «Девятихвостый?» «Внутри меня?» «Не выходите, господин Шибуки!» Крикнул Химитсу. «Не отдавайте драгоценную воду героя!» Поддержала Шизуку и тут же вместе с братцем безжалостно получила водяную плетью по щеке. «А ну молчать, сопляки!» Глумливо крикнул Кирисами и хлестанул по детям еще раз. «Фу!» «Ай!» «Пожалуйста!» «Помоги!» Но на лице Кунаичи не отразилось никаких эмоций, хотя руки начинали потихоньку трястись. И вовсе не от жажды крови. Отступник Дождя тем временем с удовольствием ударил по детям еще раз, чем уже начал выводить Наруто, наблюдающего сверху, из себя. «Черт!» «Шибуки!» «Что ты собираешься делать?» «Заткнись!» Шибуки уже заметно плакал от страха и чувства беспомощности от нынешнего положения. «Так только дети говорят», — презрительно произнес Наруто. «Что ты сильный!» «Что ты герой!» «Они же думают, что лидер деревни герой!» Оправдывался Шибуки. «Так, как я думал о своем отце!» Суен в это время схватил Шизуку и приставил Куной к ее горлу. «Шизуку!» Запаниковали Сакура с Химитсу. На лице Фу вдруг отразился настоящий испуг, когда она посмотрела на захваченную девочку. «Что с тобой, Фу?» Словно предостерегающе спросил Суен. «Захотела помешать?» Кунаичис похватилась и отвернулась, вернув лицу равнодушный вид. «Нет!» «Делай, что хочешь!» «Слышишь, Шибуки!» «Ты знаешь, насколько у меня вспыльчивый характер!» «Дай я тебе одну минуту!» «После чего я начну убивать детей одного за другим!» «Не имею даже представления, сколько я успею убить, прежде, чем произойдет то, чего несколько лет назад предотвратил твой отец!» «Нет!» «Запротестовали пленные!» «Убивайте лучше нас, взрослых!» «Этого будет недостаточно!» «Для Шибуки издевательски ответил отступник!» «Дети ведь всегда нравились ему!» «И для Фу, чтобы устроить буйство!» «Она ведь только с детьми едва успела подружиться!» «В этой деревне у меня нет друзей!» «Киллафу!» «Мне плевать на их судьбу!» «Как скажешь, спокойно ответил Суен!» «Но твои глаза все равно говорят об обратном!» «В любом случае, даже если ты и потеряешь контроль, то все равно никого не спасешь!» «Семихвостый вырвется, а ты умрешь!» «А зверь убьет всех остальных!» «Впрочем, если это произойдет, тебе, Шибуки, придется появиться, разумеется, приняв в воду героя!» «Кого же ты тогда запечатает это существо, и успеешь ли это сделать до того, как мы заберем-то, что оставишь от воды, и скроемся?» «Я не знаю всех подробностей», — продолжал Наруто. «Но мне кажется, твой отец действительно был великим человеком!» «Что? Что ты можешь знать о нем?» «Осталось двадцать секунд!» Донеслось снизу. «Пожертвовать жизнью ради деревни такой немногие могут сделать!» «То же самое сделал четвертый Хакаги, когда на клинаху напал девятихвостый, и запечатал зверя во мне!» «С этими словами он повернулся к дуплу окну и начал поправлять повязку!» «Осталось десять секунд!» «Что ты собираешься делать?» «Непонимающе спросил Шибуки!» «Только те, кто способен это сделать!» «Сказал Наруто, поправив повязку, героя!» «И он спрыгнул вниз!» «Три!» Отчитывал Суен! «Два!» «Один!» «Оно стоит!» Донеслось сверху. Поглядев туда, отступники и пленки увидели движущего в их сторону мальчика, одетого в оранжевое. «Узумуки Наруто уже здесь!» «Не смейте трогать детей!» Спрыгнув с очередной ветки, Наруто схватился за тонкую ветку и качнулся на ней. «Сейчас я покажу вам особый прием!» Прокричал он, но тут ветка обломилась, и мальчик полетел прямо в воду. Однако он не растерялся и сложил печать. Теневое клонирование. Мальчишка плюхнулся в воду, а в сторону отступников полетела целая толпа теневых клонов. «Как такое мальчишка может создавать столько клонов?» Невей спросил Кирисами и тут же отхватил от одного их них. Остальных нападающих такая же участь не заставила себя ждать. Не попалась только Фу, которая тут же одним взмахом ноги развела двоих налетевших на него клонов. «Неплохая попытка была, мальчишка», насмешливо отметила она. «Но это было очень глупо». «Это точно», — подержал Суен и размахнулся кунаем, собираясь нанести удар на Шизуку. «Похоже, мне придется убить этого ребенка». Но тут подоспел настоящий Наруто, выскочивших из воды, и выбил девочку из рук отступника, при этом попадая под удар оружия. «Наруто!» В панике закричала девочка. Напуган был сам Шибуки, наблюдая за происходящим. Фу невольно отметила его проворность. К раненому Наруто подошел Кирисами и схватил его за шиворот. «Чтож, давайте посмотрим, на что способен раненый герой». «Я не проиграю тебе», — выговорил Наруто, глядя ему в глаза. «Держись отсюда подальше, пацан», — сказал Суен, подходя к лежавшей на земле Шизуки и снова хватая ее. «Теперь я точно убью этого ребенка!» Шизука снова закричала. Наруто яростно поглядел на отступника, а удерживающий его Кирисами гневно прошипел. «Я удивлен, какой ты сильный герой!» «Больно было!» И он одним ударом заставил мальчика отлететь на небольшое расстояние и прокатиться по земле. Он был Шибуки, вспомнил Хисами. «Бей его дальше!» «Может, он расскажет!» «Да, правильно», — прохрепел Наруто, и его тут же пнул мурасами. «Надо отдать тебе должное», — отметил он, двинувшись к нему, «из тебя герой не хуже, чем из Шибуки». Пройдясь ногами по Наруто, он начал бить его ногой по голове. «Он идиот!» — думал Шибуки, с дружью наблюдая за всем. «Такой же, как мой отец!» Наруто снова повалили на землю, но его снова подняли за шиворот. «Еще не время спать», — малыш издевательски произнесла Хисами, держа его. «Кто сказал, что я сплю?» насмешливо ответил Наруто, хотя силы продолжали его стремительно покидать вместе с кровью из раны. «Прекратите!» — воскликнула Сакура. «Наруто ведь умрет!» Слово Сакура эхом отразились в ушах Шибуки. Как он мог зайти так далеко? Ради совершенно чужих ему людей. Ради чужой ему страны. «Пожертвовать жизнью ради деревни такой немногие могут сделать. Только те, кто способен это сделать, герои!» Кирисами замахнулся ногой и снова ударил Наруто прямо в область раны. «Какой глупый ребенок!» — усмехнулась Хисами, а мужчина добавил, «Пишется герой, отчитался идиот!» «Нонона!» «Этот идиот вас только что неплохо отделал», — напомнила Фу. «Здесь нет героев!» — усмехнулся Суен и обратился куда-то наверху деревни скрытой водопаде. «Больше нет героев с тех пор, как умер твой отец!» Шибуки продолжал трястись, выслушивая все упреки от своего бывшего учителя. «Нет есть!» — донесся до него голос Химыцу. «Шибуки наш герой!» «Да-да!» — подтвердил голос Шизуку. «И вы продолжаете это говорить?» — насмешливо спросил отступник. «Шибуки разберется с вами!» — серьезно ответил Химыцу. «Да!» «Он вас уделает!» Суен лишь издал смешок. «Он слабак и трус, который от всего сбегает!» «Нет!» «Нет!» «Шибуки наш герой!» «Герой штаны с дыророй!» презрительно фыркнул голос Барута, и вслед последовал удивленный возглос. «Вынужден согласиться с отступником!» «Шибуки силен лишь в том, чтобы прятаться!» «Вы все-то обучите о том, что он сильный, что он герой!» «Но этот негодяй уже вас предал!» «Не скрой он свою чакру, выдал бы его без зазрения совести!» «Главное сокровище деревни важнее не ее самой!» «Да, Шибуки!» «Но защитишь эту воду, будь она неладна, а что потом?» «Какой от нее будет толк, если с нею больше нечего будет защищать, потому что всех жителей деревни перережет одного за другим?» «Может, ты боишься ярости Фу, когда в ней запечатан монстр, которого в нее запечатал твой отец, пожертвуя в собой?» «Откуда ты знаешь про жертву его отца?» заинтересованно спросила Фу. Просто сложил два с двумя, выслушивая все разговоры здесь. «Все-таки Баруто у нас признанный гений», отметил Саски. «Послушай», — выговорил Наруто, обращаясь к девочке. «Ты ведь...» «Джинчирики!» «Я понимаю, какого это, когда тебя все ненавидят, все боятся, но предавать свою деревню только лишь из-за этого это совсем не то, что следовало бы». Его слова задели Кунаичи, и она на скорости, показавшейся Наруто невероятной, подлетела к нему, схватила за горло и одним движением перевернула его через ноги с живота на спину. Наруто харкнул кровью, когда удар спину о землю и прошлась и поранья. «С этим...» — выговорила она. «Я поиграю наедине». И продолжая удерживать Наруто за шею, она моментально покинула место сбора напавших и плененных, уводя Наруто в неизвестное направление. «Наруто...» В панике закричала Сакура. «Стой, тьфу!» — воскликнул Химитсу. «Не делай этого!» — взмолилась Шизуку и тут же получила в шею укол Кунаем. «Так что скажешь, Шибуки?» — продолжал Баруто. «Или, быть может, ты уже думаешь принять эту воду и вступить в бой?» «Но не можешь решиться, потому что сомневаешься в своем успехе». Шибуки посмотрел на бутыль. Суен уже перестал терпеть весь балаган. «Называешь Шибуки героем?» — глумливо спросил он захваченную девочку. «Тогда умри, ненавидя этого героя. Ваша жизнь для него ничего не значит». Внезапно Баруто что почувствовал? «Что это за мощный поток чакры?» Возле вторженцев внезапно образовался мощный тайфун, который моментально смел их часть, а потом закружился перед главарем. Когда он развеялся, на его месте встал Шибуки, чакра которого так лилась. «Не смейте трогать жителей деревни!» «Я ваш противник!» «Господин Шибуки!» Радостно воскликнули жители деревни. «Вы пришли!» — добавила Шизуку. «Какая мощная чакра!» — изумленно подумала Сакура. Ее видно невооруженным глазом. Несколько вторженцев набросились на юношу, но тот сложил несколько печати и воскликнул стихии воды. Разрушающий водяной дракон. Вода из озера за его спиной поднялась и приняла форму китайского дракона, который моментально проглотил всех набросившихся разум и отправил прямо на дно. Шибуки же продолжал стоять перед бывшим учителем, который продолжал удерживать Шизуку. Отдалившись на достаточно большое расстояние, Фуо швырнула Наруто на землю, не беспокоясь о его жизни, и тот покатился по земле, чудом не сломав шею. «Ты!» — угрожающе указала она ему. «Что там сказал насчет понимания?» «Повтори-ка!» Наруто, будучи повернутым к ней спиной, на которой все еще зияла рана от Кунаисуена, попытался подняться, и эта рана тут же начала затягиваться прямо на глазах. Кроме шуток. Удивленность похватилась Фу. «Именно так», — сказал Наруто, ровно поднимаясь на ноги. «Я такой же джинчурики, как и ты. Во мне запечатан девятихвостый». Фу на миг округлила глаза, а потом усмехнулась, качнув головой. «Вот ведь ирония судьбы!» «Вломиться в свою деревню, как враг, когда в нее пожалует еще один джинчурики». Однако, с ее лица моментально стерлась усмешка, а взгляд заострился. «Раз так, то ты должен меня понимать. Должен понимать, как это больно, когда тебя все боятся. Когда из этого страха, все ненавидят. Я понимаю». Парировал Наруто. «Я тоже ощущал это на себе очень долго. Уже в десять лет я настолько близок был к грани, что сейчас об этом страшно даже вспоминать. Тогда почему ты вообще завел эту тему?» Взъярилась Фу, уже не сдерживаясь слезы в глазах, и налетела на Наруто, нанося по нему крепкий удар ногой, от которой мальчик вновь покатился по земле. «Я ненавижу свою деревню. Ненавижу Шибуки. Ненавижу его отца за то, что он со мной сделал». Завершив данное душеизлияние, она вновь набросилась на мальчика, но уже встретила настойчивое сопротивление. «Я прекрасно понимаю твое страдание». Воскликнул Наруто, блокируя ее удар, захватывая руку. «Лжешь! Ты не можешь до конца это понимать!» Фу ловко крутанула захваченной рукой, подворачивая захватившую руку мальчика, и оттолкнула его от себя. «Я даже выбрана не была для этого». Когда прежний дженчурики Семихвостова погиб недалеко от нашей деревни, чудовище возродилось в самих его пределах. «Господин Хиссон, этот гадкий старик, которого мои родители всегда уважали, просто заприметил меня в ненужном месте в ненужное время и запечатал этого монстра в моем теле. Вот так просто схватил того, кто под руку попался. Теперь его все в деревне кличут героем, а меня клеймят монстром». Она снова набросилась на Наруто и отбросила на приличное расстояние. А когда об этом узнал Ишебуки, знаешь, что он мне сказал? Зато он тебе жизнь спас. Иначе ты бы умерла тогда. Да что этот трус вообще мог понимать? Я потеряла своих родителей. Сама лежали при смерти. И за счет чего в итоге была спасена? Наруто снова поднялся на ноги с припущенным взглядом. «Это я... тоже прекрасно понимаю». «Замолчи!» рявкнула Фу. «Я ведь сказала, что ты ничего не можешь понимать. Я едва родиться успел, когда Девятихвостый напал на мою деревню». Ответил Наруто, тут же вгоняя Фу в ступор. Едва я успел родиться, как в меня запечатали данного монстра. И долгие годы мне никто не говорил о том, что я дженчурики, а люди вокруг ненавидели меня. Так что ты можешь представить мою боль, когда я узнал, что четвертый Хакаги, чьей историей я всегда восхищался, тем, как он спас деревню от Девятихвостого лиса, и считал его самым великим, запечатал этого самого лиса во мне. «Тогда почему?» «Не понимала Фу. Почему ты не захотел напалдать на свою деревню, чтобы отмстить им всем? Неужели ты настолько боишься делать этого? Дело не в страхе делать это. Дело в людях. В тех людях, которые поверили в меня. Да, меня ненавидела вся деревня, но есть в ней и те люди, которые приняли меня таким, какой я есть. Ты как раз видела этих людей. Этот блондин, которого вы так безжалостно подвесили, словно игрушку, с первого же дня стал для меня почти что родным братом. А после появились и новые люди. Они избавили меня от одиночества. У тебя ведь тоже есть подобные люди, разве нет? Я ведь слышал, ты успела подружиться с этими детьми. И им ведь сейчас больно от того, что ты сейчас творишь. Они просто не знают о моей особенности. Единственный человек, который реально поверил в меня, это Суен. Суен просто использует тебя. Запротестовал Наруто, вспоминая печальный опыт с Хаку и Забузой. Все, что нужно этому отступнику, это твоя сила, а не ты сама. Что же станет самой тобой, ему просто наплевать. Это не означает, что он тебя принял. Фуу скрипнула зубами, не желая верить его словам. Да много ли ты об этом знаешь? Прекрасно знаю. Я тоже стал жертвой одного такого. Он обманул меня, желая воспользоваться, дабы заполучить важные сокровища наши с ним деревни. А когда почти получил свое, попытался избавиться от меня. И именно те, которые приняли меня, они желали мою силу, меня и спасли. У Фуу затряслись глаза. Не верю, я тебе не верю. Ты просто лжец. Она прыгнула на Наруто, чтобы снова нанести удар, но он прыгнул навстречу и сцепился с нею в воздухе. Вот почему Суен никогда не примет тебя. Продолжал он. А этим детям уже сейчас больно, когда они видят, что ты начала творить. А когда тебя не станет, им будет еще больнее. Понимаешь? Он занес кулак, собираясь ударить. Фуу даже не подумала отбить удар. Его слова дорогих ему людях и детях ее деревни так и застряли в ее голове. Он так сильно верит в этих людей. И потому отчетливо видит, что чувствуют эти дети. Кулак, однако, пролетел мимо ее лица, но вдруг разжался и не сильно хлопнул девочку по щеке. Они оба приземлились, а ладонь Наруто так осталась прижатой к щеке девочки. Ты тоже не одинока, настойчиво продолжал Узумуки. Так не познажи поступить разумно. Фуу молчала с внезапным наслаждением, ощущая его ладонь. Его рука, она такая теплая, это чувство любви к этим людям придает ему такое тепло. И он так сильно верит в меня. Какая же я все-таки глупая. Давно не виделись, Шибуки, поприветствовал Суэн, молодого лидера деревни, который никогда был его учеником. Ты изменился. Это чакра. Неужели, ты выпил воду героя? Слово Барута подтолкнули меня. Да, я ее выпил. Что остановился? Ты что-то принес, верно? Разговоры здесь неуместны. До тех пор, пока я не разделаюсь с тобой. Ты серьезно? Ты ведь сам знаешь, что происходит, когда кто-то с твоими способностями принимает воду героя. К тому же, даже с водой героя, твоя чакра не может превзойти мою, так как я обладаю гораздо большим количеством чакры, чем ты можешь себе представить. Я сделаю все, что в моих силах, спокойно ответил Шибуки. Стихия воды водяной меч. В руке молодого лидера возникло подобие меча, состоявшее из сжатой воды. Суэн спокойно отбросил Шизуку и тоже вызвал такой же меч. После чего у лидера деревни и главаря отступников устроился настоящий поединок. И пусть чакра Шибуки сейчас была мощной, как отметил Баруто, она действительно не могла превзойти чакру Суэна, что и отметил сам отступник. Вся эта чакра не поможет твоей жалкой боевой форме. Я вижу все твое движение. Победа за мной! Прокричал он и выбил меч из рук юноши. После чего пронзил его своим. И на глазах испуганных пленников, раненый Шибуки начал падать. Дети завопили от ужаса. Чакра перестала литься Шибуки, и молодой лидер водопада забился в конвульсиях, пытаясь заставить себя подняться. Проклятие! Поднимайся же! Я ведь должен всех защитить! Ты всегда будешь таким, отрапортовал Суэн. Ты так и останешься трусливым слабаком. Он перевернул еще дергающиеся тела юноши и, обыскав его, выудил из-за пазухи стеклянную бутыль с водой. Как я и думал, ухмыльнулся он и победно вскинул руку с зажатой в ней бутылью. Теперь вода героя у меня. Теперь я непобедим. Сейчер же, отдай! Прохрипел Шибуки, и тут же получил ногой по ране, после чего отступник сделал глоток воды, и из него тут же полилась чакра, и он снова наступил на рану Шибуки. Юноша сдавленно закричал, не в силах издать ни звука. Я стала настолько сильным, что одним ударом сломал тебе ребра. «Возрадуйся, ты будешь моей первой жертвой после моего перерождения!» «Болван!» выкрикнул Барута, и Суен заинтересованно обернулся в его сторону. «Думаешь, такое перерождение тебе дастся за даром?» «Но сила, получаемая от сторонних вещей, не настоящая. Она не дается никому на халяву». Едва он это прокричал, отступник гвозник рядом с ним и потянул за веревки, заставляя их въедаться в кожу мальчика и выдавливая из него болезненный крик. «Я прекрасно знаю о побочном эффекте этой воды. А уж тебе, чужаку, и знать нечего. Но я смогу пережить эффект, так как я здесь особенный». «Вряд ли тебе о чем-то скажет, слово нинджит», с трудом выговорил Барута, и заинтересованный Суен ослабил хватку. «По крайней мере, пока. Да и вряд ли успеет. Но ты поверь, я, как никто другой, знаю, что значит, когда вся твоя сила исключительно в том, что ты используешь с руки, а не добываешь ее своими силами. И именно поэтому можешь хоть всю бутыль осушить до дна тебе никогда не победить». Едва он успел договорить, как веревка мурасами снова сдавила его под напором руки отступника. «Понятия не имею, о чем ты там мямлишь, сопляк. Но тебе лучше помолчать. Признанный гений, да. Твоя гениальность и правда бесспорна. Но и наглостью с тебе тоже не занимать, раз говоришь мне такие вещи». И тут возле его лица полетели несколько сурикинов, заставляя Суена отойти от Барута и посмотреть в сторону. Там стоял Наруто, целый и невредимый. «Да. Ладно. Неужели, он? Не смей трогать моего старшего брата. Я отделаю тебя». И блондин рванул вперед, складывая печать. Техника теневого клонирования. Он вызвал пятерых клонов, и они разом, окружив Суена, нанесли удар ногами, отчего Нука Нейн с легкостью защитился. Так легко блокировал все удары. Поразился Наруто. «Хорошая попытка, мальчишка!» Ухмыльнулся Суен. «Но с тобой я легко бы разобрался даже без воды». В подтверждении своим словам, он махнул ногой и разом развеял всех клонов, а оригинал одним ударом руки запустил прямо в ветку дерева, в которую тот влетел с такой силой, что вмятина осталась. Не успел Наруто вылезти, как отступник с ослепительной скоростью возник возле него и следующим ударом запустил прямо в озеро. «Наруто!» В панике закричала Сакура. Перед Суеном возникла Фу, которая обеспокоенно посмотрела туда, куда Нука Нин запустил блондина. «Фу!» протянул тот. «Ты предать меня решила?» «После того, как я доверился тебе». Суен, спокойно начало Кунаичи. Я только что поняла свою главную ошибку. Да, недоверие со стороны жителям деревни действительно причиняет мне невыносимую боль. Но все же, самой настоящей угрозой для меня, как для личности, являешься и всегда являлся только ты. И именно поэтому и потому, что ты угрожаешь моей деревне, я тебя убью». И она смело набросилась на Джоунина. Тот усмехнулся, уклоняясь от ее броска. «Глупая-глупая-фу!» Усмехался он, отбивая ничтожно для него атаки юной Кунаичи. «Ты хоть понимаешь, что теперь тебе нигде не будет места? Ты уже предала свою деревню. Тебе здесь окончательно больше никто не будет рад. А теперь ты пошла и против меня, когда я мог дать тебе очень много. Ты могла получить в свои руки такую силу, что сравнилось бы даже с тем, что у тебя есть сейчас. Но вместо этого ты решила от всего отказаться. «Почему?» «После всего, что сказала, что сделала, что вдруг за кризис совести?» «Из-за того мальчишки!» Фу! Едва-едва покраснела, стиснув зубы. «Нет!» сдержанно ответила она. «Из-за меня!» «Подумай, что ты делаешь, фу!» «Вода героя нужна тебе!» «Представь силы этой воды и семихвостого обе в твоих руках!» «Так ты прижмешь под себя всю деревню скрытого водопада!» «А после сможешь сделать ее сильнейшей во всем мире!» «А такие же джинчирики, как ты, станут твоей личной охраной, и их все станут по-настоящему уважать!» «Уж что-то мне подсказывает, что это тебе явно не на руку!» Усмехнулась в ответ и вновь набросилась на Джоунина, прекрасно понимая, что не имеет шансов против него. Тот тоже это прекрасно понимал и потому лишь издевался над ней, попросту уворачиваясь ото всех атак. «Я тебе серьезно говорю!» «Одумайся сейчас, пока не поздно!» «Я-то еще могу простить твою глупость, но не житель этой деревушки!» «Ты теперь навсегда для них бивельму на глазу!» «Лжец!» «Ты просто решил воспользоваться дабы устрашить господина Шибуки жителям деревни!» «Мне плевать, как на меня дальше начнут смотреть деревенские, но я не позволю кому-то использовать меня, как какой-то инструмент!» «Ты просто жалкая идиотка!» Насмешливо воскликнул Суен и одним ударом также запустил девочку в озерную воду. «Господин Шибуки, фу и Наруто повержены!» запаниковал Химацу. «Нам конец!» «Не сдавайтесь!» крикнул им Саски. «Если сдадитесь, то все будет кончено!» «Как только он это произнес, его Баруто веревки разрезала водяная техника Шибуки, который едва держался на ногах!» «Мы обречены!» выговорил он, садясь на землю и прислоняясь к столбу. «Возьмите детей и бегите!» Шибуки серьезно произнес Баруто, освобождаясь от веревки. «Я называл тебя негодяем, который всех предал!» «Беру свои слова назад!» «Бежать?» ухмыльнулся Саски, протирая следы на коже. «Я так не думаю!» «Я буду с ним сражаться!» Суен в это время стоял на ветке дерева и смотрел на озеро, куда упали Наруто сфу, злорадно смеясь. «Я обладаю огромной силой!» «Вода героя просто великолепна!» «Сюда смотри!» Раздалось со стороны, и на отступника налетел сюрикен Фуума, от которого тот легко увернулся. Посмотрев в сторону, он увидел двоих генинов, которые ранее были подвешены веревкой-мурасами. «Глупцы!» фыркнул он и вдруг шокированно посмотрел в сторону. «Что?» «Когда?» На него налетел Наруто и зао всех сил ударил прямо по лицу. Застегнутый врасплох и оглушенный Джоунин стал падать вниз, как возле него возникла фу. «А вот тебе от меня!» воскликнула она и ударила ногой в живот, запуская Суена прямо в воду. По дереву всегда можно взобраться от корней вверх. «Да, парень!» «Верно!» подтвердил Наруто. «Ты, как всегда, и вовремя, Наруто!» сказал Саске. Из воды вылетел Суен и набросился на противника с новой силой. Он быстр. Едва успел отметить Наруто, как Джоунин возник рядом с ним и одним ударом запустил прямо через все озеро в дальний берег. «Я вас всех убью!» «Давай попробуй!» ответил за его спиной Саске. Стихия огня огненный цветок. Из его рта вылетело несколько огней. Суен встал на поверхность воды и использовал технику водяной защиты, которая укрыла его от огня. Но сквозь воду вылетели заряженные молнии Куная, едва не заставшие отступников расплох, но их сил оказалось недостаточно, и тот просто укрылся от них ладонями. «Не будьте так самоуверенны!» «Это бесполезно!» «Тут только ты слишком самоуверен!» ответила Фу, вставая перед ним. «Что?» «Всякий может обрести силу, выпив воду героя!» «Но это силы не настоящие!» «Посмотри на себя, ты уже тяжело дышишь!» «Заткнись, чудовище!» воскликнул Суен и нанес удар ногой, отчего девочка легко защитилась руками. «Что?» «Меня именно потому и называют чудовищем!» указала Фу, удерживая удар Джоунина, и покрылась красной чакрой, видной невооруженным глазом. «Потому что моя сила самая настоящая!» Прокричав это, она с размаху ударила его кулаком, заставляя отпрыгнуть назад. Но перед этим тот успел еще раз пнуть ее, и то влетело сначала в саски, и они оба влетели и заканчиваются. Тогда он откупорил бутыль, сделал еще глоток побольше, и его сила еще больше возросла. «Как насчет этого?» «Ты не изменился», презрительно ответил Барута. «Ты намного слабее и трусливее, чем Шибуки. У него есть мужество. У него есть сила, чтобы защищать свою деревню. А ты покинул ее и надеялся найти легкий доступ к силе. «Мой, как козырем!» «Ты жалок!» «Давай, Наруто!» Суен шокированно посмотрел на берег, куда несколькими секундами ранее запустил Наруто, и увидел, как тот поднимается из-под камней. Его тело тоже было покрыто видной простому глазу красной чакурой. «Неужели, этот мальчишка?» «Никто не боится тебя, ублюдок!» И он побежал к отступнику на такой свою спину, чем и воспользовался Баруто. Стихии молний громовой стрелы. Он выставил указательный палец вперед, и из него вылетело несколько молний, одна из которых налетела прямо на бутыль и разбила ее. «Вода героя!» Воскликнул Суен и принял попытку избавиться от окруживших его молний. «Заканчивай, Наруто!» крикнул Баруто. «Знаю!» ответил Наруто и прыгнул вслед за Нуканином. Рядом с ним возникла Фу. «Я хочу закончить вместе с тобой!» «Хорошо!» И оба дженчурики, пылающие красным, налетели на Суена. «Вам меня не победить!» Воскликнул Джоунин и кинулся навстречу. «Получи!» Воскликнули Наруто с Фу и разум ударили его в область ребер, буквально запуская его за пределы деревни, и он с криком полетел под водопад. «Сила!» Двоих дженчурики сразу!» Успела промелькнуть его последняя мысль, и его поглотил бурный поток. «Я ведь говорила, что убью тебя!» Гордо ухмыльнулась Фу. «Шина бескрытого водопада всегда держит слово!» «Рада была работать бок о бок со вторым джечурики», добавила она, обращаясь к Наруто. А уж ей-то как рад, улыбнулся тот, и к ребятам подбежали боруты с Саски. «Ты справился, Наруто», сказал Саски. «Ага», ответил тот, и трое генинов листа и генин водопада вчетвером ударили кулаками. «Так вот, что произошло», кивнул Кокоши. «Нехорошо, что так вышло в мое отсутствие. Но вы отлично постарались». «Мог бы см хоть каплю волнения», проворчал Наруто. «Как вы себя чувствуете, господин Шибуки?» спросила Сакура у молодого лидера. «Да. За меня не волнуйся. Ты был великолепен, когда выпил воду героя», отметил Наруто. «Ты действительно герой срытого водопада». «Нет, я всегда был трусливым слабаком», покачал головой Шибуки. «Но благодаря вашим сборуты словам, я избавил себя от такой стороны». «Вы и правда братья. Действительно похожие». «Ни протестовали братья, и вся компания из команды номер 7 из Канохи и молодого лидера водопада вместе с Химатсу, Шизуку и Фуу весело рассмеялась. «Ну что же с вами теперь будет?» взволнованно спросил Баруто. «Я все готово старею на несколько лет раньше, чем обычно», ответил Шибуки так безмятежно, словно ничего страшного. «Эффект не всегда действует сразу. Но если повезет, то может и вообще не произойти. А ты уж постарайся все-таки изменить свои взгляды», сказал Наруто, обращаясь к Фуу. «Невозможно, чтобы на тебя все смотрели, как на монстра». «Знаю», вздохнула Кунаичи водопада. «Теперь у меня появилась новая цель». «Да». «И какая же...» Фу усмехнулась. «Я хочу завести сто друзей». «Вот как», улыбнулся Наруто. «Ты уж самым первым из них». Наруто на миг завис, посмотрев на руку, но все же пожал ее. «Еще спрашиваешь». Девочка посмотрела на товарища мальчика. «К сожалению, с вами мы не успели толком пообщаться, да и встретились в не очень удачный момент, но, надеюсь, с вами мы тоже когда-нибудь подружимся». «Ребята на это лишь молча кивнули, не в силах выдавить из себя и слова». «Ладно, вступился кивнули». «Ваша миссия неожиданно перешла на ранг не ниже, так что я обязательно все плачу. Детали обсудим потом, не стал спорить какаши». «Идем, ребята». «Да». «О, Наруто!» Вспомнила фу. «У меня ведь один подарок для тебя на прощание». «Да». «И какой?» спросил тот, оборачиваясь, и тут же получил от девочки крепкий поцелуй в губы. «Не забывай меня». «Их многовато тут», оценил какаши, обозревая ниндзя звука перед собой. «И это еще малая часть проблем», указал Гай. «Посмотри на крышу центральной смотровой башни». Какаши сделал, как он сказал. «И тоже барьерный ниндзюцу». «Да что здесь творится?» паниковала Сакура. «Какаши, вглядись в барьер». «Еще напряженнее», сказал Гай, «Какаши» тут же охватила паника, когда он выполнил указ «Арочимару». «Арочимару?» испугалась Сакура. «Зачем он здесь?» «Неужели пришел за Саски куном?» «Саски». Глаза девочки заметались вокруг в поисках мальчика. «Куда он делся?» Не успела она додумать мысль, как на нее набросились двое врагов. Но не успели они приблизиться, тут же пались от двух подчередных ударов. «Ты в порядке, Сакуратян?» взволнованно спросил Наруто, который сразил одного из тех двоих. «Наруто!» обрадовалась Сакура. «Фу!» «Фу!» сидевшая на втором из-за врагов с улыбкой показала галочку. «Вот нашли ведь время напасть!» Рыкнула джинчурики одним взмахом ноги и снесла голову еще одному налетевшему ниндзя. «Посиди здесь, Сакура!» сказал Наруто. «Мы сейчас уравняем силы теневое клонирование!» Он вызвал около десяти клонов, и те буквально распинали еще двоих врагов. «У!» «З!» «М!» «Ки!» Наруто!» Пораженно протянула Сакура, наблюдая за всем этим зрелищем. «Вот это парень!» «Краснее!» воскликнула Фу! «И откуда он только новые силы берет!» Тем временем еще несколько джоунинов листа отбили очередные атаки нападающих и один даже погиб, упав прямо на спящих зрителей. «Стихии воды!» «Водяной коготь!» прокричал знакомый голос, и еще несколько нападающих ниндзя звука пали под ударом водяной техники. Над ними возвышался Шибуки. «Не стоило вам нападать, когда тут собрались и союзники листа!» одного врага, крепким ударом кулака сворачивая ему шею. «Черт! Что-то я волнуюсь за Хакаги сама», проворчал он, встав спиной к спине с кокаши. «За него не волнуйся», постарался тот его успокоить. «Его так просто не взять! Все-таки он Хакаги нашей деревни!» Хирузин присмотрелся к лицу Арачимару и с удивлением увидел в его глазах выступающие слезы. «Так счастлив, что слезы навернулись?» Спокойно спросил он своего бывшего ученика. «Или сожалеешь о том, что тебе придется убить своего учителя?» Змейный Сынин ничего не ответил. Лишь резко дернул руку с кунаем вперед и пронзил насквозь свою же руку. «Вот! Теперь мне полегчало, со спокойной ухмылкой произнес он и утер глаза. Я что-то сонный с утра вот слезы выступили. Но теперь я проснулся. Как я и думал, усмехнулся старик. Арчимар отпустил его шею и отошел в сторону, словно ничего и не собирался делать. А еще я думал, что ты не станешь действовать лишь от простой обиды. Значит, у тебя нет ни цели, ни мотива. Сынин хмыкнул, снимая шляпу Казикаги. Думаю, какая-какая цель у меня все-таки есть. Попробую объяснить. Мне очень нравится наблюдать за движением. Мне скучно, когда мир неподвижен. Это как мельница, которая не вертится. Кому-то это может даже нравиться, но только не мне. Короче говоря, я сам запущу лопасть этой мельницы. И мой ветер разрушения деревни листа. Херузин приготовился стянуть свой убор. А ты все такой же. Над зрителями, усыпленными гиндюцу, продолжали идти бои. Окровавленные ниндзя падали прямо между рядами. Сакура, будучи единственным действующим рейонином, как могла, залечивала раны бойцам листа и водопада, вступившим в бой, но ее умения хватило лишь на то, чтобы остановить кровь, и те вновь бросались в битву. Наруто с Фуу тоже не оставались в стороне, и от них погибло уже немало врагов. Руки Наруто еще никогда не были настолько запачканы кровью, как сейчас. Проклятие! Выругался Узумуки. Они все лезут и лезут. Да что им нужно от нашей деревни? Хотела бы я знать, ответила Фуу, встав с ним спиной с спины. Их даже не пугает наличие аж двоих дженчарики здесь. Конечно, мы не можем использовать всю свою силу прямо здесь, среди стойких людей, которых надо защищать, но все же договорить она не смогла из-за нового натиска. Сакура позвал какаши, отбив еще одно нападение. Твоя тренировка выживаний помогла тебе распознавать гендюцу, у тебя и правда к этому талант. Вы это к чему сейчас? Не поняла Харуна, только что избавившись от очередного пациента, на этот раз из травы, которая тоже встала в защиту листа. Освободи от гендюцу долгий срок. Что за миссия? Не понял Наруто. Слушайте внимательно, сказал какаши. Вас ждет миссия Ранга. Прочь от меня. Рявкнул Наруто, отбросив еще одного врага. Сенсей какаши. Какие в такое время могут быть миссии? Саски пустился в погоню за Гару и другими генинами песка, торопливо ответил Джоунин. Он что, спятил? В голове Наруто предстал Гару в измененном обличии. Сакура обратился какаши к девочке. Только ты сможешь разбудить Шакамару. И вы отправитесь за ним. Тогда может разбудить и Найчо Джи. Спросила Сакура. Это будет неразумно, засомневался Наруто должно быть, в деревню проникло немало шина без звука и песка. Отряд из более чем четырех бойцов будет медленнее продвигаться и его будет легко выследить. Сакура, нас же этому учили в Академии на уроке патрулирования. Забыла что ли? И правда вспомнила Сакура. Я удивлена, что и ты помнишь об этом. Господин Какаши обратилась Фу. Позвольте мне быть четвертой в их отряде. Ты на миг удивился Какаши. Господин Какаши обратился к нему Шибуки. Не отказывайте ей, прошу вас. У водопада есть и свои некоторые личные счеты с песком. А Фу по некоторым причинам сейчас лучше не находиться здесь, когда вокруг ниндзя этой деревни. Я будучи сна не нравиться мне ваш Саски, призналась вдруг Фу. Но этот джинчирик мне не нравится больше. И раз вам Саски так дорог, то я не могу просто устоять на месте, когда он в отвод столкнется с ним. А значит, доверюсь вашим генину. Однако, вы не сможете справиться без него. Джонин порезал кунем палец, сложил несколько печатей и хлопнул по земле. Техника призыва. Хлоп. И на месте касаний появился мопс. Одетый в синий жилет с печатью хинохиномеджи и протектор конохи, который носит на голове, как сакура. Его передняя правая лапка была перебинтована. С найдет саски по запаху. Точняк. Обрадовался Наруто. У псов ведь отличное обоняние. А собачка меньшего размера не будет сильно бросаться на глаза. Так-то да, засомневалась Сакура. Но песик в команде. Она замялась, а песек совершил всего два прыжка, приземлился прямо перед нею, приблизил свою мордочку к ее лицу, и довольно грубо произнес девочка. Больше не усмехнулась Фу. Впервые вижу животных, которые обижаются на комплименты. Только я слово милый. Не произносила помрачнела Сакура. Быстрее, Сакура. Поторопил ее Наруто, отбивая еще одного нападающего ниндзя. Пробуди Шикамару от Гиндюцу. Сейчас. Откликнулась Сакура и сквозь ряды поползла к их концу, чтобы пробраться к спящему Шикамару. Но едва она приблизилась к нему, то заметила, как его лицо напряженно скривилось и дергалось. На ее глаза опустилась тень. Шикамару, такт из самого начала, успевши все понять, Пакун подскочил к мальчику и кусанул его за ногу. Больно. Дернулся Нара, стряхнув песик из ноги. Сам смог освободиться от Гиндюцу. Закончила Сакура. Зачем тогда спящим прикидывался. Шикамару схватил Пакуна за шкирку и стал злобно жамкать его за щеки. Чтобы не впутываться в лишнюю передрягу. Я не подписывался на сражение с внезапным нападением. Мне наплевать на Саске. Он с хлопком отпустил щеку мопса, и тот мстительно кусанул его за руку. Шикамару снова закричал от боли. От этого лентяя толку никакого, обреченно вздохнула Фу, а за нею возник еще один ниндзя звука. Пригнись. Предупредил Наруто, резко укладывая девочку на пол, и враг пролетел прямо над ними. Быстрой реакцией оценил тот и тут же оказался впечатан в стену кулаком Гая. Не быстрее моего удара. Отметил тот и еще одним ударом проломил его телом в стену, образовав сквозную дыру, запуская врага через нее в свободный полет. Вот это мужчина. Восхитилась Фу. Слушайте внимательно, обратил на себя внимание Какаши. Сейчас я проведу краткий инструктаж. Как все объясню, отправляйтесь через эту дыру. Ступайте за Саски и остановите его. Как только сделаете это, ждите дальнейших распоряжений в безопасном месте. Есть. Отозвался Наруто и первый ринулся сквозь дыру. Пошли. Не спеши. Позвала его Фу, ступая за ним. Блин, вздохнул Шикомару. Но почему всегда я? Перестань ныть. Взъярилась Сакура, хватая его за шкирку. Веди себя, как мужчина. И вместе с кричащим от растерянности мальчишкой тоже прыгнула сквозь дыру. Эй! Воскликнул Пакун, прыгая за ней. Без меня не уходите. Гайя и Какаши прикрыли собой дыру, чтобы никто не последовал за Генинами и Нинканом. Они справятся? Спросил Толстобров и Джоунин. Справятся, уверил Какаши. С ними Пакун. Так что все пройдет нормально, если только не вяжутся в переделку. Какаши подумал о Гайре, вошедшего в частичную трансформацию дженчурики. И не сомневайтесь в силе фу, друзей. Так что она не бросит ваших ребят. Это верно, согласился Какаши. На крыше центральной смотровой башни тем временем продолжало нависать напряжение. Бойцы Анбу продолжали стоять перед барьером, не зная, что теперь делать. Похоже, что барьеры можно разрушить только изнутри, заметил один из них. Если бы Хакаги Сума смог взять одного из этих ниндзя звука, мы могли бы вмешаться и помочь в бою. Похоже, они уже начинают, заметил шестирубкий прихвостень Арачимару. Построить барьер изнутри. Приказал двухголовый вместе с остальными тремя образовал барьер, прикрывающий его со стороны его господина с Хакаги. Видимо, отметил Херузин, так просто мне отсюда не выбраться. Разумеется, ухмыльнулся Арачимару. Тебе будет на руку, если никто не будет вмешиваться. Через старик достал из рукава несколько сурикинов плох тот ниндзя, что не имеет туза в рукаве, особенно, буквально метнул в бывшего ученика. Техника теневого клонирования сурикинов. Приказал Хакаги, и сурикин размножились на большее количество. Слишком легко. Усмехнулся отступник, налегке уклоняясь ото всех сурикинов. Призрачный змей. После команды техники его рука превратилась в змей и на молниеносной скорости крыгами за шею. Ты слишком расслабился, Сенсей Херузин. Воскликнул Орочимару и тут же спохватился, потому что захваченный старик вдруг превратился в грязь и растекся по черепице. Использовался рекены, как перекрытие, и запустил замену. Змей превратился обратно в руку, когда он приземлился на крышу. Стихия земли. Раздалась позади него. Грязевая река. Из черепицы потекла настоящая река, полностью состоящая из грязи, и охватил отступника своим потоком, запуская его прямиком к барьеру. Старик не стал на этом останавливаться. Стихия огня поток огненного дракона. И он выдал поток пламени, охватив им всю реку. Он совместил техники стихии земли и огня. Восхитился один из Анбу. Айдахакагилиста. Отметила женщина в группе прислужников отступника. Пора остановиться, Орочимару, спокойно произнес Херузин, обозревая пустое место, где должен был находиться бывший ученик. Оттуда донес медленный смешок, и из черепицы вырос Орочимару, использовавшую технику сокрытия в поверхности. Это верно и не стоит меня недооценивать, насмешливо произнес он. Неужели ты надеялся, что я легко попадусь эту жалкую технику? Не можешь одолеть меня, и поэтому пытаешься уязвить? Спросил Херузин. Орочимару лишь хищно облизнулся. Похоже, эти генины отправились за Саски, заметил самозванец Анбу. Эти сопляки? Хмыкнул один из ниндзя звука. Что они смогут против него? Анбу показал ему карточку с информацией. На ней был изображен Наруто. Это данные о том ребенке. Он действительно стоит предельного внимания, но он слишком неопытен в отличие от Гары. Осторожнее со словами. Неверная оценка врага приведет к гибели. Херузен понял, что так просто ему с бывшим учеником не разобраться и потому стянул с себя верхнее одеяние, представ перед ним полностью в боевом облачении. Так ты предвидел этот момент, усмехнулся Санин, сбрасывая с себя одеяние Казикаги и сложил очередную печать. Техника призыва. Херузен встал в ступор, когда перед ним из крыши выросли два настоящих гроба. Только не это. Первый. И второй. Прокомментировал Орочимару. Четвертого он призвать не смог бы, напряженно думал Херузен. Но даже так все равно придется трудно. Не верится, что он их призвал. Крышки гробов со стуком упали, и из тех вышли двое молодых на вид мужчин. Один из них был длинноволосым брюнетом, одетым в красные доспехи, похожие на самурайские, а второй сереброволосым блондином с колючими волосами, одетым в такие же доспехи, только синего цвета. Ужасно. Запаниковал один из анбу. Это они. Они? Не понял другой. Кто? Давно не виделись, низким голосом произнес блондин, обращаясь к Херузену. Херузен. Да ладно, не поверил брюнет. Ты ли это? Ты постарел? Не думал, что мне придется сражаться с вами. Херузен посмотрел на брюнета первой владыка Хакаги. Посмотрел на блондина второй владыка Хакаги. Первый второй владыки Хакаги. Не поверил другой Замбу. Да. Первый Хакаги Хаширом Синджу с черными волосами. А второй его брат Табирама Синджу блондин. Они оба и построили деревню скрытого листа. От первого гата пошла сама идея создания скрытых деревень и титула Каги. Он был известен Арачимару. Значит, нас призвал этот юнец используя технику созданную мной. Впечатляет. Она явно более продвинутая чем при мне и определенно не со всеми силами что были у меня при жизни и не могу воспротивиться ей. Значит, заметил Хаширома нас призвали против тебя Херузин. Получается бою нам не избежать. Довольно болтовни кинул Арачимару подходя к призванным воинам приготовив два куна с привязанными к ним какими-то печатями. Опять война, вздохнул первый. Времена не меняются. И это здорово, ответил Арачимару. Здесь ничего хорошего, напряженно сказал Херузин. Это издевательство над усопшими и манипулированием временем. Тем временем Нинко и какаши, трое генинов листа и одна из водопада продолжали свой путь. Вот вечно этому Саски не умется. Проворчал Наруто. И о чем он вообще думает, когда прекрасно видел, как ужасен Гара? А мне-то зачем было в это втягивать? Проворчал в ответ Шикамару. Это лишь гемор. Ничего не поделаешь. Рыкнула Сакура. Таков был приказ Синси и Кокоши. Пакун принюхался. Сюда. Приказал он, сворачивая в сторону. Генины тут же за ним. Интересно, как там Баруто? Взволнованно подумал Наруто. Беспокоюсь я о нем. Мдауш, согласилась Сакура. Столько всего произошло за считанные минуты. Новый облик Гары, резкое изменение в Баруто, а теперь предательское нападение звука и песка. На стене арены стояли восемь ниндзя скрытого звука, один из которых изучал информацию о Наруто, введенную в карту. Этот молец мой. Вперед! И вся загара завела Саски, о погоне за ним группы Нинкана и Генинов. Приступим, произнес Арчимару, втыка икуная с печатями в затылке первых двух хакаги, и те буквально погрузились в их плоть. После складывания нескольких ручных печатей лица мужчин, до того напоминающие массу праха и пыли, приобрели телесный оттенок, отчего они стали напоминать живых людей. К ним вернулась жизненная внешность. Что это за техника такая? Нечистивое воскрешение. Эта техника, созданная вторым, призывает души мертвых из чистого мира в наш мир. Обычный призыв требует лишь кровь призывающего, но призыв душ усопших с чистого мира требует живое тело, которое станет сосудом для призванной души. Получается, перед нами сейчас тело других людей. Да. А техника предала им обличие тех людей, чьи души были призваны. А под конец, через вживление через затылок специальных печати стираются все эмоции и сущность воскрешенных, превращая их в простые машины для убийств. Теперь все готово, заключил Арчимару. Ты демон, высказал Херузин, протирая заслезившиеся глаза. Они выглядят точно так же, как при жизни. Ощущаете ли вы радость от унижения «Но сегодня я это и подготовил специально для того, чтобы прониклись этим чувством. Наслаждайтесь!» Арчимару хлопнул в ладони, и глаза воскрешенных потеряли всякий цвет, оставив лишь белые подобия радужек без зрачков посреди черной склеры. Оба могучих воина двинулись вперед, медленно и угрожающей приближаясь к Херузину, который только мог, что, поникнув, глядеть на них, не особо верив происходящее. После чего они рванули, ведомые лишь одной волей убить старика. Владыка. Это обман. Это другие люди, лишь похожие на них. Херузин моментально отбил атаку Хаширамы. Я знаю это, но и сила у них та же, которой владели они. Хакаги нападали со всех сторон, передвигаясь с неуловимой простому лазу скоростью. Не зная Херузин настолько хорошо, как сейчас, точно бы не простояло пару минут, даже при том условии, что управляемые на данный момент пользовались лишь тадюцу. Они при жизни владели невероятными способностями. Однако, я все эти годы после их смерти продолжал накапливать боевой опыт. Я смогу победить. Херузин оторвал сайт первого и его тут же атаковал второй. Схватив его за ногу, третий отшвырнул его от себя, и тот ловко приземлился рядом с братом. Стихия огня огненный дракон. Скомандовал старик выдум на воскрешенных огромное пламя, моментально охватившее тех с головой. Стихия воды водяной дракон скомандовал Табирама, и мощный водяной поток погасил пламя Херузина и устремился на старика. Изумительно, оценил Анбу. Такая мощная техника вызвала воду и в том месте, где ее и в помине нет. Стихия земли стена. и выросла в высокую стену, похожую больше на горную скалу. Она приняла весь удар волны на себя, однако Табирама применила манипуляцию водой, и та буквально обогнула стену Херузина, вновь пригрозив охватить его с головой. Старик не растерялся и запрыгнул на вершину своей стены, докуда вода его не доставала. На поверхность разлитой воды встал Хаширана и пустился прямо к стене Херузина. Тот спрыгнул и опустился навстречу по пути, складывая ручные печати и выпуская в Боха шинобиновые потоки пламени, от которых первый легко отбивался голыми руками. После чего он совершил прыжок и налет и атаковал Херузина ногой, от которой тот укрылся руками, приземлился на поверхность все еще оставшейся воды и одним ударом ноги запустил мощный брызг старику в лицо, заставив захлебнуться и открыться, чем и воспользовался для очередного удара, от которой старик покатился по поверхности воды. «Вижу, ты все еще владеешь теми же силой и скоростью», заметил он, с трудом поднимаясь на ноги. «Сражаться с вами двумя будет непросто». Стихии воды разрывная волна скомандовал голос Туберамы, из воды выросли мощные тонкие струи, буквально прорезая созданную Херузином стену, ловко увернувшись от техники второго, он остался на поверхности своей стены. Наконец, вода отступила. И тут Хоширамы сложил печать. Стихии дерева рождения леса. Стихии дерева улучшены геном? Да. Это главный козырь первого Хакаги. Из черепицы начали вырастать настоящие деревья, прорастая даже сквозь стену Херузина. Все произошло так быстро, что старик едва успел прокусить палец, как оказался захвачен многочисленными ветвями, без возможности шевельнуться. Арачимару, смеясь, встал возле края леса и посмотрел на бывшего учителя. Вот вы и попались, Херузин Сенсей. Над ареной продолжался лес к оружию, звуки режущейся плоти и крики боли. Вот, что было первым, когда Барута пришел в себя. Едва он открыл глаза, то увидел генму, который сражался с дюжиной шиноби деревни песка, среди которых оказался Баки, руководитель команды Гары. Что за черт? Спросил он, и Джоунин тут же встал рядом с ним. Барута, ты очнулся. Генма Сама. Что происходит? Баки засмеялся. О! Этот мальчишка очнулся. Сейчас посмотрим, Генма, не ударит ли он тебя в спину? Ударит в спину? Не понял Барута. О чем это он, Генма Сама? Что тут вообще творится? Почему шиноби песка нападают на вас? А экзамен? Экзамен окончен. В тропях стал объяснять Джоунин. Звук сговорился с песком и организовал нападение на лист. Хаити Сама, в убийстве которого мы ранее подозревали тебя, убил этот человек. Он указал взглядом на Баки. Он? Барута моментально достал свой сыток с запечатыванием и вызвал меч Хаити. Баки усмехнулся, увидев его, так и сказал, что тебя стоило убить в ту ночь, когда тебе в ту ночь не посчастливилось оказаться рядом. Оставил ведь этот иунец после себя такое ценное наследие, в лице мальчика, что владеет его техниками и даже довел до совершенства. Когда я принимал этот меч из рук его невесты, Юга, начал Барута, хватаясь за рукоять, то дал клятву, что этот меч покарает истинного убийцу его прежнего владельца. Самое время исполнить эту клятву. Баки снова усмехнулся. Чтож. Давай. Но едва он пустился вперед, на его пути встал Генма, не давая ему приблизиться к Генину, и отбил от себя. Барута. Я понимаю, как сильно ты уважил Хаити. Теперь мы все знаем, что подозревали тебя напрасно. Слушай внимательно, у тебя есть все таланты Чунина. А потому я тебе, как Чунину, дам первое задание ранга, так как Акаши Дэна сейчас занят своим делом. Задание? Не понял Барута. Какое? Посмотри на крышу центральной смотровой башни. Барута сделал, как Джунин сказал. Видишь эту технику барьера? Там заперт господин Третий Хакаги, вынужденный сражаться с Арачимару. Анбу не могут вмешаться из-за этого барьера. Тебе следует убрать эту технику, дабы Анбу смогли обеспечить владыке поддержку в бою. Только ты сможешь это сделать. Барута, будучи человеком умным, быстро понял сложившуюся ситуацию. Я понял. Берегите себя, Геймна Сама. И он пустился к центральной смотровой башне. Схватить его. Приказал Баки нескольким своим товарищам, и те пустились в погоню за Генненом. Генма не мог этого допустить и выпустил на них несколько кунаев. Но те были готовы к подобному и быстро уклонились опуститься мальчику на помощь ему не дали оставшиеся шины бепеска. Барута уже оказался у трибун, где едва успел заметить зрителей, которые поголовно спали без задних ног. Их усыпили с помощью Гендицу. Успел понять он, как перед ним встали несколько Ниндзя-песка. Ты не пройдешь туда. Прочь с дороги. Рявкнул Барута, вынимая из ножен меч. Ниндзя-ожидаемо не послушались его и набросились. Будучи проворным, Барута легко уклонялся от их ударов в процессе получая лишь небольшие порезы от их орудий и успевал наносить касание к различным частям их тел, пока не коснулся всех членов нападающей группы. «Против тебя семеро джоунинов», указал один из них. «Что ты, Геннин, сможешь против нас в одиночку?» «Плевать на вашу численность», ответил Барута. «Ваш конец настал именно в тот момент, когда я прикоснулся к каждому из вас». Не спели джоунины выникнуть в его слова, как в мгновение ока все остались без голов. Кроме одного, который указал Барута на численность. Ему Барута пробил само сердце, отводя всего несколько секунд жизни. «Ты», произнес он, захлебываясь кровью. «Неужели ты, желтая молния, принимаешь меня за желтую молнию», указал Барута. «Но я всегда лишь его внук». На лице Шинобе отразилось полнейшее изумление, но спросить он ничего не успел, так как кровь уже полностью забила ему дыхательные пути. Отвернувшись от умирающего, Барута посмотрел на барьер. Помимо чакры старика Херузена там ощущаются еще три источника. И чакра одного из них крайне злобная. Это Арчимару. Но кто же тогда остальные двое? Погоди-ка. Это чакра. Двое из тех, что удерживают барьер. Не может быть. Барута, как молния, пустился на крышу башни, вытягивая вперед руку с меткой кармы. Поглощу эту технику, тогда и разберусь, кто там есть кто. Но едва он приблизился к барьеру, как произошло непредвиденно из ладони вылетела какая-то темная энергия и сложилась в какой-то диск, напоминающий портал. Не успел Барутас похватиться, как его с головой унесло в образовавшуюся пространственную дыру, и даже его крик растерянности не долетел до ушей Анбу. Наруто неожиданно остановился и оглянулся. Вместе с ним остановились остальные члены группы. Эй, Наруто, позвала его Сакура. Чего встал? Нам нужно поспешить. Да, спохватился Узумуки. Прошу прощения. И вся группа снова двинулась вперед. Тебя что-то побеспокоило? Уточнил Шакамару. Вроде того. Я вдруг заподозрил что-то неладное. Это связано с Баруто? Поинтересовалась Сакура. С ним явно что-то только что произошло. Не знаю, почему меня это чувство. С ним ничего ужасного не случится, попыталась увеять Харуна. Он ведь твой старший брат, единственный. Девочка говорила, как могла убедительнее, хотя в голове плыли сомнения на этот счет, так как новый облик старшего Узумуки никто не забыл. Она и не особо надеялась, что это поможет. Но помогло, и Наруто немного успокоился, поверив в брата. К этому моменту Пакун принюхался и встревоженно скомандовал, а ну-ка все ускорились. Команда моментально выполнила приказ. Нас преследуют. Догадалась Фу. Два отряда, кратко ответил Нинкен. Восемь человек, а и еще один. У нас на хвосте девять ниндзя. Погоня! Возмутился Шакамару. Это шутка такая. Черт! Выругался Наруто. И явно Джоунины. Мы с Фу на трибунах могли только едва блокировать их нападение, и нас спасали наши учители. Что нам делать, Пакун? Наше расположение им пока неизвестно, заверил Мопс. Пускай спешно нагоняют нас, но и о своей защите не забывают. Полагаю, нато им и отстающий, чтобы предупредить о преследовании или ударить в неожиданный момент, если первые восемь попадут в ловушку. А ведь Наруто прав, проворчал Шакамару. Они определён очень высокого ранга. Если они нас нагонят, живо перебьют. Тогда устроим засаду первыми. Предложил Наруто. Подкараулем их и нанесём удар. Я легко всех отвлеку с помощью множественного теневого клонирования, и вы ударите из-за спин моих клонов. Эта мысль поддержала Сакура. Эм, вмешалась Фу. Не думаю, что идея удачная. Почему, Фу? Возмутились Наруто с Сакурой. У нас на хвосте ведь приспешники Рачимару, верно? А он бывший шинобелиста. Ну да, так и есть. Но почему по-твоему засада не сработает? А вот это я сам объясню. Вступился Шакамару. Для выполнения засады должны быть соблюдены два условия. Первые преследуемые должны двигаться бесшумно и первыми обнаружить врага. Вторые преследуемые должны занять позицию, чтобы легко застать врага врасплох. Когда соблюдены оба условия, засада выйдет отличной и у неприятелей не останется шансов. В нашем случае, при первом условии с нюхом собаки и щеки обнаружить преследование не составило никакого труда. А вот со вторым посложнее. Казалось бы, мы сможем легко найти и занять позицию. Ведь это наш дом, и мы хорошо знаем территорию. Но тут есть два нюанса. Во-первых, мы гнины, и мы еще не изучили эту местность вдоль и поперек. А во-вторых, фу, права с людьми бывшего шинобелеста такое не пройдет. Они явно изучили местность, когда планировали нападение. И судя по всему, за нами гонятся мастеры преследования, учитывая их распределение, когда самые последние держатся у них в тылу. Даже при таком раскладе засада может и сыграла бы нам на руку, но слишком много но. За нами гонятся ниндзя, специально отобранные для этой миссии. А кто тут у нас то? Раздолбай! Наруто нахмурился. Бездарная девчушка. Сакура нахмурилась. Какая ты шавка. Пакун нахмурился. Чужак и территорию даже не знающий, ну да, не стало даже хмуриться фу. И я закончил перечислять Шакамару, лентяя, не желающий в этом участвовать. Тактика это понимание своей боевой мощи и разработка плана на основе имеющихся данных. Так что у нас остается лишь один разумный ход. Один. Переспросила Сакура. Устроим ложную засаду, заявил Нара. Один из нас останется и задержит преследователей ложной засадой. Иначе говоря, догадался Наруто. Приманка? Верно. Если один из нас их отвлечет, след остальных будет утерян. А вот приманка, скорее всего, умрет. Весь отряд в напряжении замолчал. Итак, есть добровольцы. Без пса нам не выследить Саски. Так что, ладно, решился Наруто. Я остался. Остаться придется мне. Завершил Шакамару, даже не дослушивая его. Почему ты-то? Возмутился Узумуки. Потому что тебе следует оставаться и со всем силами, что у тебя есть, ответил Наруто. Твой контроль заметно улучшился, так что тебе будет легче остановить Саски или отбиться от Гары, если этот придурок его все-таки нагонит. А Сакуре я уже сказал, у нее нет особых навыков. Она только медик и теоретик. У это у меня. Он резко остановился на одной из веток и остальные тоже остановились. Техника теневого подражания изначально служила специально для подобных случаев, продолжал объяснять гений Лентей. Тогда я останусь с тобой. Вызвалось Фу. С моей силой дженчурики у тебя? Нет, твердо отказался Шакамару. Если Саски все-таки нагонит Гару, тот может снова войти в свой жуткий режим. Если оно случится, то сила двух дженчурики в лице вас с Наруто будет эффективнее, чем одного лишь Наруто. К тому же, без обид, Фу, но я тебе пока не доверяю на сто процентов, чтобы доверить свою спину. Фу не стала серчать. Ладно. Я понимаю. Шакамару, напряженно скалился Наруто. Не подведи. И оставшийся отряд двинулся дальше. А на вашего лентяя все-таки можно положиться, усмехнулась Фу. Хирузин еле протянул руку сквозь удерживающие его за нею ветви и прикоснулся к одной из них. Техника призыва. На ветке моментально появилась гигантская, густошерстая белая обезьяна одетая в тигриной кимоно с красным поясом, темно-зеленые рукава и штаны с сеткой, а его лоб прикрывал протектор Канохи. Инма значит. Обезьяна злобно посмотрела на Санина. Это снова ты, Арчимару, произнес он. Хирузин. Надо было сделать это еще тогда. А что в итоге? Вот как раз сейчас этим и занимаюсь, проворчал Хакаги. Боюсь, что сейчас теперь слишком поздно, возразил Инма. Все из-за того, что тебе не хватило духу прикончить его, когда был шанс. Хватит спорить. Быстрее. Алмазный посох. Понял. Не стал спорить обезьян и приготовился было превратиться. И вдруг за ним возникла какая-то черная дыра, и из нее с криком вылетел Барута, тут же приземлившийся на мягкую шерсть животного, сбивая от его с ног и валя на живот. После чего скатился с его могучей спины и упал на ветку. Все и Хакаги и наблюдающие за всем Анбу и Самар и Чимару с шоком лицезрели данное зрелище. «Вот тебе и король обезьян», усмехнулся Сонин. Его вырубил вылетевший неожиданно откуда воробушек. Барута со стоном поднялся, протирая лоб и прокричал, словно от досады. «А-а! Ну за что мне такая карма?» «А-а!» спохватился он, поглядев на свою ладонь. Как бы двояко это ни звучало. «Барута!» воскликнул Херузин. «Что ты тут делаешь? Как ты тут оказался?» «А-а!» Снова спохватился старший узумок и, тут же поняв, где находится. «Я должен был поглотить барьер этой штукой на моей ладони, которой я могу поглощать техники». А вместо этого она взяла и открыла какой-то портал, переместивший меня прямо сюда». Херузин произнес пришедший в себя Энма. «Это твой гений?» «Вот обращая на себя внимания нейдругов. А вот этот гость уже более желанный». Барута завис от ужаса, ощутив, насколько чакра Снина была зловещей. «Куда более зловещая, чем обито». «Ора, Чимару!» выговорил он. «Так вот, ты какой, погоня все еще продолжается». Заметил Пакун. «Он точно их задержит?» «Надеюсь, он не сбежал, поджав хвост». Запаниковала Сакура. «Нет», возразил Наруто. «Он, конечно, тот еще лентей ворчун, но он не предатель». «М», протянул, принюхиваясь, Нинкен. «Что-то я сомневаюсь, а...» Он свернул в другую сторону. «Не может быть». Преследователи из звука сделали короткую остановку и исследовали местность. Следы, оставленные преследуемыми имегининов и собачки, были отчетливо видны на земле. Сосунки, ухмыльнулся один из ниндзя и посмотрел, куда следы вели. Следы спутаны. Страх изматывает их. Только отряд собрался было двинуться дальше по ним, как из тени деревьев появилась новая. Взгляд Джоунина взмылился вверх, ожидая атаки из воздуха, однако, ничего там не увидели, а выросшая тень плотно соприкасалась с их тенями. После этого ниндзя обратили внимание на то, что не могут даже пошевелиться. Эти следы были проделаны мной, донеслось со стороны, и их головы словно насильно кто-то повернул в сторону, обращая их взгляд на единственного генина из листа. Да, вы правы, я измотан. А вот в остальном ошибаетесь. Даже относительно следов. Коварно ухмыляясь, он показал им пять палок, сложенных так, что напоминали настоящую собачью лапку. Вот этим я имитировал собачьи следы. Это еще что? Фыркнул предводитель преследователей. Он же еще сопляк. Не могу поверить, что он нас так легко одурачил. А это, я полагаю, техника теневого захвата клана Нара. Понял один из захваченных. Она давно уже устарела. Вы слишком отстались от жизни, дедули, издевательски ответил Шакамару. Сейчас она называется техника теневого подражания. А теперь все за мной. И он рванул в совершенно другую сторону, пуская захваченных ниндзя за собой. Шесть, семь, восемь, считал он, поглядывая на ведомых за собой врагов. Постой. А еще один. У нас на хвосте девять ниндзя. Так и есть. Девятый служит поддержкой и защитой остальных. Держится на расстоянии от остальных на случай нападения врага. Он резко остановился, повернулся к захваченным, приготовил четыре куна и сталь его и узнай ее, где он прячется, и он метнул все орудие его врагов. Так как руки тех были пустые, они лишь повторили его движение. Однако со стороны вылетел девятый куна и отбил все орудие шикомару, что-то отпустил в захваченных. Он вон там. Понял генин и вытянул в сторону еще одну тень, целясь в то самое дерево, где, определенно, и засел девятый недруг. Но не протянулась тайнометр, как застыла и втянулась обратно. Вот черт, выругался он про себя. Сказывается тот поединок с темари. Я истратил слишком много чакры, это бесполезно, отметил предводитель отряда. Я разгадал твои методы. Похоже, ты на пределе. Долго тебе не продержаться. Однако, надо отдать тебе должное со следа, ты нас сбил прилично. За такое и быстро убить тебя будет мало, так что можешь нас поблагодарить. Шикамару со вздохом посмотрел на небеса. А ведь я рассчитывал на совсем другую смерть. В итоге она выйдет совсем не бездейственной. Как это не похоже на меня, пока он что-то почувствовал. Похоже, преследование прекратилось. Оно пошло совсем в другую сторону. Значит, у него получилось. Обрадовалась Сакура. А я еще посмела в нем усомниться. Наша задача не подвести его. Решительно сказал Наруто. Мы должны поднажать. Надеюсь, он там найдет способ выжить, понадеялась Фу. Я бы очень хотела с ним подружиться. Ты прав, отметил Шикамару. Я уже полностью без сил. Если меня не убьют сейчас, то я умру от истощения, выпустив всю голову. Позади Генина произошло резкое приземление, и у того на момент по спине пробежался озноб. Тот чудом не разорвал свою технику. Наконец-то я вас догнал, народ. Раздался довольный возглас Осумы, стоявшего позади своего ученика и держащего труп девятого преследователя на плече. Осума Сенсей. Радостно воскликнул мальчик. Ты еще кто? Уже довольно напуганно спросил один из преследователей. Я. Осума ухмыльнулся, выдал струю табачного дыма из-за арта и отбросил мертвеца в сторону. Я сын третьего Хакаги. Он достал свои лезвия и костеты и моментально перерезал всех восьмерых шиноби. Тень Шакамара втянулась обратно, и тот с облегчением опустился на землю. Похоже, я еще немного пожил. Ты отлично постарался, Шакамару, похвалил Асума. На сегодня твой бой окончен. Хирузин сама обратил с оборота к третьему. Кто эти двое Сарачамару? Неужели это двое первых владык Хакаги? Они самые, ответил старик. Первый Хакаги Хаширама и второй Табирама. Чтож. На глаза мальчика опустилась тень. Двое человек, к которым у меня куча вопросов. Похоже, мое задание данной мне Ген мой сама повысится в ранге, но иного выбора нет. Он прикоснулся ладонью к дереву и его целиком поглотило вместе со стеной Хирузина. Всех отпинаю. Это невероятно. Он поглотил все техники. Даже деревья, созданные первым. На всю руку Борута снова начал расползаться узор, добираясь до лица, и мальчик застонул от охватившей его боли. Проклятие. Эта штука снова расползается по моему телу. И в этот момент у всех четверых ниндзя звука, удерживающих барьер, по телам стали расползаться какие-то узоры, которые напомнили Борута проклятую печать, наложенную на саски. Что это? Скорее, восхищенно, чем взволнованно, спросил шестирукий. Я ощущаю невероятную силу. Арчимару Сома. Воскликнула девушка. Это он? Резонанс? Он самый, ответил Сонин. Я уже сказал карм этого мальчика самое настоящее. Вы отлично проверили его тогда. Борута вдруг обратил внимание на то, на что раньше не обращал. Знакомые ощущения совсем рядом. Не может быть, протянул он и поглядел в сторону двухголового. Те двое, что напали на меня в лесу смерти. Это вы? Двухголовый косо поглядел назад и усмехнулся, обращаясь явно к своей второй голове. Хи! А этого мальчика не проведешь. Правда, Укон? Вторая голова, до того беспомощно свисающая на затылке, вдруг открыла глаза и ухмыльнулась. С этим не поспоришь, Сакан. Что происходит? Семский близнец. Семский? Переспросил Сакан. Нет. Это наш с Уконом улучшенный геном. Мы способны сливать свои плюс Арчимару. Перечислил Барута, вставая, на всякий случай, рядом с Хирузеном. Вы, народ, как? Уже придумали название. Жуткая шестерка. Грязная шестерка. Шестерки усмехнулся. Шестерка, которая убила третьего Хакаги и сделала из него одеяло. Заткнись, Кидомару. Рявкнула девушка. Не позорься. Тай обратился к ней громила. Девушке не следует и ты тоже помолчи, Джироба. Твоего мнения не спрашивали. Арчимару надоел весь этот балаган, и он приказал воскрешенным схватить мальчишку. Хакаги послушно бросились вперед, нацеливаясь на Барута, и Хаширома приготовился было схватить его, но тот ловко увернулся от его рук, не давая себя схватить, и одним ударом, показавшийся Анбу невероятным, отбросил его от себя на добрые три метра, заставив прокатиться по черепице. В этот же момент приблизился Табирама. Превращение скомандовал Анма, и с его места в руки Херузена полетел длинный толстый посох. Старик ловко схватил орудие и один взмахом отбросил в сторону второго Хакаги. Что это задано? Взволнованно спросил один Анбу предводителя. Это невероятно, протянул тот. В ход пошли Ниндюцу невообразимого уровня. И владыка третий, и этот мальчишка. Это будет самый невероятный дуэт всех времен и народов. Дуэт века. Дедуля обратил с оборота к Херузену, отбросив все формальности. Похоже, мне теперь будет не так просто убрать этот барьер. Потому позвольте мне сражаться с вами плечом к плечу. Он одним ударом отбросил от себя самого Хаширому. Пораженно подумал старик. Пусть и, будучи воскрешенным, он не владеет всей своей силой, однако, все равно впечатляет. Чтож, спорить времени все равно нет. Но, Борута, что бы ни случилось во время битвы не пытайся защищать меня. Так мы только помешаем друг другу. Вас понял. Ну чтож, вздохнул Арочимару. Похоже, грядут такие интересные события, каких еще никогда не было в моей жизни. Давай, Борута кун. Развлеки змеи разинула пасть. Из пасти показалась рукоять настоящего меча. Борута, осторожно. Предостерег Херузин. Это клинок кусоноги. Только он предупредил мальчика, как Арочимару уже держал в руке обою доострого дзянь с метровым лезвием и двуручной рукоятью, отделенную от лезвия двойной золотистой гардой. Будь осторожен, мальчик, предостерег Борута и мы в образе посоха. От линкок кусоноги даже я могу пострадать, будучи нерушимым посохом. Вас понял. Воскрешенные Хакаги кинулись вперед. Дуэт бросился навстречу и Херузин, размахивая посохом, заставил обоих отпрянуть в стороны. Борута метнул один кун и в сторону Хаширыму и прорезал ему плечо, оставляя на нем свою формулу. Старик. Воскликнул он, хватая третьего за руку и возникая с ним позади первого. Старик моментально воспользовался этим и нанес потому прямой удар в упор. Борута, ни секунды ни медля метнул второй кун и ктабирами и возник рядом с ним с вращающейся сферой чакры в руке. Росинган. Техника мальчика ударила второго точно между лопаток и тот отлетел на приличное расстояние. Херузин тут же, воспользовавшись моментом, бросился к Арчимару и посох резко удлинился, грозя разбить сниную грудную клетку. Тот укрылся от удара клинком, подставив острый край и в этот момент из посоха возникла голова Эммы, готовая прокусить отступнику шею своими острыми зубами. Арчимару не дал ему это сделать, выпустив змею из своего рта, которая тут же совершила змеиный бросок, грозя сделать прокус королю обезьян. Херузину пришлось укоротить посох обратно, чтобы не допустить этого. Я вами удивляюсь, Сенси, сказал Арчимару. Вы так ломитесь напролом, доверившись этому мальчишке, и напрочь забываете про теневых клонов. Нет, подумал Барута, взволнованно поглядывая на третьего. Он не забыл. Просто не может. Запас чакры старика давно не тот, что раньше. Чакра равномерно распространяется на всех клонов. Велик риск потратить всю чакру в пустую. Да и размеры посоха заставляют задуматься. Ой, нарии-то поменьше, что с тобой, Херузин. Напряженно спросил Инма. Я тебя что-то совсем не узнаю. Уф, а алмазный посох довольно тяжелый. Если бы не помощь Барута, мне пришлось бы труднее. Все-таки я реально постарел. Хи-хи-хи, посмеялся Сонин. А ведь когда-то вас прозвали профессором за то, что вы знали все техники скрытого листа. Даже секретные. Не разочаровывайте меня. В этот момент к нему подошли двое Хакаги с заметными повреждениями на телах, которые выглядели так, словно разорвали бумагу. И они восстановились прямо на глазах, словно собираясь по кусочкам. Через мгновение от старых повреждений не осталось ни следа. Так вот оно какое, проворчал Барута. Нечестивое воскрешение. От самого его вида мороз сберет. Это верно, ответил Херузин. Даже смерть Арачимару не принесет им покой. Необходимо разорвать связь их душ с этим миром. Неужели? Ужаснулся Барута. Он сейчас приготовится использовать эту технику. Ваше дыхание учащается, заметил Арачимару. Что же вы будете делать? Третий стукнул посохом по черепице. Довольно обмениваться техниками. Этот момент знаменует начало кровопролитной битвы. Что достойно Шиноби? Пакун принюхался еще раз и вдруг заметил. Странно, почему я этого раньше не заметил? Что? Спохватился Наруто. Что ты не заметил? Мопс остановился, и с ним остановились генины. Сакура, фу, обратился Нинкен к девочкам. Вы знаете, что я использую этот же шампунь, что и вы. Девочки встали в ступор, а Пакун еще раз принюхался. Запах мяты зеленых цветов. Флорал грин. Фура смеялась. Вот это да. А еще просил не называть его милым пюсиком. Однако, Сакура. Она подпрыгнула к Харуна, поникшей от открытия того, что пахнет, как собака, моих. Хватит уже. Взъярился Наруто. Нашли глупую тему в такой напряженной ситуации. Пакун засмеялся в ответ. Ладно тебе, просто к слову пришлось. Как бы Херузин не пытался твердо стоять на ногах, его дыхание никак не замедлялось. Вы порядке, старик третий? Взволнованно спросил Баруто. За меня не волнуйся. Сосредоточься на противнике. Нечистивое воскрешение, даже смерть Орочимару не развеет эту технику. Раз так, то, простите меня, лорд первый, лорд второй, мне придется применить эту технику, а годы все берут свое, верно? Насмешливо заметил Орочимару. Никогда не видел вас в таких муках. Он издал тихий смешок. И что же в этом смешного, старой змеи? Напряженно спросил Баруто. Не соображаешь? Переспросил Сонин. Посмотри только на него. Человек, которого провозгласили вторым богом Шинобе, не смог побороть старость. Старость это естественные черты жизни. Его невозможно да и ни к чему преодолевать. Смерть это продолжение жизни. Значит, вот так мыслит твое поколение. Баруто. Орочимару взялся за лицо. Но у меня свои взгляды на жизнь. После этих слов он буквально сорвал свое лицо, словно маску. Баруто зависит от такой картины, даже не сразу обратив внимание на то, что под маской оказалось совсем другое лицо. Лицо молодой женщины. Даже рост заметно уменьшился. Что происходит? Кто эта женщина? Да кто же ты такой? Напряженно спросил Херузин. Женщина посмеялась в ответ. Такой резкий жест так тебя смутил, старик. Это все еще технику. Прошло десять лет с тех пор, как я покинул деревню. Было довольно трудно. Чудовище! Рыкнул Херузин. Ведь именно по этой причине я не дал избрать тебя четвертым Хакаги. Все из-за твоих извращенных принципов. Понятно, начал догонять Барута. Так получается, Арачимар уже имел темное дело за спиной, из-за чего вы отказались от его кандидатуры. А когда это вышло, он обиделся и ушел? И докатился до этого? Назвать это жалким никак не назвать. Арачимар лишь засмеялся в ответ. Ты ошибаешься, малыш. Мне изначально не было нужно это звание. Я всегда лишь занимался своим делом, а этот старик взял и считать более благородными, чем у того же Суена. В твоих глазах жажду узнать правду. Я ее тебе утолю. Моя техника бессмертия позволяет мне навсегда привязывать свою душу и разум к этому миру. Это можно назвать техникой реинкарнации, что переносит душу и разум в новое тело. И с помощью техники исчезающей лицевой копии, я могу привязывать к телу человек становится таким никчемным. Смотря на вас, Сенси, я еще сильнее в этом убеждаюсь. Здесь вы встретите свой конец. А я заполучу новое тело, которое куда моложе и красивее этого. Я даже ощущаю себя в долгу перед коных и они сохранили для меня такого отличного мальчика. Так вот, почему? Догадался Барута. Ты наложил на Саске эту печать. Значит, твое Саске мой избранник. Хи, как бы двояк это сейчас не звучало. Так ты похищаешь новые тела и вселяешь в них свою душу и разум с помощью техники реинкарнации, этим продлевая себе жизнь, понял Херузин. Это лицо и это тело. Сколько же ты их уже сменил? Это уже второе. А тело Саске Куна я планировал забрать чуть позднее, когда он вырастет и его воспитают и обучат так, как нужно мне. Скажите-ка мне, Сенси, какое лицо вы хотели бы видеть перед смертью? Может быть, женщина натянула на лицо новое и стала прежним Рачимару. Что-то знакомое. Чудовище Кинлза. Я не совсем догоняю, вмешался Барута. Зачем нужны все эти тела? Получается, они стареют, а ты просто меняешь упаковку? И снова ты удивляешь меня своей догадливостью. Кто бы мог подумать один из троих легендарных ниндзя, легендарных снинов, такой неслыханный извращенец. Такой невообразимый садист. Хаширама, взять его, приказал снин, и первый Хакаги вызвал очередной густой лес, грозивший захватить мальчика и пробить тело третьего, лорд Хакаги. Запаниковал за. Вы слишком ослабили свою защиту, Синси, указал Арачимару, глядя на Херузена и Барута, оказавшихся в какой-то клетке, что состояло из нескольких алмазных посохов, в которую превратился Игнма. На одной из решеток открылся его глаз. Что с тобой? Спросил он Херузена. Я тебя совсем не узнаю. Прости, коротко извинился тот. Не напрягайтесь, дедуля, посоветовал Барута. Не нравится мне указывать на человеческое состояние, но вы все-таки постарели. Не поспоришь. Херузен посмотрел на Арачимару. А точнее, в его глаза. Глаза, что таят злобу и амбиции, тебе всегда было присуще это качество. Я знал это, но делал вид, что не замечаю. В эпоху воюющих государств, ты, как никто другой, был одарен силой и способностями, гений, что появляются на свет раз в несколько десятилетий. Именно ты был тем, кто должен был унаследовать мою волю и силу. Я желал этого всем сердцем. И вот мои желания породили события того дня и дня сегодняшнего. В итоге, я не смог убить тебя. Сегодня я убью тебя. Прокричал Херузен. И исправлю ошибку прошлого. Начнем же. Он схватился за решетку, и обратилась в посох, развив остальную клетку. Слишком поздно, произнес Арчимару, и воскрешенные Хакаги двинулись вперед. Не на моей территории. Рявкнул Барута, бросаясь навстречу, и тут же столкнулся рук об руку с Хаширомой. Заметив краем глаза, как Табирама проносится мимо, мальчик метнул в его сторону коной, который моментально обогнал его, и возник прямо перед ним. Один взмах ногой, и второй брата. Хаширома не растерялся, а ловко подхватил младшего и поставил ровно на ноги. Кто же этот молец? Недоумевал Зо. Он сражается с двумя первыми лордами Хакаги, более, чем на равных. Техника теневого клонирования. Скомандовал Херузин и вызвал двоих клонов. Двое, смекнул Барута. Он реально готов использовать эту технику. Змея свиней барон кролик сыпок и крысы птица-лошадь-змея, потом хлопок в ладони. Этот порядок печатей осенило ему. Это безусловно он. Позади старика возник жуткого вида полупрозрачный, изможденный призрак с демоническим лицом, длинными, лохматыми белыми волосами, из которых выступают два красных рога, а также пурпурной кожей. Он был одет в большое белое кимоно. Руки его были вскинуты, словно его за них привязали к кресту, и в одной из них зажимал молитвенные бусы. Во рту был зажат тунта, а длинные волосы словно удерживали перед призраком человеческую фигуру, созданную из чакры. Шинигуми, бог смерти, которого видит только тот, кто его призвал. Сияющий глаз Барута задрожал, обозревая возникшее за стариком существо. Старик, это и есть настоящий Шинигуми. Хирузин дернулся воскликнул вдруг Арчимару. И вновь ты выставляешь его на обозрение, Барута кун. Барута непонятливо посмотрел на Санина, сохраняя в правом глазу то самое Деудюцу. Скажи-ка мне, ты ведь не задался вопросом почему я в качестве нового тела выбрал Саски, но даже не взглянул на Наруто. А? Не понял Барута, с удивлением заметив, что такой вопрос у него в голове таки был. Почему я позарился на кровь клан Учхо, но пропускаю мимо себя потомка клана Узумаки, чьей крови присуще очень большое количество чакры. Почему там, в лесу смерти, я не стал убивать Наруто, этим лишая деревню столь мощного оружия, а лишь наложил печать, которая должна была ему помешать? Этого не может быть, неужели? А все это из-за тебя? Заключил Арчимару, пристальне посмотрев на Барута. Мальчик с кармой Джаганом. Барута стоя перед представшим перед ним Санином. Ухмылка у того была уже не та, что прежде. Мы с тобой оба не можем убить друг друга, указал он, словно подсказывая. Так почему бы тебе просто не присоединиться ко мне? Что? Напряженно спросил Узумаки. Зачем? Ты все равно не в силах ничего изменить. Там, где есть смерть, всегда будет смерть. Твое вмешательство все равно ничем не поможет. Откуда ты знаешь? Рявкнул Барута. Да так ли это важно? Я лишь предлагаю тебе более выгодный для тебя ход. Ты лишь скажи, кто твоя мать? Это ведь она? Наследница Хуга. Дыхание Барута участилось. Голова окружилась, а глаза так и тряслись. В них все поплыло, и Барута, не сумев пересилить себя, упал на колени. Теперь Арчимару прямо возвышался над ним, издавая тихий смешок. Барута кон, протянул он. Ты даже не представляешь, в каком сейчас положении, в какой опасности. Не знаешь о зловещей тайне, что хранит в себе карму на твоей руке. Я же могу спасти тебе жизнь. Спасти жизнь? Ты о чем? Что за тайна тебе известна? Я отвечу тебе на этот вопрос. Но только в обмен на твой. С этими словами Арчимару присел и протянул мальчику руку. Ну же. Я ведь могу улучшить жизнь твоих родителей. Чтобы и ты родился в более подобающих условиях. А у твоих родителей будет такая невероятная сила, которая непременно передастся от них тебе. Улучшить жизнь родителей. Улучшить жизнь Нарута и Химуты. Он правда это сможет? Дыхание Барута стало еще чаще. В голове так и проплывали фрагменты воспоминаний обо всем, что успел повидать за два с половиной года издевательства над Нарутой со стороны сверстников, жестокость взрослых по отношению к нему. Отец Химуты, отказавшись от своей дочери, от всего этого голова Барута готова была лопнуть. Могу ли я ему верить? Действительно ли он готов проявить особые действия ради будущего поколения? Что я могу решить? Тебе и делать ничего не нужно, продолжал нагнетать Арчимару. Ты лишь убей старика третьего и присоединяйся ко мне. Глаза Барута еще шире округлились. Он уже совсем перестал понимать, что делать. Барута дошел до него преспокойный голос Хирузена. Я не стану тебя отговаривать. В конце концов, я и в своем прошлом хотел бы много чего изменить. Однако, Арчимару, ты должен знать вот что. Деревня скрытого листа наш дом. Хакаги главная опора этого дома. Так просто тебе меня не сломить. Даже чужими руками напуганных детей. Деревня скрытого листа не просто деревушка. Каждый год в ней рождается множество шиноби. Они все живут, сражаются, защищают деревню, защищают то, что им дорого. Даже ценой собственной жизни. Глаза Барута дернулись. Перед ними поплыли новые воспоминания. Наруто, взрослый Наруто, отец, защищающий его и всех вокруг своей силы. Последний бой старика Анаки. Шибуки, выпивший в воду герои, все они защищали свою родину. Положив на кон саму жизнь. И пускай живущие в ней не связаны кровными узами, продолжал Хирузен. Для меня не все дороги, дороги, как семья. Даже те, кто родится в ней после моей смерти. Все жители деревни — моя семья. Как Хакаги, я должен защищать их всех. Наруто. Из глаз Барута потекли слезы, и он даже не заметил, как счастливо улыбнулся. Глядя на тебя, таким, каким ты был, и зная, каким станешь, я понимаю, как же ты, к моему поколению, все-таки повзрослел. Хи-хи-хи. Тогда я уничтожу вас, главную опору. И дом под названием «Скрытый лист» рухнет. «Ты не сможешь, Арочимару», — спокойно произнес Барута, поднимаясь на ноги, даже не утирая слез и продолжая улыбаться. «Что?» — нахмурился отступник. «Много лет назад я знал одного человека. Он, совершив зловещую ошибку, сам же и подставил под удар свою родину. Осознав эту ошибку, он встал в ее защиту. Он погиб прямо у меня на руках. Он пожертвовал собой, чтобы спасти свою родину. И меня тоже. Свою волю будет непросто исполнить. Иногда ты даже будешь ее терять. Но волю всегда можно найти вновь. Это может казаться бесполезным, а препятствия и границы могут заставить покинуть ее. Если тебе выпал шанс сразиться с самим собой, все можно начать сначала. Воля — это многогранная вещь. Оттачивай ее. Оттачивай ее вот так. И однажды она станет сильнейшей в мире. Вот, что значит быть человеком. Неважно, какие меня ждут препятствия, проговорил Барута. Я никогда не покину свою волю. Это и есть мой путь ниндзя. Хорошо сказано, Барута, с почетом оценил Херузин. Да, воля может приобретать разные формы. Это может быть и огонь, и камень, что угодно. Но в любой своей форме она будет превосходна во всем. Она жарче любого огня, крепче любого камня, сильнее любой молнии. Барута. Ты унаследовал волю очень многих людей. Даже тех, кого я, возможно, не знаю. Так что никогда не теряй ее. Орочимару. Сейчас я покажу тебе технику, которую не знаешь даже ты. Печать мертвого демона. Техника, которую не знаю даже я. Усмехнулся Орочимару. Ну давайте. Я ведь и мне ее. Барута краем глаза следил за тем, как Шенега медленно поднимает руку с бусами. Воскрешенные не стали дожидаться и бросились на него. Я их задержу. Вызвался Барута и кинулся навстречу. На этот раз Хакаги действовали более точно, и мальчишка едва мог до них достать. Я все еще намерен оставить тебя в живых, Барута, указал Орочимару. Так что чем больше будешь сопротивляться, тем больнее они тебе сделают, чтобы просто схватить тебя. А да, усмехнулся Барута. Они мне больно сделать могут. А вот они даже просто щекотки не почувствуют, что очень жаль. Будь у меня возможность, лорды, отлупил бы вас с большим удовольствием. За все, что вы сделали. Из-за тебя, Табирама, кланучиха потерял почет в этой деревне. Ты изолировал их ото всей деревне и притом проявил фальшивый жест доброй воли, сделав их полицией к анохе. Из-за этого они в итоге планировали переворот, отчего его пришлось целиком вырезать. А ты, Хаширама, захватил хвостатых зверей, позаверившись на их силу, как на оружие. Ты вызвал в них лютую ненависть к людям. Из-за тебя и хвостатых и тех, кого называют джинчарики, все ненавидят. Из-за тебя в итоге долгие годы страдал и страдает столько людей. И это только малая часть твоих промахов. Бог Шиноби. Бог идиотов, вот ты кто. Его удар все-таки настиг Хаширама и пришелся ему прямо в склу, отчего первый снова отлетел, задев собой у второго, и оба брата покатились по черепице, прежде чем ловко встать на нее. Зрачки в их глазах вдруг вернули первоначальный цвет, но склера оставалась черной. Не стану с тобой даже спорить, малый, проговорил первый. Я действительно ошибся очень во многом. Я надеялся построить абсолютный мир, а в итоге разжег столько войн. Однако, Табирама. Я разве не говорил тебе, не досаждать учхам? Я сделал все, что мог для них. Запротестовал второй. Так они бы приносили пользу деревне. Я хотел, чтобы они жили в ней. А не только для того, чтобы приносить ей пользу. Оба брата вдруг осеклись и против своей воли снова набросились на Барута. Тот предотвратил их попытки захватить его и схватил за руки. Ты, видать, не слишком старался, Хаширама, отметил он, наплевав на все формальности, касательно величайшего из всех известных Шиноби. Не думай, что наезжая на своего младшего брата, ты огораживаешь себя от ответственности за превзошедшие скланы мучхо. Боже-боже, вздохнул Арчимару, с удовольствием выслушивая расприи, ради которых, собственно, и вернул воскрешенным разум. Синси, вы ведь не позволите своим предшественникам сделать больно одному из ваших лучших генинов? Ведь действие его кармы скоро закончится, лишив мальчика всех сил и оставив его уязвимым. Прошу, поторопитесь и покажите уже свою технику. Еще не время напряженно подумал Херузин, глядя, как Барута умело отвлекает на себя внимание. «Кармы?» Переспросил Тобирама, поглядев на узор, украсивший всю паровую половину тела Барута. «Это благодаря этой штуке ты настолько сильный, что можешь противостоять нам с братом. Уж не знаю, каким образом она это делает», — объяснил Барута. «Однако, даже не быть вы воскрешенными, жалеть таких дураков, как вы, я бы все равно не стал». Он на момент выпустил их руки, и те сразу же попытались его ударить, но встретились с потоком чакры, вышедшей из тела мальчика. Восемь триграм вращения небес. От столкновения с вращением оба Хакаги разлетелись в обе стороны. Барута напряженно поглядел на шинигами за спиной Херузина. Тот подкинул Бусе в воздух, и те намотались на его руку. После этого от призрака стали слышны и странные бормотания на неизвестном языке. И тут и на его руке, области Бус, образовалась настоящая проклятая печать, напомнившая Барута те, что расползаются по телу Саски и четверых прихвостней Рычимару, продолжающих даже с нею удерживать барьер. Потом он эту руку сунул в человеческую фигуру из чакры перед собой. Херузин вдруг дернулся. «Это фигура?» — шокированно понял Барута. «Сам старик третий. Это его чакра». Как раз вовремя Херузин харкнул кровью. «Да что с вами?» — насмешливо спросил Рычимару. «Вы еле на ногах стоите». Барута тут же возник рядом со стариком и его клонами. Теневое клонирование. Скомандовал он и тоже призвал двоих клонов. «Давайте, старик». Клоны мальчика схватили клонов старика и попарно появились точно рядом с воскрешенными Хакаги, успевшими подняться на ноги. Клоны Херузина тут же схватили их за плечи, вцепившись мертвой хваткой. «Этот малец так хорошо владеет моей техникой!» — с гордостью заметил Табирама, нанося по схватившему его клону режущий удар. «Ты уж прости, но я тебя не отпущу», — проговорил Херузин. «Явись же!» Рукаши негами вошла глубже в фигуру и нашла свое продолжение уже за пределами тел клонов Херузина, образуя дыру на броне и уже входя в тела воскрешенных. «Так тебе пришлось прибегнуть к этой технике», — с сожалением заметил Хаширама. «Прости нас, Херузин!» «Мы виноваты», — завершил Табирама. «Простите вы меня», — вздохнул Херузин. «Первый владыка Хакаги. Второй владыка Хакаги. Барута с ужасом наблюдал за тем, как из Хакаги выходят их же души, и сжавшая их рука затягивает в тело Херузина. «Эй, мальчик», — обратился к нему Хаширама. «Тебя как?» «Барута?» «О встрече с более лучшим представителем будущего поколения я не мог даже мечтать. Само твое лицо вселяет в нас надежду», — добавил Табирама. «Владыке!» Ноги Барута пошатнулись, и он снова опустился на колени, наблюдая за тем, как души Хакаги исчезают внутри Херузина, а тело темнеет и рассыпаются в прах. На телах клонов Херузина стала видна печать, подобная печати восьми триггерам. Когда же тело Хакаги окончательно рассыпались, Барута увидел в них тело с до боли знакомыми лицами. Это были закубами, которого Узума Кисом же лишил пальцев, а затем и Рок, и Кин Сучи, даже своих людей. С дрожью в голосе проговорил мальчик. «Не пощадил?» «Все в деревне часть меня», — произнес вдруг голос Хаширамы. «Я должен верить им, как они верят мне». «Вот, что значит быть Хакаги». «Что это?» — изумился Барута, осматриваясь вокруг. «Что это было?» «Всем сердцем люби деревню», — произнес теперь голос Табирамы. «Защищай каждого, кто в тебя верит. Ведь среди них вырастет тот, кто позже займет твое место». «Что происходит?» «Их голоса?» «Почему они доходят до меня?» «Они ведь мне такого не говорили». Хирузин продолжал вещать голос Табирамы. «С завтрашнего дня Тахакаги!» «Старик Хирузин!» — воскликнул Барута, в панике посмотрев на помрачневшего Хирузина. «Барута», — произнес он низким голосом. «Оставайся здесь!» «И ни при каких обстоятельствах не вмешивайся!» «Это приказ!» «Е... есть!» «Не стал спорить шокированный Барута!» «В бой, Энма!» «Приказал Хирузин, и в его руку прилетел посох!» «Арачимару!» «Ты должен был вести за собой людей!» «А не играть с ними, как с куклами!» «Ты закончил трепаться, старик!» «Равнодушно кинул Арачимару!» «Я устал слушать эту чушь!» «Твои люди врели в тебя!» «А ты вот, что с ними сделал!» «Я же бедолага Десу помер твоей игрушкой!» «Он ведь был под гендюцу, когда набросился на Барута!» «Набросился на меня?» «С удивлением переспросил про себя Барута!» «Когда?» «Меня ведь вырубил Гара!» «Я Десу... убил!» Херузин спрыгнул с места и, мастерски размахивая посохом, напал на ученика. В руке того возникли ног, и между противниками завязался нешуточный бой. Барута с удивлением обнаружил, что может успевать за всеми их движениями, когда в глазу остается активированным джаган, когда смотрит им, словно шаринганом. Но последнее мальчика не особо волновало в данный момент. Он со сжатым сердцем наблюдал за тем, как Херузин серьезно нападает на того, кого сам же когда-то учил, ведомо и искренним желанием прикончить. Старик Анаки, вы ведь чувствовали то же самое, что и Херузин, когда выступали против Ку... против... своего же создания. Еще один ловкий выпад посохом выбил клинок из рук Арчимару. После этого посох резко удлинился, и из нее показалась обезьянья лапа, собравшаяся схватить противника. Теневая рука змея. Приказал тот, и из его рукава появились змеи, в момент опутавшие посох на всю длину. Это было отвлечение, которое сыграло Херузину на руку, чтобы возникнуть рядом с Арчимару и схватить его за грудки. Вот и все. Рявкнул он, и Шинигуми тут же снова погрузил руку в бусах о печати внутрь фигуры из чакры, и она сразу же схватила Арчимару. Стихи огня Гаруда. Скомандовали трое кунаички Гакури и выдули три струи огня, которые тут же объединились и приняли форму дракона, налетевшего на одну из гигантских змей, бесчинствовавших на улицах Канохи. Пламя охватило совсем небольшую площадь на туши земноводного, но удар заставил его пошатнуться. Однако больше ничего не произошло, монстр даже не зашипел от боли. Черт! Выругалась одна из женщин. А рептилия огнеупорная. Девочки, сзади. Раздалась позади команды, и женщины, обернувшись, увидели десятку ниндзя песка, убивающих их товарища. Нет! Воскликнула вторая из женщин, а третья скомандовала, так, быстро. Остальные двое поняли ее приказ и наряду с ней метнули по несколько сюрикенов и сложили несколько печатей. Многократные призрачные сюрикены. Орудия сразу же размножились и осыпали врагов с ног до головы, убивая на месте. Берегись! Прокричали с другой стороны, и группа чуть не стала похоронена под туши одной из гигантов змей. Как же нам их сдержать? Оскалился Ибеки. Неужели, невозможно выиграть для небольшой группы ваших ребят время, чтобы они сами воспроизвели совместный призыв, дабы противостоять этим чудищам? Спросила главная в команде Кунаичи. Мы пытались, ответил Емибу. Но враги зажимают со всех сторон. Техника призыва. Донеслось со стороны, и над одной из змей появилась не уступающая ей по размеру жаба, моментально раздавившая ее на месте. Такой призыв. Изумился Ибеки и сразу заметил на голове жабы очень знакомого человека. Давно не виделись, Ибеки. Весело заметил Джерайя. Чем они тебя здесь кормят? Словно только вшире рос. Джерайя сама. Что? Это Джерайя. Один из легендарной троицы. Жабий сынин встал в свою любимую стойку. Внимание, мелюзга. Раскройте шире свои глазки и внемлите. Сюда явился сам жабий отшельник Джерайя. Дабы унять буйство чужеземных тварей. Оставшиеся две змеи встали в ступор от такой сцены. Застывшая от взора жабьева змея. Убирайтесь отсюда. Вот это мужчина. Воскликнули все члены команды девушек водопада, а одна добавила, «Я готова дать хоть десять раз всего за один автограф». Мимо ушей Джерайя это не пролетело, и он одобрительно ему улыбнулся. «Будет вам автограф. Сколько угодно. Но только за одну услугу, красотки. Как пожелаете». «Значит, Арчимару начал действовать», — подумал Джерайя, поглядев на то, что творится в деревне. Рядом с ним возник Ибеки, и он тут же принял серьезный вид. «Где третий?» «На экзаменационной арене», — ответил Марино. «Сражается с Арчимару». «Ясно», — кивнул Джерайя. «Мы быстро смекнули, что происходит, и успели эвакуировать всех гражданских. Они сейчас в убежище». «Хорошо. Только не умирай, старик». Чувство, охватившее Арчимару, напугало его не на шутку. «Что со мной происходит?» «Это нехорошо. Что ты со мной делаешь, старик?» Он зашевелил двумя пальцами, и клинок кусоноги засветился и поднялся в воздух, словно под телекинезом. «Умри!» — воскликнули оба соперника. Из Арчимару стала вытягиваться душа, а в спину Херузена полетел меч. Лежавший неподалеку Энму превратился из посоха обратно в себя и попытался остановить полет клинка, но ему помешали опутавшие его змеи. «Беда!» — запаниковал Баруто и тут же упал без сил. «Черт!» — «Карма оступила!» — «Тело не слушается!» — «Сил не осталось!» — «Дышь!» — «Кап-кап!» — по мечу, оказавшемуся в руке короля обезьян, потекла кровь. И принадлежала она не обезьяне. К величайшему ужасу наблюдающего со стороны Баруто, грудь старика Херузена была пробита насквозь. «Почему, вы не увернулись?» — удивленно спросил Арчимару. Херузен харкнул кровью. «За эту технику ты отдаешь Богу смерти свою душу!» Змейный сынин, с трудом, словно парализованный, двигая руками, сложил печать и с еще большим изумлением заметил. «Я не могу использовать техники!» «Уклоняться не было смысла», — продолжал Хакаги. «Ведь ценой за эту печать является сама жизнь!» «Моя судьба все равно была предрешена!» «По завершению печати моя душа тоже будет поглощена!» «Это техника давно павшего клана Узумуки!» «Когда ты ее использовал герой, который спас нашу деревню!» «И от нее!» «Ты умрешь и вместе со мной!» «Так это та самая техника, которой Минато запечатал им половину девятихвостого!» «Догадал Сара Чумару!» «Верно!» «Я вырву твою душу из тела и заточу ее навеки!» «Тело не слушается!» «Ты сейчас должен видеть его!» «Ведь половину я из тебя уже изъял!» «На лице Санина заиграл ужас!» «Он действительно своими глазами увидел его!» «Душам, поглощенным при помощи шенигами, никогда не обрести покой!» «Им суждено вечно страдать в его чреве!» «Души создавшего печать и его жертвы будут сплетены ненавистью и схлестнутся в нескончаемой битве на веки вечные!» Баруто с ужасом наблюдал за тем, как призрак берет Танте из своего рта, а душа Херузена перед ним вдруг разделяется на четыре фигуры!» Они дергались. Вопили. Их лица. Голоса. Их нельзя было назвать человеческими. «Что это? Ха, хватит! Я так больше не могу!» Шенигами взмахнул оружием и отрубил фигуры с лицами Хаширама и Табирама от основы души Херузена. После чего поглотил на глазах и Арчимару и Баруто, шенигами стал жевать их, с таким аппетитом чавкая. «Зачем?» — недоумевал Баруто, теряя голову от увиденного. «Зачем было это делать? Они заслужили наказание, но точно не такого. Живот мальчика скрутило, и он проблевался. Вздор!» — воскликнула Арчимару, перепугавшись не на шутку. «Я тебе не позволю, старик!» Он снова зашевелил пальцами, и пронзивший грудь Херузена клинок начал входить еще глубже, преодолевая захват Инмы. «Сдохни уже!» Тимари и Канура отдалялись все больше и от деревни скрытого листа, неся с собой бессознательного Гару. Они не подозревали о преследовании, поэтому были крайне удивлены, когда увидели перед собой Саски. «Теперь вам не уйти!» — произнес он, нахмурившись. «Саски остановился!» — возвестил Пакун. «Но он все еще далеко от нас!» «Чертов придурок!» — рыкнул Наруто. «О чем он вообще думал, когда пускался в погоню?» «Захотел перед какой-то девчонкой выпендриться?» Сакура ревниво скривилась. «Думай, о чем болтаешь, недоумок!» «Да на кого? Он вообще посмотрит!» «А по какой причине ему ищут тебя игнорировать?» Не отступил Наруто. Конкур напряженно посмотрел на младшего брата. Продолжение следует.